«Это... революция!» — послышался яростный голос Саски, он сложил печати Чебакутинси и хвостатые вокруг него стали обрастать каменными клетками, взмывая в небо. «Нет!» — вмешался Наруто. «Я покончу с этой братской враждой!» Светловолосый Шиноби преградил путь другу, настроенному на битву. «Не покончишь, Наруто, пришла пора мне вмешаться и сделать то, что я давно должен был сделать!» Мудрец шести путей вмешался в разговор, схлопывая свои ладони. «Саски, тебе придется пройти путь искупления в полном одиночестве, один на один со своими чувствами и мыслями. Ты не найдешь выхода, пока твоя душа, сын мой, не очистится от зла». Учиху, как только что с запечатанных им хвостатых, облепила камнем со всех сторон, поднимая воздух, а затем эта глыба резко сорвалась с места и скрылась из вида. «Пройдет время, прежде, чем его ненависть перестанет выжигать его душу. Месяцы или годы зависят от него самого и от того, сколько же в нем этой ненависти. Не ищите, ибо не найдете, пока Саски сам не будет к этому готов и не позовет вас. А теперь пора развить вечное Цукуеми, Наруто. Волоны с девятью хвостатыми, рассыпаясь, рухнули обратно на землю, освобождая узников из своих страшных клеток. Наруто кивнул Хагармея, слажив печати, силой мудреца, развеял самую ужасающую технику, которую когда-либо видел. Сакура прижалась к хатаке Кукаши, поддерживая обессилевшего командира, едва стоявшего на ногах от потери энергии. Все кончено. Прошептал хатаке, глядя, как стручки дерева, в котором лежали в Муген-Цукуеме все обитатели этого мира, раскрываются и выпускают шиноби из гендюцу. Саски. Едва дрожащим голосом прошептала в никуда Сакура. Он вернется, девочка. Властный спокойно ответил на ее реплику мудрец шести путей. Ему лишь нужно прожить все его эмоции и избавиться, наконец, от всепоглощающей ненависти. Только тогда он вернется. Харуна повела плечом, бросая взгляд на Паришевна рядом Хагарема. Полупризрак, полуматериальное существо, обладающее невиданной силой, он повернул голову к Кунаичи, пронзая ее своим ужасающим взглядом двух рениганов. Кунаичи невольно поежилась. Он выживет внутри этого камня. Она бросила взгляд туда, где какое-то время назад скрылась глыба, похоронившая заживую Чиху. Он все-таки реинкарнацией моего сына, девочка. Я не позволил бы ему умереть, как бы далеко он не зашел. Хагарема вздохнул, печально окидывая взглядом едва стоящих на ногах Шиноби, помогающих друг другу выбраться из Гиндюцу. Вы победили врага. Обернулся мудрец на Наруто. Теперь пришла пора мира и процветания. Ты знаешь, что делать, Наруто. Никогда не отступай от своей цели. Да. Кивнул светловолосый блондин, снимая с себя покров мудреца и представая перед всеми обычным шиноби из деревни скрытого листа. Хагарем ухмыльнулся я, закружившись в вихре белых хлопьев, растворился в воздухе, сотрясая мир эхом из последнего напутствия. Сохраните этот мир. Первое, что почувствовал Саски, оказавшись внутри камня, это ярость и гнев. Как? Как он посмел заточить его, только что спасшего этот мир, в какую-то глыбу? Учиха попробовал пошевелиться, но не смог. Попытка развить Гиндюцу тоже провалилась. Это было нечто посильнее. А потом пришел огонь. Нистовый, беспощадный. Казалось, кожа начала оплавляться и тать на лице. Саски сделал глубокий вдох и пытаясь держать вопль боли, но легкие обдало тем же жаром, будто он впустил вместе со вдохом огонь в свое тело. Он кричал, кричал до тех пор, пока обессиленно не рухнул на пол и не потерял голос, издавая лишь жалкие хрипы и корчась от боли. Пламя неистово ревело вокруг, но не касалось его тела, образовав небольшое кольцо вокруг шиноби, что, однако, не мешало испепелять его своим жаром. Пересилив себя, Саски встал и огляделся. Он злился. Злился на Хагарама, за то, что заточил его в эту ужасную тюрьму. Злился на Наруто, что тот не успел принять бой. Злился на хвостатых за одно лишь их существование. Злился на весь мир, что так сильно отвергал его чеху Саски. И ярость застилала глаза бывшего Нукинина, а с ним огонь жег его тело. Боль миллиардами иголок пронзала насквозь, казалось, его кожа шипит, но он поднял руку, поднеся ее ближе к глазам, и не увидел ни следа от ожогов. Саски коснулся лица, но кожа все еще была гладкой, покрыта лишь пыль и ссадинами, полученными в бою. Он пытался подняться на ноги и нашел стену, о которую может опереться. Снова закричал, но вместо крика услышал лишь протяжный хрип, голосовые связки он действительно сорвал. Саски попытался проанализировать ситуацию и, превозмогая боль, оценить свои шансы выбраться из этой каменной тюрьмы. Однако, кроме окружавшего со всех сторон пламени и стены, усыпанной острыми выступами, он ничего не обнаружил. Попытавшись сделать шаг в сторону от стены, он наткнулся на еще более болезненные ощущения и невидимый барьер. Единственное, как он мог сейчас выбраться развить эту технику. Напрягая свои глаза, направляя максимальный поток чакры к ним, он пытался переместиться, но тщетно, затем попытался прекратить эту технику, но чакра быстро покидала его тело. Прикусив палец, он быстро сложил печать и призыва, хлопая рукой по небольшому участку перед ногами. Он хотел скрыться в посте ада и обратным призывом перенестись в другой мир, чтобы высвободиться из этого ада. Но ничего не произошло, змей не появилось, а энергии внутри него почти не осталось. «Черт!» — выругался Учхо, ощущая, как теряет сознание от переизбытка боли и съехал по каменной стене вниз. Он очнулся через несколько часов, когда боль отступила, оставляя телу прохладу и тишину. Раскрыв глаза, Саски обнаружил себя на выступе скалы, с которой открывался вид на серую, усыпанную пеплом равнину, которой не было ни конца, ни края. Сверху виднелось такое же серое и мрачное небо. Учхо сел, вытягивая руку вперед. Пламя ушло. Что ж, как минимум, он не умер. Его мысли вернулись к произошедшему несколько часов назад и снова к лицу прилила кровь, а сердце бешено заколотилось, впуская ярость и гнев в его израненную душу. Не прошло и секунды, как серый ландшафт расплавился, раскалившись до красна, а затем его снова окружило кольцо из неистого ревущего огня, который выжигал легкие и оплавил кожу, я в жерле вулкана. Пронеслась у него мысль, перед тем, как он вновь потерял сознание от пронизывающей насквозь боли. Сакура. Раздался стук в дверь. Просыпайся. Нам пора. Харуна перевернулась на другой бок, желая попросить еще несколько минуток до спать, но потом вспомнила, где они, чем занимаются и соскочила, поднимаясь на ноги. Иду. Харуна ждала ее прямо за дверью временного шатра Ирьянинов, там было несколько комнат для отдыха с очень неудобными кушетками и холодными душевыми. Яманука выглядела изможденной, но бодрилась, желая показать Сакуре, что все в порядке и она выспалась. Шли вторые сутки с момента окончания войны, но они не покинули поле битвы, их задачей было спасти жизни тем Шинабе, кто был тяжело ранен и все еще оставался там. Девушки вошли в зал, где сменили изможденных от 12-часовой смены Шизуни и Пятую. Таких шатров, раскинутых по разные стороны местности, было множество лучшей команды медиков боролись за жизни раненых Шинабе. Сакура. Рявкнула Пятая. В Третий шатер доставили тело Хьюганеджи. Кацую сообщила, что его сердце еще бьется, хоть и очень слабо. Оно повреждено и он теряет кровь. Сейчас он на грани уйти в чистый мир, направляется туда. Нам нужно его спасти. Есть. Сакура вытянулась по струнке, а затем, собрав силу в ногах, исчезла из поля зрения Ирининов с легким хлопком. Харуна ворвалась в операционную, где толпилось четыре Иринина, один из которых сидел прямо на каталке с раненым Шинабе и вливал ему свою собственную кровь. Увидев Сакуру, один из них махнул ей, показывая, что это именно этот пациент требует неотложной помощи Харуна. Разойдитесь. Рявкнула Сакура Траймы Иринином, что стояли вокруг каталки, проводя какие-то манипуляции. Едва она получила доступ к раненому другу, запустив диагностику в районе открытой изливающей кровь раны, она вновь обратилась к трем отошедшим медикам. Отчет. Глубокое ранение сердечной мышцы, поврежденные сосуды. Сокращение сердечной мышцы приблизительно один раз в минуту. Скорость потери крови падает, мы вытащили все деревянные элементы, ранившие больного, но рана слишком велика. Он теперь в ваших руках, Сакурасама. Кунаича медик с черными волосами, затянутыми в тугой узел, поклонилась, предоставляя Сакуре действовать. Подключите второго донора, крови в его теле предельно мало. Сакура старалась как можно меньше говорить, чтобы не тратить драгоценное время. Она сращивала главные сосуды, ведущие к сердцу, оставляя кости, мелкие сосуды и мышцы пока не сращенными. Как только второй медик поднялся на кушетку, протыкая свою руку иглой и направляя поступающую из его вены кровь прямо в руку бледного, как полотно, Мэджи, Харрона удивленно вскинула брови. «У нас не хватает доноров». Виновата прокомментировал медик, который с самого прихода Сакура сидел на кушетке. «Пожалуйста, сократите необходимость переливания до минимума». Два оставшихся медика приступили к диагностике еще одного раненого Шиноби, находившегося в полуобморочном состоянии в бреду. Сакура приступила к самому сложному и медленному процессу сращивания сердечной мышцы. Закрыв глаза она сосредоточилась на ритме сердцебиения, чтобы каждый раз приостанавливать потоки чакры во время сокращения. «Держись, Мэджи!» Рычала она в отчаянии, когда кровь с очередным, казалось бы, слабым толком, пролилась на кушетку. «Ты просто не имеешь права умереть». Один из доноров, тот, что уже давно отдавал свою кровь, сообщил, что превысил лимит и должен прекратить, иначе ему тоже потребуется медицинская помощь. Сакура, стиснув зубы, отпустила его, глядя, как снова изливается кровь с новым толчком сердечной мышцы. Набрав воздух в легкие, она наклонилась к Мэджи, открыв его рот, вдохнула в него кислород. Крови все еще было критически мало. «Стоять можешь?» Спросила Сакура, глядя, как донор аккуратно, чтобы не пошатать кушетку, слез и выпрямился рядом. Его пошатывало. «Смогу?» Коротко ответил тот. «Подключай меня, кровь возьми из вены на предплечье левой руки. После чего продолжай вводить в его легкий кислород с интервалом три вдоха в минуту. Мне нужно выиграть время». «Так точно». Ирьянин безукоризненно выполнил задачу и, схватив с медицинского столика большой пластиковый баллон, вставил трубку в рот Мэджи и принялся подавать кислород, сжимая мягкий пластик медленно и очень осторожно. «Хорошо, ты большой. Молодец!» Шепнула она. Медик думал, что Сакура обращалась к нему, но взор её был устремлён на Мэджи. Едва сердечная мышца была сращена, Сакура принялась залечивать более мелкие сосуды и, наконец, приступила к костям и мышцам. Отчёт о мозговой активности. Выпалила Харона. Медик снял с баллона левую руку, продолжая право сжимать и разжимать пластик, чтобы запускать кислород в лёгкие пациента, левая же он продиагностировал голову Хьюга. «Мозговые импульсы слабые, но он всё ещё с нами». «Хорошо!» Шепнула Сакура. «Ты молодец!» На этот раз было более, чем понятно, что обращалась она к Мэджи. Сакура не знала, сколько времени прошло с момента начала реанимации, но, когда веки Хьюга задрожали, она почувствовала невероятную усталость. Жестом указав бледному оставшемуся донору заканчивать переливание, она сорвала с себя трубочку с иглой и тяжело навалилась на кушетку. «Давай, открой глаза!» Шепнула она, чувствуя, что отдала слишком много крови. И он услышал. «Сакура!» Прохрепел он и закашлялся, выплёвывая остатки скопившейся в лёгких крови. «Да! Ты будешь в порядке, дружище!» Голос её был еле слышным. Все-таки, она отдала слишком много крови. «Отдыхай, Мэджи, всё хорошо, война окончена!» «Мы победили!» Она села на пол и почувствовала, как один из медиков оттащил Харуна в сторону. Саске, казалось, сотни раз терял сознание и без сил падал на пол, проваливаясь в небытие и снова просыпался на том же выступе, где серым пеплом было усыпано все. Едва он просыпался и поднимался на ноги, огонь возвращался, выжигая изнутри учиху до изнеможения. Однако, со временем, огонь стал приходить не сразу, Саске попробовал сосредоточиться и посчитать периодичность, но каждый раз она была нестабильной и пока не поддавалась логике. Учиха открыл глаза, облизывая пересохшие губы. «Сколько прошло дней?» Он не знал ответа, так как напрочь потерял связь со временем. Тело мучило слабости неистого и жажда. Опираясь об острый выступ скалы, он поднялся на ноги, снова оглядываясь. Его пошатывало от бесконечных пыток и отсутствия воды и пищи, но в целом, он был в порядке. Главное, что жив. Буркнул он сам себе под нос и вновь огляделся. Он сосредоточился на ощущениях, подавляя в себе вновь закипающую злость, решил, что пока у него есть время на то, чтобы оглядеться, он не потратит его впустую. Позлиться и поненавидеть он успеет и потом. Присев на край выступа на скале, он огляделся. Вновь этот невероятно мрачный однотонный пейзаж, простирающийся до самого горизонта во все стороны, огороженный лишь огромной скалой, на выступе которой он сидел. Значит, это не тюрьма, ему всего лишь нужно выбраться из этого серого пространства и он попадет домой. Однако, применить силы Риннигана и почувствовать хотя бы одно живое существо в округе он не смог. Как будто его владение Чикрой здесь стремилось к нулю. «Черт!» Выругался он, чувствуя, как снова начинает закипать от злости. Вдруг равнины начали плавиться, окружая скалу светящейся жаркой лавой. Саски почувствовал, как его злость снова перетекает в ярость. Он винил всех и вся в его заточении, больше всего ненавидя в этот момент мудреца, что заточил его в этой тюрьме пыток. Лава начала гореть и уже через мгновение Саски снова пронзила боль от жара, а уши начала рвать от неистового звука ревущего пламени. Он пытался сориентироваться, заметив, что кольцо пламени стало чуть шире обычного, но даже боли и новые обстоятельства не освободили его от ярости. Вскочив на ноги так быстро, как позволяла ему измотанная пытками тело, он изо всей силы стукнул кулаком по скале и снова провалился в темноту без боли и мыслей. Саски снова пришел в себя на выступе, а вокруг была равнина из пепла. В прошлый раз он отметил себе, что пламени приходило довольно продолжительное время, что натолкнуло его на мысль попробовать спуститься и пересечь эту равнину до очередного сгорания. Учха аккуратно ухватился за один из выступов на скале, рассекая руки об острые камни, начал спускаться вниз. Пепел взлетел легким облачком, обнажая черную каменистую почву, едва ноги Саски коснулись равнины. Он огляделся, все еще не способный применить свои силы, и, оставив скалу позади себя, он отправился к сходящемуся на горизонте одинаковому пейзажу. Он старался бежать, потому что знал, что вот-вот пламя вырвется наружу, плавив все вокруг, и тогда ему не жить, но скорость была весьма низкой. От истощения, жажды и постоянных истязаний огнем он едва волочил ноги. «Черт!» — вновь выругался он, когда, пройдя буквально несколько сотен метров, наткнулся на невидимую преграду. Дальше этой преграды пейзаж был недвижимо словно нарисован. Саски почувствовал, как его начали снова охватывать злость, обида и ярость. Почва под ногами начала плавиться, обдаваясь жаром. Превозмогая бессилие, Саски побежал назад в сторону выступа, обжигая ноги раскаленную лаву. Добравшись до скалы, он мгновенно вскарабкался обратно на выступ, свернувшись калачиком, но огня не последовало. Он ждал, зажмурившись, возвращения боли, а сердце бешено колотилось от страха. Он не хотел больше этих пыток, не хотел боли. Сакура проснулась дома. Впервые за месяц бесконечных смен она взяла выходной. Две недели назад они вернулись в Канаху, где работы по излечению раненых гражданских было не меньше, чем на поле боя. И вот, когда, наконец, большинство было излечено или проходило реабилитацию, когда Канаха зажила своей блееменью и размеренной жизнью, направив силы на восстановление зданий, Сакура взяла свой первый после войны выходной. Она нежилась в кровати, наслаждаясь тем, что никуда не нужно бежать и никого не нужно спасать. На сегодня она запланировала несколько дел закупить продуктов домой, сходить в аптечную лавку, чтобы прикупить средства личной гигиены и пройтись по магазинам, чтобы прикупить побольше комплектов одежды для ее смен в госпитале. Стиркой там было заниматься некогда, а ходить с заляпанным кровью ее как-то не прельщало. Сладко потянувшись в кровати, она поднялась, не в силах больше лежать и уверенной поступью направилась в душ. Даже там, намыливая мочалкой тела, она продолжала думать о работе. Ей хотелось прикупить какой-то подарок длинно, точно так же пропадавший на сменах и забывший о личной жизни, наверное, она купит ей небольшую подушку дремать в коротких перерывах между вызовами третью смену подряд на рабочем столе, то еще удовольствие. У ее подруги тоже был выходной, но она, хитро сверкнув глазами, заявила, что запланировала провести его к СК, так что Сакура даже и не подумала звать ее с собой по магазинам. Обмотав голову милым белоснежным полотенцем с розовыми сердечками, она распрямила напряженные плечи, вытянула руки вверх и потянулась, хрустя позвонками. Как же хорошо! Наспех, одевшись и запирая дверь на замок, Сакура вдруг вспомнила, что не позавтракала. Махнув рукой на этот немного огорчающий, но незначительный факт, она направилась на центральную улицу деревни, чтобы, наконец, осмотреть оживающую канаху. Вокруг строились дома и реставрировали здания, которые пострадали при войне лишь частично. Сакура улыбнулась, глядя, как оживают ее любимые деревни. Сакура чен. Послышался за спиной голос друга. Наруто. Она обернулась, попадая в объятия человека, которого не видела почти месяц. Так давно не видела тебя. Как ты? Пройдясь зеленоватым свечением по его спине и убедившись, что здоровье в порядке, она отстранилась от облаченного в ярко-желтый костюм Шиноби. Я хорошо. По правде говоря, я иду в гости к Нидже. Хочешь составить компанию? О! Было бы здорово! Сакура улыбнулась. Только, давай возьмем что-нибудь перекусить, я еще не завтракал и очень голодна. Отлично. Идем. Я как раз знаю отличное место и это даже не очарику. Хохотнул Узумаки, хватая ее за руку и утягивая куда-то вглубь деревни. Они купили сладких пирожков и чай в бумажных стаканчиках, а потом сели на ближайшую лавочку, чтобы неспешно съесть свой завтрак. Сакура оглядела эту часть деревни, реставрация которой уже была завершена. На улице пахло свежеспеленным деревом и еще сохнущим бетоном. Такой приятный запах новизны поднимал настроение, отчего на лице Харуна растянулась довольная улыбка. Ты еще не осматривала деревню после войны, да? Наруто не улыбался. Я первый раз сегодня вышла на прогулку, представляешь? Она глубоко дышала, наслаждаясь ароматом и стараясь запомнить это чувство легкости. Сакура, ты проделала такую невероятную работу. Я горжусь тобой, негромко произнес Узумаки все еще сохраняя серьезность. Наруто. Только и смогла выпалить Харуна. Она собралась с мыслями, оставила стаканчик с горячим чаем в сторону и заключила друга в крепкие объятия. Кем ты должен гордиться, так это собой. Ты великий человек, спасший этот мир. И это ты проделал невероятную работу, а не я. Тогда я буду гордиться тобой, а ты будешь гордиться мной? Его губы, наконец, растянулись в улыбке. Отлично. Договорились. Она схватила свой горячий стаканчик и принялась пить чай, прячась застенчивую улыбку и все еще наслаждаясь невероятной легкостью. Сегодня она впервые после того дня увидит Мэджи. Интересно, как он там? С момента, как в третьей палатке он разомкнул глаза, а она съехала от бессилия на пол, у них не предоставлялась шанса повидаться. В ту ночь она проснулась уже в своей палатке, узнав от Инна, что Харуна оперировала Мэджи около восьми часов и после операции ей самой понадобилось переливание крови. Пятая через пару часов вошла в ее покои, поздравив с успешным спасением товарищей. Жизнь снова закипела, пронося перед глазами раненых больных, исцеленных больных, холодный душ в палатке, сон и снова все по кругу. Две недели спустя они свернули полевой лагерь, вернувшись в деревню и все повторилось, за исключением холодного душа, в госпитале вода была теплой. А вот сегодня, совершенно случайно, ей выпал шанс повидаться со спасенным пациентом. Сакура поспешила доесть завтраки, глядя, как Наруто уплетает свой, снова счастливо улыбнулась. Ее друг рядом, он жив, здоров и вновь дарит ей свое тепло. На секунду она позволила своим мыслям посетить тот укромный уголочек, который старалась держать под семью замками и во время изнурительной работы она с этим успешно справлялась. Харуна на миг вспомнила Саски и подумала, как было бы замечательно вот так вот сидеть втроем. Видимо, ее выражение лица изменилось, потому что Наруто мгновенно напрягся. «Ты в порядке?» – спросил он. «Я?» «Э?» «Да». Сакура очень смутилась проницательности друга. Я просто подумала. «Саски, это был и не вопрос». Сакура кивнула, устремляя свой взор в небо. «Знаешь, мне так хорошо удавалось не думать о нем все это время, а вот сейчас, сидя тут с тобой и радуясь этому дню, вдруг поняла, что мне все еще его не хватает. Мне тоже». Согласился Узумуки. Они немного помолчали, а потом Наруто вскочил на ноги и Нарачито бодрым голосом сообщил, что они засиделись и пора навестить Наджи. Сакура улыбнулась этой перемене, она знала, почему друг так резко меняется в настроении, он все еще сражается со своими мыслями и не желает, чтобы кто-то видел его печаль. Харуна вскочила на ноги и поддалась руке друга. «Идем, Наруто». Она улыбнулась, перехватывая его руку и смыкая их ладони в замок. Сколько он времени провел сидя вот так на скале, он не знал, на смену огню пришел холод, с неба сыпались хлопья снега, смешанного с пеплом, вызывая дрожь в теле. Саски свернулся калачиком, стараясь сконцентрироваться на своих ощущениях, но все, что он чувствовал, это неистовую жажду и страх, что это пламя вернется. Превозмогая слабость, он снова спустился по выступам вниз, чтобы оказаться на заметенном грязном снегом уравнении. Он медленно шел, осматривая периметры и отмечая, что теперь ему видно территории, где заканчивается реальность и начинается решетка его тюрьмы. Довольно просторная долина, где не было ничего живого, кроме самого учихи. Каждый шаг сопровождался гулким эхом, нарушавшим звенящую тишину. Губы пересохли и кровоточили, ему срочно нужно было найти хотя бы немного воды, иначе он долго не протянет. Оглядевшись, он увидел то, что было так необходимо сейчас. Небольшой струйкой из камня в нескольких десятках метров от него вытекала вода. Он кинулся к спасительному источнику, даже не проверив, пригодна ли жидкость к питью, он все равно умрет без воды, терять ему было нечего. Захлебнувшись от слишком жадного глотка, он прокашлялся и снова припал к источнику, наслаждаясь тем, как жирительная влага наполняет его желудок. Вдоволь напившись, он пытался найти что-то, во что можно было набрать воды, чтобы отнести на тот скальный выступ, но, тщетно. Вокруг был лишь пепел, снег и бесконечная серость. Коротко выдохнув, он продолжил поиски выхода, радуясь, что и холод, наконец, отступил, принося телу желанный комфорт. Обойдя невидимую стену со всех сторон, Саски дошел до другого края скалы, выругавшись, что никаких намеков на выход здесь нет. Он также прошелся руками по камню, чтобы найти возможность скрытый лаз, но тщетно. Обозленный и расстроенный, уч хопнул какой-то маленький камушек, чувствуя, как его охватывает злость сначала на эту отвратительную ситуацию, а затем и на все остальное, что жило в его голове, словно кто-то потянул за ниточку и вытащил всю его ярость наружу. Камушек поскакал по поверхности припорошенный пепельным снегом застывшей лавы, издавая цокающие звуки, эхом разносящиеся по долине. Саски не заметил, как этот цокающий звук превратился в приглушенный всплеск, уч ху отдалевала ярость, с которой он начал колотить скалу, разбивая кулаки в кровь. Температура вновь нагрелась, распаляя еще стылый воздух, отчего тот пошел волнами, искажая пространство вокруг. Саски не сразу заметил, как лава окружила его, подбираясь к ногам. Черт! Это было самое частое слово, что он здесь повторял. Едва лава коснулась его ног, обдавая невыносимым жаром, долина наполнилась огнем. Снова это ужасное чувство бесконечно гореть заживо, чувствовать, как кожа покрывается пузырями, плавится и сочится кровью, запекаясь от сильного жара, но при этом не умирать. Он снова кричал, срывая едва ли восстановившийся голос и ждал, когда тело ослабнет и он потеряет сознание. Он все еще был внизу, но, как и тогда на выступе, пламя обступило его плотным кольцом. Саски попытался сделать шаг, но вновь наткнулся на невидимый силовой барьер уже из пламени. Съезжая по окровавленной от его разбитых кулаков стене, он наконец-то облегченно вздохнул, вот-вот наступит беспамятство, а потом он снова проснется в долине из серого пепла. Сакура облачилась в форму медика, одернула халат, глядя в зеркало и криво усмехнулась своему собственному отражению. На нее смотрела изможденная девушка, ничуть не похожая на ту сильную и пышущую жизненной энергию Кунаичи, три месяца назад сразившую со своими сокомандниками одну из самых сильных противников за всю историю существования Шиноби. Сакура огорченно покачала головой и смахнула немного отросшие пряди волос с плеча. Надо снова их состричь. Едва волосы дорастали до плеч, то начинали раздражать ее, вызывая желание взять Куны и самолично откромсать до приемлемой глины. Подумав, что нужно сходить в салон, она решила сообщить об этом она, вот кто будет рад составить ей компанию. «Эй, Сакура, чего там копаешься?» Послушалась за дверью грозное восклицание Яманука. «Легко на помине». Губы Сакуры растянулись в кривой ухмылке. «На помине». «А ну подробнее». Дверь отворилась и вошла Инна, облаченная в красивый голубой халат. «Я как раз подумывала позвать тебя в салон. Мои волосы отросли, я хочу укоротить длину. Ну и выгляжу я не очень, мне кажется, пора уже позаботиться о себе». Харуна пожала плечами и уставилась на подругу хитрым взглядом. «Это... это же замечательная идея». Яманука расцвела. «Когда идём?» «Я не могу такого пропустить. Давай сегодня после смены. Не поздно. Наша смена закончится в девять вечера. Ты обычно идёшь и сразу домой и заваливаешься спать». «Эээ... нет, я ещё принимаю душ, и... да, это довольно поздно. Но я боюсь, что если я отложу до завтра, то не пойду. Надо успевать воплощать свои идеи, пока я не передумала. Сегодня, так сегодня. Идём в Золотой Дракон». Сакура застонала от мысли, что подруга выбрала самый дорогой салон в деревне. Он работает до полуночи. Как раз подходит таким поздним пташкам, как мы. «Идём, я забронирую приём на сегодня после того, как мы совершим обход. Что ж, пусть будет Золотой Дракон». Сакура выдохнула и взяла у подруги листы для обхода. Она пробежалась глазами по списку пациентов, найдя среди них Роколи, который, видимо, снова пришёл из-за микротравм мышц в связи с перенапряжением на тренировках. Не дочитав списки, Сакура направилась в первую из палат, где на реабилитации лежал мальчишка из Академии Ниндзя. Он повредил бедро во время тренировки и Сакура лично оперировала его, восстанавливая кости и сухожилие. Мальчику понадобится ещё около недели, чтобы снова научиться ходить. «Привет, Такиши!» Харума заглянула к ребёнку в палату, на вид ему было лет шесть. Коричневые короткие волосы, торчащие во все стороны, делали его похожим на ёжика. Сакура-сама. «Доброе утро!» Мальчик сел на кровать и даже не поморщившись радостно улыбнулся. «Доброе. Готов. Я осмотрю тебя, а потом ты попробуешь поднять ногу вверх. Это может быть больно, но не бойся, я буду контролировать, чтобы ничего не повредилось». Харума активировала мистическую ладонь и приступила к диагностике. Дав мальчишке лёгкие упражнения на выполнение, она обещала зайти вечером и, отметив в его карте, что процесс восстановления идёт по графику, направилась в следующую палату. Спустя десяток пациентов и несколько сложных осмотров в перерывах, Харума поняла, что опаздывает на обед. Яманок опять будет злиться, сидя за столиком у их излюбленного окна. Но, Инна пребывала в благодушном настроении и даже не отчитала за получасовое опоздание. «Я забронировала комплекс услуг в Золотом Драконе». Радостно сообщила она, едва Сакура подошла к ней со своей порцией еды. «О, спасибо, я даже забыла уже про это». Сакура немного смутилась отсутствию претензий за опоздание. «Ты уже ела?» «Нет, я ждала тебя». И любовалась нашим пациентом из палаты 410 Восточного Крыла. «Смотри, вон он сидит на скамейке во дворе». И наткнула пальцем в стекло, указывая на одиноко сидящего бывшего сокомандника Сакуры. «Это же Сай!» Воскликнула Харуна, глядя на друга. «Что с ним случилось?» «Ничего серьезного, он просто помогал восстанавливать линию электропередач на окраине деревни, что-то пошло не так и его ударило током. У него временно сохранен тремор рук и немного снизилась остройта зрения, но я поставлю его на ноги». Инна многозначительно подмигнула. «Я ничего об этом не знала». Сакура прижала ладонь ко рту, шокированная, что не помогла сокоманднику вовремя. «Когда это произошло?» «Вчера вечером. Я как раз завершала дежурство, когда он поступил. Ну, и чтобы мне достался под контроль такой красавчик, пришлось немного задержаться на работе и принять его». Яманука снова многозначительно подмигнула. «Ты не переживай, все с ним будет хорошо». «Он в надежных руках». Сакура кивнула, переводя взгляд Саи на свою тарелку, есть расхотелось, но она положила вареную браколи в рот и задумчиво принялась жевать. После обеда она заглянула к Саи, обеспокоенная его появлением в больнице. «Привет, я зайду?» Сакура заглянула через приоткрытую щель двери, убедившись, что Саи вернулся в палату. «О, Сакура, не ожидал тебя тут увидеть». Саи отложил в сторону книжку с цветастыми картинками и лучезарно улыбнулся. «Ты как?» Она закрыла за собой двери, входя в палату. «Смотри, кто передо мной. Сакура друг или Сакура врач?» Хохотнул Саи. «Друг». Сакура тепло потрепала его по плечу. «Бывало и лучше». Саи натянул свою фальшивую улыбку, склонив голову на бок. «А чтобы ты сказал мне врачу, что я в полном порядке и меня можно отправить домой». Сакура издала с мешок и подсела к нему на кровать. Что случилось? Официальная версия меня ударила током, когда я помогал чинить линию электроды передач. Саи посмотрел на подругу без каких-либо эмоций. «Это всё, что тебе нужно знать. Отпустишь меня?» Сакура прикусила нижнюю губу, понимая, что Саи не расскажет настоящим причины своего ранения, что это не гражданский случай. Не просто же так он вернулся в Анбу после окончания войны и распуска команды «Семь». Секретное задание. Секретное задание. «Прости, я не смогу тебя отпустить. Твоим лечащим врачом является Инна Яманука. Только она может выписать тебя, либо же комиссия врачей. Однако, глядя на тремор твоих рук, я тебе сразу скажу, что комиссия тебя не выпишет как минимум ещё пару дней». Сакура потрепала друга по голове и поднялась с кровати. «Прости, Саи, мне нужно готовиться к операции. Отдыхай и постарайся получить удовольствие от пребывания здесь. Пока, Сакура. До завтра». Харуна покинула палату Саи, отмечая, что завтра принесёт ему цветов, придя как друг, а не как медик. Операция прошла успешно. Она смогла сегодня извлечь осколки раздроблённой кости из мягких тканей и восстановить очень сложный повреждённый участок. Устала, вытирая руки белоснежным полотенцем, Харуна прижалась к стене спиной, унимая дрожь в руках от усталости. Время дежурства подходило к концу, нужно заполнить бумаги перед уходом самые нелюбимые занятия. «Ты готова?» В кабинет ворвалась Инна, заставая подругу в очень жалком состоянии. «Устала, да. Привет. У меня была очень сложная операция. Ещё надо бумаги заполнить. Не выражаешь, если мы сходим в Золотой Дракон в другой раз?» Сакура оттолкнулась от стены и побрела к своему столу, где её ждала кипа бумаг. «Ну уж нет, я уже внесла предоплату. Целых тристарё, если мы сейчас откажемся, деньги просто пропадут». Инна выглядела непоколебимой. «Тристарё. Ты с ума сошла? Что ты там забронировала на эти деньги?» Сакура от удивления аж выронила ручку, которую взяла, чтобы заполнить документ на выписку пациента. «Сколько нам ещё надо доплатить?» «Ещё шестьсот». Инна лишь невозмутимо повела бровью. Сакура издала протяжный стон. Эти деньги, конечно, у неё были, однако, ей не позволяла совесть тратить такую большую сумму на себя. Самая дорогая стрижка в её жизни стоила около восьмидесяти рио, так что в голове не укладывалось, что на двоих в салоне они потратят девятьсот. Недаром же золотой дракон считался самым дорогим во всей стране огня. Смиревшись с такой большой растратой, Сакура вздохнула и попросила подругу помощь с заполнением документов, стрелки часов неумолимо подходили к девяти, а формуляра «Проведённая операция» занимала ну просто уйму времени. «Помоги, пожалуйста, с этими тремя выписками, завтра утром этих пациентов отпускают домой, ты знаешь, что надо делать». «Хорошо». Закончив с бумажной работой, переодевшись в гражданскую одежду, две подруги покинули госпиталь, отметившись в листе прибытия-убытия. Сакура уже предвкушала, что же за программу приготовила она и чувствовала приятные волнения. Она ещё никогда не посещала дорогих салонов. Что же ей ожидать? «Ах, да, я забыла тебе сказать». Яманука подхватила подругу под локоть. «В этом салоне не делают стрижек». «Что?» Сакура попыталась вырваться, но подруга со звонким смехом потащила все-таки её внутрь здания. Саски сидел на краю ступа, скрестив ноги и положив ладони на колени. Он хотел просто войти в состояние транса и спокойно уйти в чистый мир, конечно, если он его заслужил. Однако, сколько бы он ни сидел с закрытыми глазами и не контролировал своё дыхание, очищая голову от всех мыслей, забвение и смерть не приходили. Сколько времени прошло с момента, как он попал в это место, он не знал. По ощущениям прошло как минимум несколько месяцев, а может и полгода, а может уже и столетия. Но, его волосы на удивление не отрасли ни на сантиметр. Как он ещё не умер, не имея возможности ни есть ни пить. Мучим и жаждой голодом, и стерзанность от Нира с огнём и холодом, он старался не думать ни о чём. Открыв глаза впервые за очень долгое время, он увидел, что серая пепельная пустыня покрылась светлым песком, а вдалеке, примерно, где когда-то Саски обнаружил воду, сверкал маленький пруд. Что? Саски довольно давно не произносил ни звука, отчего вместо вопроса из его горла вырвалось лишь какое-то хриплое и бульканье. Он прочистил горло в попытке произнести что-то ещё, чтобы вернуть хотя бы какие-то звуки в этой звенящей тишине. Поднявшись на ноги, Саски спустился с выступа и, как волоча ноги, вздымая пыли по сухому песку, он добрёл до пруда, жадно припадая губами к прохладной поверхности воды. Руки тряслись от приятной влаги, наполняющей тело, из груди вырвалилась жадная хрипка. Он наполнил ладони водой, умывая лицо и шею, чувствуя, наконец, первые приятные ощущения за долгое время. Отдышавшийся от олив, наконец, жажду, он откинулся на песке, оглядываясь по сторонам. Пейзаж изменился, принося в это место первую краску, до этого из цветов в этой тюрьме лишь присутствовали оттенки серого, конечно, не беря в учёт алый огонь, что прожигал тело учихи с заядлой постоянностью. Теперь же бело-жёлтая пустыня радовала уставшей от отсутствия прочих красок глаз. Саски набрал песка в ладонь, рассматривая его поближе. Бело-жёлтый, смешанный с пеплом морской песок, в котором можно было разглядеть мелкие ракушки и обломки кораллов, словно здесь совсем недавно было море и вдруг отступило, превращая долину в бесконечную пустыню. Вздымая пыль от ботинок, Саски встал, чувствуя прилив сил, он прошёлся по местности, в которой он мог перемещаться, не сталкиваясь с невидимыми стенами. Ровными барханами, словно когда-то здесь дул ветер, пустыней покрывало всю его небольшую тюрьму. Учиха хрипло хмыкнул и прочистил горло. «Ты собираешься выпускать меня отсюда?» Громко прокричал он, а эхо разнесло голос, многократно повторяя его слова. Но ответа не последовало. Всё такая же звенящая тишина пришла в тот момент, когда отголоски эхо стихли. Саски встал в самом центре своей тюрьмы, начиная ощущать раздражение. Там, где только что плескалась вода, остался лишь мокрый песок. «Хагарыма!» Гневно прокричал он. «Хватит! Выпусти меня отсюда!» Его снова начала душить злость. Если мудрец забрал воду из его тюрьмы, значит он его точно слышит, а значит очень груб, раз не отвечает. В ушах застучала кровь, глаза заволокло красной пеленой, хотелось снова все крушить, или же просто разбить эту несчастную прозрачную стену. Саски пнул песок и тот высоким столбом пыли поднялся в воздух, который мгновенно начал нагреваться. Снова потоки лавы окружили очиху, обжигая ноги, местами появился огонь. «Черт!» Выдохнул Саски. «Опять!» И тут он вдруг понял, что каждый раз, когда его обуревает ярость, приходит огонь и выжигает изнутри все до потери сознания. Он замер, пытаясь собраться с чувствами, но не смог справиться и взять эмоции под контроль, охватываемый паникой и злостью на Хаггаром за то, что заставляет его торчать в этом отвратительном месте. Начиная гореть и вновь кричать от боли без возможности пошевелиться, он рухнул на расправленный пол. Осталось лишь ждать, когда сознание его покинет. Однако, на этот раз этого не случилось, сначала Саски кричал до потери голоса, пока не охрип, а затем он вдруг понял, что снова может дышать, не обжигая легкие изнутри. Делая глубокие вдохи, он старался думать о чем-то хорошем. Учиха полагал, что в его жизни было мало хорошего, за что сознание могло зацепиться, но вдруг в голове промелькнуло желтое пятно. Его единственный друг. И розовое пятно. И белое. Они встали в его воспоминаниях в одну линию, как Аши Хатаки, справа от которого стояла Сакура Харуна, ухватившись за руку капитана, а слева Наруто Узумаки, солитующий в радостном жесте. Саски ухватился за эту картинку и продолжал дышать, очищая свой разум от ярости, фиксируя в своей голове образ команды Сейм, его товарища и наставника. Черт! Снова выпалил он, когда огонь отступил, оставляя вокруг себя кипящую долину лавы с сидящим на раскаленном островке заключенным. Так вот, что это за тюрьма? С тех пор, как Сакура впервые попала в Золотой Дракон за компанию Сена, прошло три месяца. Ее волосы отросли еще длиннее и она приняла решение их не срезать, все потому, что там ей отвешали столько приятных комплиментов, а затем надавали советов по уходу, чтобы ее пряди выглядели здоровыми и сияющими. Харуна сидела, читая брошюру с перечнем услуг, чтобы вновь сходить в это место, так как в прошлый раз выбор она ее очень впечатлил. Двое Кунаичи проводили в сауну и после получасового наслаждения не очень горячим влажным воздухом, наполненным ароматами трав, их проводили в массажную комнату, где играла расслабляющая музыка и две девушки довольно сильными руками размяли каждую уставшую мышцу на теле. После были уходовые процедуры за кожей и волосами, все то, чего Сакура никогда с собой не делала. После того, как она вышла из Золотого Дракона в тот момент, ей казалось, что она выспалась, светится изнутри, и она готова взлететь. «А, смотри, какая у них есть услуга!» Заглянув ей через плечо, прошептала Ина. «Выходные королевы! Двое суток на горячих источниках с массажами, питанием, медитациями и дыхательной и медитативной практикой! У меня нет столько денег!» Рыкнула Сакура, прящий буклет. «О, конечно есть! Ты же почти не тратишь!» Фыркнула Иманука. «Это не значит, что мне некуда их деть! Я лучше положу их в хранилище под процент!» Сакура пихнула подругу в плечо и та засмеялась. «Не обижайся! Давай договоримся, что мы однажды все-таки съездим на эти источники! Например, на мой или твой день рождения!» Сакура покачала головой и отвернулась. Она планировала сходить сегодня и повторить тот замечательный массаж, чтобы снова почувствовать себя отдохнувшей и счастливой. Харуна нерешительно обвела карандашом позицию и протянула буклет и на «Пойдешь со мной сегодня!» «Кто-то только что жаловался, что у тебя нет денег!» Яманука криво усмехнулась. «Ну, я говорила про тот тур! Решено, сегодня на массаж!» «Забронируешь!» Сакура кивнула. Сегодня она заканчивала смену в пять, после чего она хотела зайти в квартал Хьюго, повидать Ноджи и продиагностировать его тело. После той операции каналы Чакру так до конца и не были восстановлены, что приносило ему множество неутопств. А еще она хотела поинтересоваться, пойдет ли он на ужин, который организовывал и пятый в честь небольшой даты ровно полгода мирной жизни. Наверное, еще поэтому Харуна так хотела побаловать себя в этом дорогом салоне, чтобы завтра на ужине выглядеть хорошо. Едва закончив с обходами и бумажной волокитой, Сакура обнаружила, что опаздывает. Отметившись на пункте прихода, она сконцентрировала Чакру в ногах и ускорилась, пропадая из виду. Спустя несколько минут Харуна уже оказалась у главных ворот квартала Хьюго. Ноджи ждал ее там, одетый в белоснежную рубашку и брюки. На лбу больше не было ни протектора, ни бинтов, в этом не было необходимости. Проклятая печать клана пропала и едва он уже доказал свою верность клану. «Привет! Я думала, ты будешь ждать меня в саду». Она подошла к другу, беря его под локоть, помня, что ему все еще сложно передвигаться. Мне уже лучше, так что, я смог позволить себе немного пройтись. Ноджи улыбнулся и положил ладонь на ее руку, обхватившую его локоть. «Идем, я принесла тебе фруктов в сахарной карамели. Тебе точно понравится». «Спасибо». Они неспешно прошли в небольшой сад с беседкой Ноджи, слегка поморщившись, присел на резную скамеечку. Сакура тепло улыбнулась, видя, как друг изо всех сил старается не показать, что ему больно, хотя, как медик, она точно знала, что это далеко не так. Каналы чакры восстановятся по ближайшим прогнозам только через пару месяцев, и только тогда он перестанет испытывать дискомфорт. «Попробуй вот эту, тут клубника и ранетки, сочетание очень интересное». «Спасибо». Повторил Ноджи, принимая угощение. В этот момент Сакура активировала диагностику, проводя ладонью по спине, где когда-то зияла сквозная дыра. По спиннику наичи пробежались мурашки от воспоминания о его ранении и она вздрогнула. «Ты в порядке?» Ноджи удивился тому, как дернулась ладонь Иринина. «Прости, в момент, когда я тебя оперировала, мои руки не дрожали, но почему-то сейчас, вспоминая твое ранение, я не могу сдержать дрожь. Ноджи уставился на нее своими почти прозрачными глазами. Он понимал, что ей там пришлось туго, сам он ничего, кроме уже багрового шрама, не видел, хотя, судя по размерам, его ранение было действительно впечатляющим. «Я так и не поблагодарил тебя. Главное, ты выжил. Для меня это лучшая награда». Сакура хмыкнула, немного расслабившись и снова продолжила диагностику. Мышцы срослись правильно, рубцов внутри грудной клетки почти нет, единственный шрам внутри на сердце. «Это не очень хорошо, но с той скоростью, с которой ты терял кровь, я не могла сделать что-то лучше», комментировала Харона. «На кожных покровах твой рубец все еще багровый, болит. Чешется сильно». Хьюго застенчиво улыбнулся. «О, я же принесла тебе мазь». Сакура поспешила достать из сумки пакетик, предназначавшийся Ноджи. «Вот эту зеленую мазь накладывай каждый раз, как начинает чесаться. Эти таблетки пей только, если заболит. А вот эти, если будет беспокоить бессонница. Спасибо. Тебе не стоит так беспокоиться обо мне». Ноджи явно был не в своей тарелке. После того, как он едва не умер, отдавая свою жизнь за хинуту, все в его клане стали чуть ли не боготворить его, хотя и ранее он не был обделен вниманием, будучи гением их клана. «Не забывай, я не только твой друг, но и твой лечащий врач». Сакура ободряюще улыбнулась. «А теперь расставь руки в разные стороны и постарайся максимально глубоко вдохнуть». Он безоговорочно следовал ее указаниям, разводя руки в стороны, опуская, а потом поднимая их наверх по команде Сакуры. Уже не раз ему проходилось проделывать такое во время диагностики с облегчением. Он понял, что с каждым разом это дается все легче. «Идешь завтра на ужин?» «О, я как раз собиралась спросить тебя о том же». Хихикнула Харуна, поправляя ворот его рубашки. «Все, диагностика закончена». «Спасибо». Он кивнул и посмотрел на нее. «Я планировал пойти». «Хочешь, зайду за тобой?» «О, все в порядке, Рокли и Тентин обещали зайти за мной». «Отлично, буду рада видеть вас там». Они посидели еще немного, болтая ни о чем, Сакура не хотела говорить о работе, поэтому, просто расспрашивала Энэджи о том, как он проводит свои дни. Хьюга рассказывал, как посещает храм внутри их квартала, как кормит карпов и как занимается дыхательной гимнастикой, как ощущает себя странно без возможности управлять Чикрою и в то же время свободно без необходимости сражаться. Сакура поняла, что солидарна с его чувствами. Им всем нравилась свобода от войны. «Прости, но мне пора идти. Меня ждет Инна. Сообщила Кунаичи, когда пришло время уходить. Тоже на осмотр. Ах, нет, просто девчачье дело. Увидимся завтра на ужине». Неджи кивнул, попрощавшись и проводил взглядом исчезающую за высоким белоснежным каменным забором Кунаичи. Учиха Саски сидел у пруда посреди бело-желтой пустыни. Он принял медитативную позу и старался выудить все свои самые добрые воспоминания из глубины подсознания. Дышать. И думать. О хорошем. Только это сейчас было в его голове. Однако, периодически его успехи скатывались обратно к негативным эмоциям. Когда он вспоминал отца и мать, сердце наполнялось теплым, но мысли неумолимо приводили обратно к резне, отчего в груди начинало клокотать, а песок вокруг плавился. Благо, пожаров практически больше не было, лишь обжигающая лава. Саски гонял в голове одно воспоминание, которое не приводило ни к ярости, ни к гневу, но которое помогало очистить его сознание и сейчас. Он, наконец, нашел то, за что можно цепляться, сгорая заживо в пожаре своих собственных эмоций. Однажды в лесу смерть это избавило его от сводящего с ума гнева, и теперь, вспоминая это, он вновь чувствует спасительное успокоение. В тот момент Са-командница, наплевав на то, что Саски представляла опасность даже для нее самой, обхватила его со спины, прижимаясь к нему всем телом. В момент, когда он обнаружил, что это воспоминание помогает ему очистить разум, Учиха зацепился за то самое мгновение и потушил вновь разбушевавшееся пламя. С тех пор он часто вытаскивает из-за двора к памяти именно этот момент. Он сидел, закрыв глаза и глубоко дышал, когда тишина вдруг разорвала истошным криком. Саски-кун. Это был голос Сакуры, он рассыпался эхом по его ненавистной тюрьме. Он знал этот голос, ведь именно свое имя он чаще всего от нее слышал в последние годы. Учиха вскочил на ноги, сердце бешено заколотилось, возможно сейчас она где-то рядом, почувствовала его и освободит. Вздымая пыль от песка, он бросился проверять стены своей темницы, но все тщетно. Нигде не было ни намека на ее присутствие и ни намека на выход. Кажется, он начал сходить с ума. Вернувшись к источнику с водой, Учиха обнаружил, что возле пруда проклюнулись травинки. Новый цвет в этой почти бесцветной тюрьме три маленьких зеленых росточка. Саски упал на колени возле них и начал жадно разглядывать, боясь, что эти травинки вскоре тоже сгорят в потоках лавы. Нет. Твердо сказал Саски сам себе. Хватит огня. Он перебрался поближе к росткам, сел в медитативной позе и стал думать о красивых цветах. Сердце все еще гулко колотилось в груди после услышанного голоса и Учиха старательно пытался взять его под контроль. Первое, что пришло ему в голову цветки розовой сакуры по весне. Как же красиво становилось в Канахе в марте. Попытался представить запах, вдыхая полной грудью все еще пахнущий пеплом воздух, а потом вспомнил, как они с Наруто ходили в раменую на праздник фейерверков и как пахли приправы вычароку. Это было настоящим открытием вспоминать запахи. Они приносили спокойствие и теплые мысли, которые не приводили к срывам. Рот мгновенно наполнился слюной, когда он подумал о еде. В этом заточении ему не было нужд, и он не умирал, однако, от голода это не избавляло. Саски уже привык к этому ощущению и даже старался его игнорировать, но едва он вспомнил, как похромен вычароку, то чуть не захлебнулся слюной. Коротко выдохнув, он вспомнил, как вкусно пахло порохом на фестивале фейерверков, отмечая, что с момента формирования команды 7, Сакура и Наруто были рядом в этот праздник. Харуна раздражающе вешалась саски на руку, а Узумаки вешался на кунаичи. Впервые за долгое пребывание в этом заточении такой яркой картинки, посетивший его голову и вдруг увидел, что вокруг него проклюнулось больше травинок. Маленькие ростки, которых было уже не сосчитать. Значит, он все делает правильно. Сакура сидела на подоконнике и считала минуты до наступления новых суток. Через несколько минут наступит день рождения Саски, а они так и не нашли его. Пятая отвергала любые попытки Сакура и Наруто отправиться на поиски учихи, мотивируя это словами мудреца шести путей. Харуна чувствовала полное опустошение от того, что в очередной год она не рядом в его день рождения. Сакура не воспринимала чем-то важным свой праздник, однако, день рождения Саски был длиннее чем-то очень значимым всегда. Вдыхая свежий воздух, она вытянула ноги, свесив их вниз и наслаждаясь прохладой ночного ветра. Прошло всего полгода, Хагарума не назвал никаких сроков возвращения. Лишь годы. Где он, что с ним? Знает ли о дне своего рождения? Ответов на этот вопрос она не находила. Наруто, даже входя в режим мудреца, не мог обнаружить Саски в их мире. А значит, действительно бесполезно искать его. Стрелки часов медленно ползли к полуночи, оставляя все меньше времени до наступления нового дня. Сердце бешено колотилось от волнения, будто в отвод на подоконник рядом сядет Учхо и поцелует Сакуру прямо в губы. Судорожно сглотнув, Харуна стряхнула на вождение, крепко зажмурившись и помотав головой. Харуна перекинула ноги через подоконник, спрыгивая в комнатку, где стояла ее кровать. Мягко ступая по темно-зеленому ковру, что расстилался у из ножа и кровати, Сакура скинула с себя уличную одежду и, подхватив ее с пола, направилась в ванную, которая примыкала к ее спальне. Закинув одежду и белье в корзину для грязных вещей, Кунаичи скрылась за шторкой в душевой, жмурясь от ледяных струй воды, что хлынули на ее тело. Помещение медленно наполнили ароматой трав. Сакура сама варила себе шампунь для волос и тела из собранных полевых цветов, отчего ей иногда казалось, что пахнет от нее успокоительным отваром, но ей это безумно нравилось. Она вдруг подумала, какова бы была ее жизнь, если бы Учиху не захлестнула отнистовое желание революции, если бы Хагарума не отправил его в заточение. Сакура думала о том, как где-то в маленькой квартирке в Канухе сегодня ночью горел бы свет, и двое товарищей по команде ломились бы к спящему саске с тортом и шарами, чтобы просто поздравить друга с днем рождения. Наспех вытеряв себя полотенцем, Харума облачилась в шелковую серочеверную полосатую пижаму и рухнула на кровать. В уголках глаз пощипывала от еще не проступивших слез. Она все думала, что плакать по нему это последнее, что Сакура будет делать, но, увы, едва осознав, что часы уже давно перевалили за полночь, Харума содрогнулась от слез, да военок не цвали чувством. Саски Кун пронзительно прокричала она в подушку и закусила до боли ее белоснежный уголок. На секунду ей показалось, что она почувствовала его. Сакура вскочила, оглядываясь по сторонам, но это было лишь наваждение, как и там на подоконнике, когда казалось, что он в отвод придет и сядет рядом. Обессиленно рухнув обратно на кровать, она предалась слезам, даже не заметив, как уснула на все еще застеленной постели. Утро выдалось солнечным, и Сакура разлепила свои опухшие от слез глаза, поморщившись, словно пребывала долгое время в подземельях. Непорядок. Покачала она головой, вглядываясь в зеркало. На нее смотрела потрепанная девушка, уснувшая с мокрой головой, отчего розовые волосы торчали в разные стороны, как никогда не торчали даже в самой жаркой битве. Глаза, нос и губы были немного отекшими, что навевала на мысль, что Кунаичи беспробудно пила длительное время. Направив чакру в ладони вызывая зеленоватое свечение, Сакура поработала над своим лицом, снимая отеки, затем мягкой влажной щеткой прошлась по волосам, возвращая им блеем неприличный вид. Сегодня ее ждало лишь ночное дежурство, на которое заступать нужно было в пять вечера. Что ж, это значит, что сейчас она может прогуляться и побыть наедине с собой. Взяв лишь бутылку с водой из холодильника, Харма направилась подальше из деревни, на милую полянку, открывающую вид на холмы и леса вокруг Канохи. Дойдя до большого серого луна, где она в детстве любила отдыхать, прячась от полуденного солнца во время сбора трав, Сакура вскарабкалась на него и присела на верхушку, открыла воду и, делая медленные глотки, стала смотреть вдаль, прислушиваясь к бодрому чириканию птиц. Похоже на Чидари пронеслось в ее голове. Куна Ичи чертыхнулась и тряхнула головой, чтобы прогнать это наваждение. Она задвигала мысль о нем на самой задворке своего сознания, настолько умела, что он почти не тревожил ее, однако именно сегодня в день его рождения Сакура снова почувствовала эту боль одиночества и неразделенной любви, скучаешь по нему. Раздался над духом голос Наруто и Сакура, вскинув глаза, увидела, как друг садятся рядом на серый валун. Скучаю. От него не нужно было скрывать он единственный, кто знал Сакуру насквозь. И единственный, кто понимал ее чувства. Я всю ночь думал о нем, о команде семь, о наших миссиях и прошлом. Голубые, словно небо, глаза друга источали глубокую печаль. Я тоже думала об этом. Представь, как бы он удивился, если бы мы завалились к нему с шарами и тортом в полночь. Губы Джинча у Рики тронула улыбка. Я именно об этом и думала. Эта традиция появилась уже после того, как он ушел. Наверное, мы бы его очень рассердили о такой выходке, или бы обрадовали. Наруто пожал плечами. Он бы почувствовал, что небезразличен нам. Небезразличен? Эхом вторила Сакура, ощущая в этот момент, что задвинув его в самую глубину своих мыслей, делая вид, что ей все равно она предавала его, где-то вдали запертого в каменной глыбе и одинокого. Сакура, ты все еще любишь его? Узумаки снова стал серьезным. Иногда Сакуре казалось, что именно это выражение лица отражения его истинных чувств, а все смешки, глупые шутки и улыбки это лишь попытка скрыть вселенскую тоску, что всегда преследует Наруто. Я? Она знала, что он знает ответ, но все равно было сложно признаться. Я все еще люблю. Ее шепот был едва различим, а из глаз тут же полились слезы. Наруто прижал ее к себе, поглаживая рукой по спине и утешая. Он вернется. Мы найдем его. Ты его найдешь? Прошептал он, обнимая подругу. Он срывался. Бесконечное множество раз, едва вырастив первые цветы, он снова начинал вспоминать, проваливаться в ярость, покрывающую разум красной пеленой. И тогда весь этот хрупкий мир вновь тонул в раскаленной лаве и горел огнем. Ему было сложно поддержать этот шаткий, едва прорастающий нежными ростками мир. Однако, он чувствовал, что, чем дольше он думает, что вспоминает то короткое время, когда был с командой семь, тем больше и ощущает умиротворение, и тем реже приходят срывы. Сложно было назвать умиротворением те чувства, что испытал Саски, находясь в этой тюрьме, и он теперь понимал, что за наказание придумал для него мудрец. Его собственные эмоции и формировали окружающую среду этого места и его главным уроком здесь будет научиться думать о хорошем. Едва в мыслях начинало разливаться тепло светлых воспоминаний, климат менялся, небо становилось голубым, а облака белоснежными, песок постепенно превращался в почву, которая уже не пылила при ходьбе и сквозь которую начинали прорастать травинки. Один раз он даже сумел полюбоваться красными и желтыми цветками, распустившимся у пруда. Пруд же превращался в красивое небольшое озеро, в котором появлялись кувшинки. Однако, их цветение Саски не успел увидеть, вновь зацепившись за воспоминания о брате и том, как Канаха поступил с ним. Он не сумел совладать со злостью и вновь все потонуло. Пожара не было. Лишь реки из лавы и где всполохи огня. Саски злился, что такой хрупко выстроенный мир разрушился, злился на обжигающую стопу боли от раскаленной почвы, злился вновь на хитрого старика, что придумал эту ловушку. Однако, он понял, что лучше всего будет просто сесть в медитативной позе и постараться побороть этот гнев. Саски начал с дыхания. Он очистил голову от мыслей, представляя перед собой чистый белый лист. Но, воображение упорно рисовало ему серый пепел долины, что образовывалось, когда остывала лава. Ничего, это тоже подойдет. Думал он, когда почувствовал, что жар уходит, принося телу желанную прохладу. Саски крепче зажмурил глаза, селись представить запахи, или что-то светлое, заставляющее в груди разливаться теплом. Что это за чувства он не понимал, но определенно оно ему нравилось. В голову не шло ничего, вызывая лишь раздражение. Он учился сражаться, умел это делать лучше большинства Шиноби на планете, он концентрировался в бою, но его никогда никто не учился владать самим собой. Стукнув кулаком по затвердевшему еще теплому камню, он вновь почувствовал, как тот начинает плавиться. Черт! Выдохнул Саски, возвращаясь к мыслям о пустанном сером ландшафте. Глубокий вдох, и вот сквозь серую темноту его сознания он почувствовал, как в голове мелькнуло что-то розовое. Он вспомнил, как дрожащие руки крепко обхватили со спины, как ее тело трепетно прижалось к нему, снимая пелену гнева с глаз. Как и тогда в лесу смерти, объятия Сакуры работали, как ключ для добрых мыслей. Саски облегченно выдохнул, чувствуя, как в груди снова разливается тепло. Тут же в его воспоминаниях мелькнул голубоглазый блондин, хохоча и хватая Сакуру за руку. Та схватила Саски и они вместе побежали. Учхо даже почувствовал, как в реальности его рука покрылась мурашками от прикосновения. Разлепив глаза он увидел серый пепел, припрашивший все вокруг. Хорошо. Он на верном пути. Снова все заново. На этот раз он вырастет здесь огромную поляну цветов, пусть даже это займет время. Начало сентября. Через месяц будет годовщина их победы над войной, но Сакура не чувствовала себя достаточно счастливой. Сегодня первый день ее отпуска и она довольно прометчиво поступила вчера, согласившись пойти с Инной и отметить наступление долгожданного отдыха. Яманука праздновала свою маленькую победу официально и начала отношения с Саем и потащила Харуна в один очень милый бар, вывеска на котором сообщала, что мужчинам вход строго запрещен. Не надо было столько пить. Поморщилась Сакура, лежа на кровати и пытаясь дотянуться до сумки с медикаментами, что валялось на полу, но потом бросила это гиблое дело и просто раскинула руки в разные стороны, перевернувшись на спину. Плотно зажмурив глаза, она прокручивала обрывки рассказа на обых с Саем первом официальном свидании, которые были перемешаны с мыслями Харуна о том, как бы было здорово, если бы это было ее свидание с Саски. В дверь громко постучали. Кого там еще принесло? Пробухтила она, укрываясь седоялом, будто стараясь спрятаться подальше от всех. Открывай, Сакура, я принесла тебе отвар от похмелья. Раздался за дверью голос подруги. До Сакуры вдруг дошло, что стучат в дверь ее спальни, а не во входную дверь квартиры. Кунаичи резко села на кровати, поморщившись от головной боли, затем поднялась на ноги и легонько ступая босыми ногами по полу, направилась к двери, которую обычно никогда не закрывала. Привет! Инна самодовольно ухмылялась, держа в руках стакан с зеленоватой жидкостью с резким запахом мяты. Привет! Ты ночевала здесь? Сакура была очень удивлена. Ну да. Вдруг Сайба вечером решил заглянуть ко мне, не очень хочется, чтобы он видел меня такой пьяной. Она хохотнула, протягивая стакан подруги. Ты как? Как я могла так напиться? Тебе это было нужно? Инна стерла со своего лица наглую улыбку и посмотрела на подругу. Наше с Сайем первое свидание это был лишь повод потащить тебя туда. Сакура нервно сглотнула, а потом опустошила залпом ароматный напиток, чувствуя, как морозная прохлада, разливаясь в желудке, устраняет тошноту. Еще немного и пройдет головная боль. Этот напиток Сакура изобрела два года назад, когда Цуна Диноспор решила перепить какаши, а тому утром нужно было выдвигаться на миссию. Она помнила, как тот влез к ней в кабинет через окно и потребовал хоть что-то, что приведет его в чувство. Тогда она отчитала его за то, тот был так глуп, что попытался перепить обладателя Бьякова. Черт! Сакура выругалась, вспоминая, что она тоже носит эту печать на лбу. Активировав внутренние резервы, она почувствовала, как Бьякова расползается по лицу черными полосами, высвобождая от головной боли и ламуты в мышцах. Вспомнила, наконец. Хохотнула Инна. Надо же было так напиться. Снова возмутилась Сакура. Что я тебе наговорила? О, ты была великолепна! Яманука схватила Сакуру за руку и потащила в гостиную, совмещенную с маленькой кухней. Усадив Харуна на изумрудный диван перед окном, она принесла из кухни две чашки горячего кофе и села рядом. Сначала ты, проливая слезы, твердила, как ты за нас с Аймрада, а закончилось это твоими воплями на весь бар о том, как ты скучаешь по Саске и хочешь такой же любви, как у нас. О, только лишь смогла выдохнуть Харуна. Прости меня. Она виновата опустила голову, обхватив кружку двумя руками и глядя на черную поверхность ароматного напитка. Сакуре было не по себе от того, что ее чувства вот так вот вывернули наизнанку. В голове всплыли обрывки ее истерики там в баре, когда она, заливаясь слезами, рыдала на плече подруги и говорила, что без него ей никогда не быть счастливой и что большего она и не заслуживает в жизни, чем вот так просто отдаваться работе и миссиям. «Сакура, ты не права в своих суждениях». Инна ободряюще положила руку на плечо подруги. «Тебе надо начать жить своей жизнью. Найти любовь, завести семью. Ты этого не делаешь лишь потому, что не можешь отпустить Саски. Думаешь, ты все еще нужна ему? Спустя столько лет? Хоть немножечко? Я? Не знаю, Инна». Сакура подняла свои зеленые глаза на подругу. «Не могу вот так просто приказать самой себе перестать думать о нем, перестать чувствовать. Я, ведь, по-настоящему люблю. Разве просто увлечение может продлиться столько лет? Не может». Согласилась подруга. «Но, на тебя смотреть больно. Ты превратилась в призрак у Канохи. Или в робота. Я очень хочу тебе помочь, но не знаю как. Знала бы я, сама бы давно помогла себе». Усмехнулась в кружку Сакура. «Может, посмотришь на других парней, хотя бы попробуй. Инна, я не хочу. Мне хорошо сейчас. Я работаю, спасаю жизни, встречаюсь с друзьями, иногда хожу на миссии, занимаюсь изготовлением различных настой противоядий. Мне хорошо живется, просто иногда накатывает. Это не значит, что я глубоко несчастна. Это именно то и значит». Воспротивилась подруга. «Хватит, пожалуйста, в моей крови больше нет алкоголя и я не могу так легко об этом говорить». Сакурат громко поставила чашку с нетронутым кофе на стол, расплескав ароматный напиток. «Прости». Инна положила руку подруги на плечо, притягивая к себе. «Мне просто больно на тебя смотреть. Я действительно хочу помощь». Его ноги мягко ступали по узкой тропе, усыпанной белой галькой, камни шуршали под ботинками, приятным слуху шелестом, нарушавшим бесконечную тишину этого места. Саски дошел до пруда, который уже оброс насыщенной зеленой травой и присел возле небольшого ростка какого-то деревца. Зелено-бежевый ствол с тремя маленькими листочками первое дерево в этой тюрьме. Саски присел, оглаживая молодые листочки большим пальцем. Вдруг застоявшийся воздух всколыхнулся и подул первый легкий ветерок, донося доучих аромат полевых цветов, что расцвели совсем недавно. Окружающий мир преображался и в нем появлялось все больше умиротворения и тепла. Пламя больше не обжигало, раскаленные потоки лавы больше не оплавляли местность и потихоньку в сердце Нукинина появилось место гармония. Время спустя в пруду начали плавиться рыбы. Саски привык к ощущению постоянного голода, отчего уже и не торопился добывать пропитание, а лишь любовался, как чешуя рыб блестит на солнце, пока они активно собирают что-то со дна. Сев на берегу в медитативной позе, Учхо снова продался теплым воспоминаниям. Вот снова представился фестиваль фейерверков Сакура, облаченный в свой повседневный костюм малого цвета и Наруто в его желто-синем одеянии. Потом воспоминания перескочили на момент битвы с Кагуей, когда Сакура вместе с Абита вызволила Саски из измерения пустыни. Он вспомнил, как она падала без силы, как его желание не дать и упасть взяло верх над другими мыслями. То чувство, когда Сакура посмотрела на него своими зелеными глазами, по телу разлилось тепло, а сердце сжалось от нахлынувших ощущений. Саски вздрогнул и открыл глаза. Вокруг поляны с цветами появилось множество маленьких ростков молодых деревьев, а то самое первое деревце уже доходило сидящему возле него у чихи до плеча. Саски протянул руку к этому дереву, пытаясь понять, что же это за непонятное растение, улыбнулся. Сакура быстрым шагом шла в операционную, по пути застегивая больничный халат. Ее вызвали прямо из дома, в ее собственный выходной, в преддверии праздничного торжества. Она пронеслась мимо каких-то шушелкающих сику наичи, облаченных в одежды младшего медперсонала и влетела в предоперационную, где уже собрались Инна, Шизуни и Цунади. Вчетвером что же случилось? Ахнула Сакура, увидев количество людей, которые готовились к операции. Сакура, никаких вопросов. Это дело засекречено. Рявкнула Цунади и жестом указала всем войти в операционную. Операция длилась несколько удар током. На этот раз безымянный пациент пострадал гораздо сильнее, чем предыдущие, периодически поступавшие в больницу. Куналы чакры были повреждены или выжжены, но диагностическое оборудование было не так сильно, как глаза клана Хьюга. Сакура не могла сказать точно, будет ли этот ниндзя способен дальше использовать свои силы. Почините, наконец, эту линию электропередач уж слишком разбушевалась. Язвительно проворчала Харуна, залечивая глубокий ожог на висках пациента. У него останутся шрамы на висках, с этим уже ничего нельзя было сделать. Этот комментарий явно давает понять пятый, что Сакура связала эти несколько случаев в один. Отставить обсуждение. Резко вскинула руку Хакаги. Сосредоточьтесь на операции. Так точно. Сакура закрыла глаза, пуская зеленоватую чакру по выжженным каналам. Черт, не проходит. Пятая направила свою ладонь на лоб пациента и серьезно нахмурилась. Действительно, каналы чакры были слишком повреждены. Займитесь физическими ранениями. Рявкнула она. Но, тогда будет большая вероятность, что каналы чакры будет невозможно восстановить. Воскликнула Инна. Если не исцелить ранение, то пользоваться его каналами чакры будет и вовсе никому. Действуйте. Цунади была непреклонна. Есть. Они закончили восстановлением мягких тканей, когда весь медицинский персонал сонно стекался в больничную столовую. Устала вытерев руки, Сакура глазами показала подруге, что им нужно срочно поговорить Инна. Заметив жест, кивнула. Этот шинобичлен Анбуканохи, его имя не разглашается, его ранение не обсуждается, вам лучше выбросить из головы все, что вы делали и видели сегодня. Цунади обращалась к Харуну и Яманако, давая понять, что в Шизуне точно. Сакура глянула вновь на подругу, а затем, развернувшись, покинула предоперационную. Что-то происходит в их мирное время и это что-то становится опасным. Почему Цунади не сообщает своей ученице? На душе поселилась тревога. Сакура проследовала в столовую, взяв поднос с едой и пройдя к их сына излюбленному столику, она присела, задумчиво уставившись в окно. Есть совсем не хотелось, ведь, она даже что думаешь? На стул напротив опустилась ямана к из-под носом в руках. Что-то снова происходит и от нас это тщательно скрывают. Нахмурилась Сакура. Я попробую разузнать все усая. И накивнула сама себе. Он как раз сегодня должен зайти ко мне после миссии. Пятая же сказала не обсуждать это. Сакура вскинула брови от удивления. Ты же не ослушаешься прямого приказа. Я и не буду обсуждать сегодняшний рейс-лучай. Я спрошу Сая о его ранении. Инна подмигнула и принялась за ланч. Ешь давай, а то сквозь тебя скоро можно будет видеть предметы. Саски мягко ступал по зеленому лугу, наслаждаясь, как колоски высокой травы касаются пальцев рук. Дул легкий ветер, принося с собой прохладу, а солнце клонилось к закату. Присев возле уже довольно большого дерева, что проросло здесь самым первым, он опер со спиной его ствол целилась доброй мысли, воспоминания о прошлом больше не вызывали страшных всплесков гнева и ярости, даже когда он думал о родителях Итачи. Каждый раз, когда мысли его заходили в самокопание, вызывая негодование, а потом и злость, образ Сакуры, возникавший в его голове, обнимал его сзади и все отступало. Учхо, прикрыв глаза, вспоминал, как был когда-то ранен и она рыдала на его груди, из которой торчали огромные игла Хари. Сердце наполнилось теплом. Он помнил, что ему было очень больно в тот момент и каждое движение давалось с трудом, но он боролся с желанием положить на ее плечо свою руку. Потом воспоминания перебросили его в лес смерти, где проходил один из этапов экзамена на Чиунина. Она была беззащитной перед лицом Урочимару, да и его сковывал страх, однако, все мысли были лишь об одном защитить ее. А потом она сама защищала его, пока он лежал без чувств. В голове мелькали воспоминания их слаженной работой, как команда семь, ровно до тех пор, пока память не привела Саске к последней их встрече перед тем, как он покинул деревню. Она лила слезы и признавалась в своих чувствах. Он помнил, как дрогнуло его сердце, неистово бьющееся в груди, что нужно остановиться и поверить, но гордость и все это, ставшие впоследствии отвратительной ему самому цель не давали покоя. Что бы было, если бы он остался? Расстаяло бы его сердце. Смог бы он полюбить, не помня и совсем не понимая, что же это за чувства? Учиха представил, как, оставшись, они бы и дальше ходили на миссии, ночами сидя у костра, как защищали бы друг друга, как встречались бы в деревне на ужин, чтобы рассказать, как прошла их неделя тренировок, то и дело в фантазиях о светлом мире промелькивал Наруто, но чаще всего лишь Сакура там была один на один с Саски. Он вдруг представил ее, облаченную в весеннюю коту, усыпанную ветвями цветущей Сакуры, подпоясанную красным поясом, из себя в клановых одеждах. Как они идут по освещенной разноцветными фонариками улочки, обставленной лавочками с различными вкусностями, источающими такие притягательные ароматы. Будь он действительно сейчас там, не прошел бы мимо, обязательно попробовав все на свете. А затем воображение повело его на возвышение небольшую обзорную площадку, откуда красотами Канохи можно было любоваться всю ночь. Там, в самом центре этой площадки растет самое большое вишневое дерево в деревне, что цветет самым пышным облаком. Саски представил, как под этим самым деревом робко протянул руку к облаченной векотуку наичи, стоящую рядом, словно привыкшую держаться чуть поудаль, и коснулся ее руки. Он словно ощутил ее теплую кожу под своими пальцами, по рукам тут же пробежались мурашки, переползая на спину и заставляя очиху вздрогнуть и открыть глаза. Он огляделся по сторонам, пытаясь обнаружить хоть какие-то изменения в окружающей его обстановке, что обычно приходили после его подобных медитаций. Но, на этот раз ничего не изменилось. Молодой подлесок все так же поднимался вокруг цветочного поля, смешенного местами с высокой травой, в пруду плавились рыбы, а солнце клонилось к закату. Иногда Саски думал, что этот закат никогда не наступит. Сколько же времени прошло с тех пор, как оно приблизилось к горизонту? Он снова не мог ответить на этот вопрос. Вновь закрыв глаза, Саски продался уже не воспоминанием, создавая новые картинки в своей голове. Что бы было, если бы он остался в конохе? Он снова представил ту цветущую вишню иконной ичи, облаченную векоту, то, как потянул ее за руку и то, как она рухнула в его сильные объятия. Ее зеленые глаза, такие теплые и яркие, так близко. Казалось, он сейчас задохнется от этих мыслей. Попытавшись отдышаться, он поднялся на ноги, стряхивая на вождении с головы и направился к пруду, чтобы умыться прохладной водой. Вновь никаких изменений в окружающей его природе. Все было по-прежнему. Он постарался не возвращаться к этим ярким фантазиям, чувствуя, что они выбивают учиху из колеи, однако сам того не замечая, из воспоминаний утекал обратно под раскинувшую ветки цветущую вишню с розового волоса иконной ичи, облаченную векоту, стоящую и ждущую его. А потом вдруг мысли потекли немного в ином направлении. Он вдруг осознал, что все это лишь фантазия, что никогда и не видел Сакуру в юкате, стоящую под этим деревом, но, точно знал, что ее в таком виде мог лицезреть Наруто. А точнее, точно лицезрел. Учиха прекрасно понимал, что за почти пять лет, что он отсутствовал в Канохе, жизнь его товарищей не останавливалась ни на секунду, что у них были ночи у костра на миссиях, фейерверки, цветения вишни и шумные улочки, освещенные фонарями и со множеством разнообразных лавочек с едой. Саски вдруг поежился. У него этого не было с тех пор, как он покинул деревню обычной мирной жизни друзей. Но, не у Наруто с Сакурой. Саски вдруг представил, как блондин присаживается рядом, согреваяся командницу в холодные ночи у костра на миссиях, как ведет ее смотреть фейерверки, обнимая, а она не отстраняется. Он стал сильным воином, и Саски своими глазами видел на поле боя, как он беспокоится о подруге и как сама Харуна беспокоится о Наруто. В груди неистого заклокотало что-то, похожее на злость, однако, впервые за все время эти чувства не были направлены на Каги Канохи, несправедливо приговоривших Итачи к жизни с самым страшным грузом вины, хвостатых, или мудреца. Эта другая злость была направлена на Сакуру и Наруто, которые так несправедливо близко были друг к другу и так несправедливо счастливо были в его фантазиях. Попытавшись отбросить эти мысли в сторону, Учхо вскочил, чувствуя, как сердце гулко колотится в груди. Нужно успокоиться, иначе весь этот хрупкий мир снова расплавится в потоках лавы. Глубоко дыша, он подошел к единственному ставшему большим дереву и печатался в него лбом. Пытаясь собрать мысли обратно в мирный поток, Саски все селился представить обнимающую его со спины Сакуру, однако, воображение нарисовало другую картину. Наруто пронзительно закричала Сакура в его воображение, а потом бросилась к блондину, обнимая его и снимая красный покров лиса одним прикосновением. Тут же бесконечным потоком в голову хлынули картинки, где Сакура плачет на груди раненого товарища, как тот обнимает ее, как они сидят у костра и она прижимается к его плечу, как на поле боя он защищает ее покровом лиса, а она бросает и на его спасение все силы и вдыхает в его легкий кислород, касаясь своими нежными губами его, «Черт!» прокричал он, врезаясь кулаком в нежный ствол дерева. «Черт!» он закричал, падая на колени и понимая, что даже сейчас его нигде никто не ждет. Чувствуя, как начало плавится почва под ногами, он со всей злости стал колотить по ней, падая на колени и просто кричать от боли, не физической и душевной. Он, вдруг, осознал, что друзьям, которые так рьяно пытались вернуть его назад в ту мирную жизнь, он совсем не нужен. Он кричал и не видел, как огонь начал пожирать то самое первое дерево, первым проклюнувшееся в этом мире, не видел, как горят нежные ветки, на которых завязались розовые бутоны цветов. Это было тем изменением, наступившим после его медитации, Саски не догадался просто вскинуть голову наверх. Красивое дерево, не успевшее раскрыть своих нежно-розовых бутонов, тонуло в наступившем аду. На этот раз Саски не волновала боль от огня, что вновь куполом окружил его со всех сторон, ему было больнее внутри от осознания того, что он не нужен, Сакура. В дверь ее квартиры постучали. «Открой, пожалуйста!» Это была Хината, она робко стукнула еще раз, покорно дожидаясь, когда Харуна откроет двери. Хьюга знала, что Сакура дома, ей даже не нужно было использовать Бьякуган, чтобы почувствовать ее чакру, такой сильный носитель ощущался и без применения додюцу. Хината. Все в порядке? Сакура была грубо вырана из сна и не выглядела уж слишком счастливой от наличия гостей в предрассветный час. Нет. Ноджи. Он вчера вечером неважно себя чувствовал, а сегодня утром я обнаружила, что он не спит. Хината беспокойно теребила ремешок на капюшоне. Сакура решила дослушать подруга, пропуская ту в дом, однако, не удержалась от удивленного выражения лица, неужели бессонница не джестоила того, чтобы разбудить ее. В госпитале круглосуточно дежурит медик и им не составило бы труда назначить препараты для улучшения сна. Прости, ты, наверное, решила, что я пришла из-за пустяка. Он не жалуется, но я вижу, что его мучают боли. Его чакра нестабильна, а сердечная тенкинца функционирует с серьезными нарушениями. Точнее, я такого не наблюдала. Вчера утром с ним было все в порядке, а сегодня уже такие изменения. Хина-то тратарила, покрывшись легким румянцем, как это происходило всегда, когда она смущалась и волновалась. Ей действительно было неловко, что пришлось разбудить подругу в такую рань, но, только ей она могла доверить здоровью своего дорогого кузена. Дай мне 10 минут, я сейчас соберусь. Коротко отрезала Сакура, оставляя подругу в гостиное, направляясь в спальню. Наспех скинув пижаму и приняв ледяной душ, чтобы ободриться, Харуна умылась и облачилась в своей обычной одежде с гербом ее клана. Второй день подряд ее будет чуть свет, наверное, пора привыкать к такому режиму. Взяв медицинскую сумку, Сакура вышла в гостиную и кивнула подруге. Не сговариваясь, они словно растворились в воздухе, переходя на сверхчеловеческие скорости и следуя в кварталах Юга. Неджи не ожидал гостей, он сидел во дворе в медитативной позе, устремив свой взгляд куда-то на сад. Он не заметил, как пришли Хинута с Сакурой, что уже было странным, и когда Ирьянин положила ладонь ему на плечо, Шинобе вздрогнул. «Ты как?» спросила Сакура, едва его фиолковые глаза заглянули в ее зеленые. «Привет! Что вы здесь делаете в такую рань?» «Это я привела Сакуру, прости, братик Неджи, но я, ведь, чувствую, что тебе очень нехорошо. Со мной все в порядке, Хинута сама. Спасибо за беспокойство, но не стоило поднимать Сакуру до рассвета только из-за того, что тебе кажется, что я недомогаю». Хинута залилась румянцем, нервно переведя взгляд на Ирьянина, Харуна ободряюще улыбнулась. «Ох уж эти гении кланов, вечно такие упрямые. Все в порядке, раз уж я пришла сюда, не против, Хинута, если ты оставишь нас ненадолго». Она знала, что один на один Меджи будет более откровенен, так как гордость не позволяла наследнику побочную ветви выглядеть слабым в глазах Химиклана Хьюга. Хинута кивнула, сказав, что будет ждать их через полчаса для завтрака на заднем дворе их особняка. Едва Химия скрылась в дверях их дома, Сакура присела рядом с Меджи, устала опустив плечи. «Прости за то, что тебя разбудили из-за меня». Голос Меджи не был виноватым, но Харуна чувствовала нотки беспокойства. «Все в порядке? Расскажешь теперь?» Сакура ободряюще улыбнулась, ловя его взгляд. Ей нравилось, как он прямо смотрел на нее, без ноток смущения, или нервозной беготни зрачков, его глаза всегда источали спокойствие и уверенность. Она активировала Ирьи Ниндюцу и положила ладонь ему прямо на грудь. «Меня давно мучают боли, это ерунда, ранение было глубоким, чудо, что я вообще жив, так что, я смогу потерпеть». Сакура завершила диагностику, отметив, что на сердце появились подозрительные микровзрывы. Закрыв глаза, Харуна положила вторую ладонь на спину Шинобия, пропуская чакру по его каналам, окружила сердце зеленоватым свечением. Однако, эти разрывы не поддавались излечению. «Ты можешь видеть свою тенкицу?» нахмурилась Харуна. «Да, но не все». Кивнул Ноджи. «Шея, голова и область сердца мне недоступны». «Ясно. Ты вчера был на задании». «Да, мое первое задание после ранения». Ответил Хьюго, немного нахмурив брови. Сакура задумчиво что-то промычала, а потом, снова активировав чакру и повторяя попытку излечения друга, спросила. «Скажи, а ты использовал Бьякуган?» «Да, Сакура. Но, это все, что я могу тебе сказать о миссии». Он предупреждающе глянул на подругу. «Я знаю, Ноджи. Ты не против, если я попрошу Химата взглянуть на тебя?» Сакура убрала руки с его спины, огорченно вздыхая, вторая попытка излечить его снова оказалась провальной. «Что-то не так». Хьюго насторожился. «Сегодня утром Химата сказала, что твоя сердечная тенкинца функционирует нестабильно, я хочу, чтобы она четко описала все, что видит. Это не обязательно, она восстановится. Ноджи, в твоей сердечной мышце есть микротравмы, которые я не могу залечить. Не понимаю причину этого, однако, я бы очень хотел ее выяснить и устранить». Хьюго качнул головой, не соглашаясь с Сакурой, однако, Харна не была глупой. Она прекрасно понимала, что Химата друг и товарищ только для нее, для него же она всегда будет стоять выше всех и просить ее об одолжении равносильно, как самые Сакури наведаться, к примеру, к Райкаге с личными просьбами. «Прости. В нашей клинике работает Иренин, принадлежащий клану Хьюго. Давай мы проведем диагностику там? Ты не против?» Ноджи попытался глубоко вздохнуть, но не смог и криво поморщился. «Знаешь, я только думал, что все закончилось, но едва я начал использовать Бьякуган в полную силу, начались эти боли. Значит, это от использования чакры. Почему ты сразу не пришел ко мне? Честно говоря, я не хотел беспокоить тебя по пустякам». Он заглянул в глаза Харна, пытаясь прочитать ее эмоции. Ноджи, это не пустяки. Это здоровье, которое я, между прочим, выдрала для тебя у смерти из лап. Она сердилась, это было заметно не толка по тону, которым Харна это говорила, но и по ее лицу. Однако, Хьюга видел в этом вовсе не агрессивность, а проявление заботы. «Ты совершенно права, прости меня за беспечность». Ноджи застенчиво улыбнулся, глядя на Ирьенина. «Давай позавтракаем, и я весь твой. Мы должны управиться за пару часов. Мне еще нужно заглянуть к Наруто и приготовиться к параду в честь годовщины победы». Сакура поднялась на ноги, протягивая руку другу. «Идем, Хинато, наверное, уже ждет нас». И они отправились на задний двор дома, чтобы позавтракать вместе с химикланом Хьюга. Саски находился посреди присыпанной серо-чеверным пеплом пустыни, стоял, рвану дыша и оглядывая эту разруху. То, что сейчас он лицезрел вокруг себя было абсолютным отражением того, что творилось у него внутри. Злости уже не было, она выгорела, как выгорала сотни раз до этого, а вот боль не прошла. Та другая боль, не физическая, душевная. Это было не в стиле учихи страдать и предаваться чувствам, наверное, за исключением ненависти, и уж совершенно не в его стиле думать об отношениях и мечтать взять девушку за руку. Но, здесь он был один на один с собой, ни перед кем не нужно было играть, надевать маску безразличие или же отрицать какие-то чувства. Хотя, последние он все еще старался сделать, убеждая себя, что совершенно недостоин чувствовать что-то кроме злости, безразличия или ненависти. Он боялся этих чувств, боялся боли от осознания того, что то, что он испытывает будет невзаимно, боялся, что вскоре Сакура совсем позабудет о его существовании, создаст семью, родит детей и будет счастлива с кем-то, но не с ним. Учиха рухнул на колени. Сколько же времени прошло? Вдруг прошли годы или десятки лет, розового волоса икуна и часа старилась и уже смотрит, как ее внуки идут в Академию Шиноби. А если ее уже нет в живых? Если тогда тот пронзительный крик, который он слышал, казалось, годы назад был ее последними словами? Сердце заколотилось сильнее, не вызывая агрессии, но наполняя тревогой. Что он мог сделать, находясь в неведении? Что мог изменить, будучи в заточение? Хотя бы какой-то знак, прошептал он обреченно. Подай мне знак, он шумно дышал, руки предательски дрожали, словно учиха провел активный спарринг с Хазуки. Он сам не понял, как слова вырвались из его уст. Саски привык к полнейшей тишине и в принципе, молчание его абсолютно устраивало, но, едва его шепот прорезал воздух, пришел холодный ветер, заметая все белоснежными снежинками и окутывая пленника морозом. Сакура ввела неджи обезболивающая и потребовала от него постоянного нахождения рядом, пока не проведет все обследование. При первой инъекции это лекарство действовало около суток, которые должны проходить под контролем медиков, поэтому, позавтракав в компании Хинутой и пообещав ей подлатать ее кузена, Харуна потащила друга в госпиталь, надеясь, что Хьюго Хидеки, молодой Иринин, который только недавно начал работать у них, категорически отказавшись становиться Шинобе, сегодня на месте. Шизуне, привет, ты не знаешь, Хидеки Хьюго сегодня на дежурстве? Спросила Сакура помощницу пятой, с которой столкнулась прямо у входа в госпиталь. Привет, Сакура, да, он сейчас суноди по личному поручению, думаю, они закончат через несколько минут, подожди его в коридоре восточного крыла на третьем этаже. Мне пора. Шизуне махнула рукой и скрылась в дверях госпитали. Сакура потянула за руку Ниджи, где-то на окраине сознания и отмечая, что не помнит, когда она взяла его за руку и направилась в восточное крыло. Там, на третьем этаже в уютной приемной Сакура усадила своего внепланового пациента и пошла к стойке, где молодая регистратор копалась в куче бумажек. Кахаем! Кашлянула Харуна, привлекая молодую сотрудницу. Здравствуй, э, мама! Она скользнула взглядом по Байджику на груди укуна Ичи, понимая, что не знает ее. Новенькая! Да, Сакура Сама, здравствуйте! Я заступила на службу только позавчера не пересекалась с вами. Чем могу помочь? Мне нужен Хидеки Хьюго, Ирьянин, который проследовал Сунади Само в одну из палат на этом этаже. Мне подскажешь, где он? Сакура Сама, сейчас они у пациента, но я не могу вас туда допустить. Это конфиденциально. Они должны скоро освободиться, пожалуйста, присядьте и подождите. Харуна вернулась к Меджи, сообщив, что им нужно немного подождать, присела на соседнее кресло. Буквально несколько минут спустя, пятая покинула палату, вихрем пронесась мимо своей ученицы и даже не заметив ее, сидящую в кресле. Следом за ней спустя мгновение вышел Хидеки Юна Ирьянин, еще облаченный в халат младшего медперсонала. Зачем он нужен был пятый, такой неопытный, но владеющий сильным додюцу. Сунади редко проводила осмотры, она обычно участвовала в сложнейших операциях и по завершении их покидала госпиталь, возвращаясь к посту Каги и принимая доклады о пациенте уже от назначенных Ирьянинов. Однако, именно в этом крыле на третьем этаже лежал Шиноби, который удостоился чести личного контроля пятой. И Сакура, кажется, догадывалась, что именно его вчера она оперировала. Сакура завершил все необходимые тесты и на джи и Хидеки очень ей в этом помог. Действительно, весьма полезно вместо неточного оборудования иметь просто Ирьянина, способного видеть такие микроскопические точки напряжения, которые являются одним из важнейших в здоровье функционирования Шиноби составляющих. Спасибо, Хидеки, ты нам очень помог. Улыбнулась Сакура, делая последнюю заметку и закрывая папку с историей болезни. Идем, Маджи, теперь наша задача постараться восстановить тебя и не дать микроразрывам на сердце расти. Маджи покорно последовал за Ирьяниным в ее кабинет, где Сакура взяла еще несколько анализов и расписала графики исследований и приема лекарств, настоятельно рекомендовав не тренироваться и не использовать Бьякуган безжизненно и над его необходимости. Маджи, я провожу тебя домой, понимаю, что на дне рождения Нарута сегодня ты хотел бы присутствовать, да и парад будет очень красочным, я буду присматривать за тобой, пожалуйста, не перенапрягайся сегодня, как только почувствуешь недомогание, найди меня и сообщи мне. Сакура чувствовала беспокойство и ответственность за здоровье своего друга и ей очень не хотелось, чтобы ему становилось хуже. Проводив Нарута домой, она успокоила Хинуту, что постарается помочь Наруту с его проблемой, а потом, извинившись, покинула их дом. Впереди еще много дел, сегодня она хотела зайти к Наруту ранним утром с огромным тортом и разбудить его. Ей бы очень хотелось сделать это вместе с Саски, на секунду она позволила себе представить, как он стучится в дверь ее квартиры, принимает из ее рук торт и протягивает свою ладонь, чтобы она вложила в нее свою. Харуна быстро скинула свою повседневную одежду, облачаясь в праздничную нежно-зеленого цвета с розовыми крупными цветами рубашку. Подтянув темно-серые обтягивающие брюки повыше, она мельком взглянула на себя в зеркало, оценивая, достаточно ли празднично выглядеть для поздравлений своего лучшего друга. Сакура улыбнулась, представив заспанное лицо друга, просовывающиеся через двери как сон слетает, уступая в дверь коротко постучали. Сакура чуть не задохнулась от волнения, услышав этот звук, ведь буквально мгновение назад она подумала о том, как здорово было бы, если вот так постучала Чиха. Конечно, это был не он, Харуна просканировала чакру и мгновенно определила, кто стоит за дверью. Но, все же, секундная надежда, что пронзила ее в момент, когда она услышала стук, больно ранила ее. Глубоко вздохнув, Сакура неспешно подошла к двери и открыла ее. Доброе утро, какаши сенсей. Йо, Сакура. Я тут подумал, что ты собралась к Наруто. Не против, если я составлю тебе компанию. Его единственный не скрытый ничем глаз сощурился в улыбке. Было бы здорово. Она почувствовала, как уютное тепло ей стало от присутствия капитана, ставшего уже членом семьи. Погодите, я только возьму торт и подарок. Она в пару мгновений добежала до кухни, доставая из холодильника торт, который был доставлен ей еще с вечера и хватая свободной рукой небольшой сверток, завернутый в розовую бумагу. Капитан протянул ей руку, принимая торт, сердце Куна и чеснова йогнуло от того, что это не Саски, а потом они неспешно направились домой к Наруто, в маленькую квартирку недалеко от резиденции Хакаги. Он сам выбрал то место почти год назад, заявив, что как будущему Каги ему нужно будет жить поближе к работе. Сакура тогда посмеялась, но не потому, что не верила, что Узумаки им станет, напротив, в этом она была уверена. Тогда она сказала ему, что стоило бы выбрать квартирку побольше, так как когда он обзаведется семьей, эти холостяцкие апартаменты будут слишком тесными. Харуна хихикнула, вспоминая задачное лицо друга. М. Какаша удивленно повернулся к ней. Вспомнила, как Наруто смутился, когда я сказала ему, что для семейной жизни его квартирка будет слишком мало. Сакура снова засмеялась. Какаша одобрительно хмыкнул и поднял голову, глядя на еще за штуренные окна дома именинника. Они поднялись на третий этаж по внешней лесенке, которая вела к ряду дверей тесно расположенных друг к другу квартирок и Сакура громко постучала в дверь. Как она и предполагала, заспанное лицо высунулось из-за приоткрытой двери пару минут спустя, голова блондина была увенчана забавной ночной шапочкой, которую Сакура лицезрела, наверное, все их совместные миссии, казалось то растет вместе с дженчурики. Глаза Наруто сонно моргнули, а потом расширились в удивлении. Привет! Он мотнул головой, переводя взгляд на торт и его губы растянулись в радостные улыбки. Вот это сюрприз! Проходите скорее! Он впустил их в квартиру, где царил небольшой беспорядок и поспешил скрыться в небольшой спальне, чтобы привести себя в порядок. Сакура тут же отправилась на кухню, чтобы включить чайник и приготовить тарелочки для торта. С днем рождения, Наруто! Громко прокричали они, когда друг, наспех умывшись и одевшись, вышел из комнаты. Скорее режь торт. Холод пробирал чеху до самых костей, словно пронизывая сотнями ледяных осколков его тела. Дул сильный ветер и шел мокрый снег первой осадки в этом странном месте. Саски сидел на все том же привычном ему выступе, свернувшись к клубочкам и пытаясь хоть как-то сохранить тепло. Он не мог здесь умереть ни от голода, ни от жажды, ни от огня, а значит, куда сложнее. Если от огня он быстро терял сознание, то ледяной ветер никак не давал отключиться, ободряя каждый раз, когда тот хотел впасть в забытие. Учиха понимал, что это явление напрямую завязано с его эмоциями и чтобы исправить ситуацию, ему нужно снова обрести гармонию внутри себя, однако, он ничего не мог с этим поделать. Мысль о собственной ненужности и никчемности не давала ему покоя. Больше всего боль приносили мысли о том, что Харуна Сакура, Кунаичи, которая никогда не переставала верить в него, могла сдаться и забыть, а может уже и умереть, Саски чувствовал, что сердце сковывало таким же холодом, что укрывал сейчас эту бесконечную пустыню. «Пожалуйста, помни меня», еле слышно прошептал он, кутаясь в свои совсем не предназначенные для зимы одежды. Ветер всезавывал, взметая снежинки высоко в небо, кружа их в вихре нистового танца и разбивая их оскалу, Саски собрался с силами и спустился и вниз, утопая по колено в сугробах. Когда-то он мог пользоваться чекрой, когда-то он запросто разгонял энергию внутри, чтобы согреться и никакой холод был не страшен, сейчас же чувство полной беспомощности заставляло еще больше опускать руки. Рухнув на колени, он стал раскапывать яму в снегу, чтобы скрыться от пронизывающего ветра. Выстроив стену из снега, он сел в медитативную позу в свое небольшое убежище и закрыл глаза, пытаясь вспомнить те чувства, что возникали от воспоминаний о Сакуре, обнимающей его со спины, но тщетно. Вместо этого в голове рисовались другие картины Сакура в подвенечном наряде, держащие Наруто под руку, Сакура с младенцем на руках, мертвая Сакура. Учиха поежился, тряхнув головой. Сакура. Прошептал он едва шевеления послушными от холода губами. Время, казалось, тянулось бесконечно Учиха плотно закрыл глаза, ловя любые картинки воспоминаний о розового Сакуна Ичи. Ветер выл, небо сгущалось, а дрожь от холода все никак не унималось. В тот самый момент, когда Саски пожелал уснуть вечным сном умереть, сгинуть в этом мире, чтобы, наконец, прекратить свои страдания, небо разверзлось яркой громогласной молнией, рассекающей облака от горизонта до горизонта, а с молнией ворвался голос. Саски-кун! кричала Сакура. Надрывная горько. Он помнил этот голос, узнал бы его среди сотен тысяч, ведь последние разы свое имя из ее уст он слышал при каждой их встрече. Сквозь этот крик он почувствовал ее зов. Она помнит его. Она зовет, ждет. Снег, толстым покровом лежащий на земле, вдруг взметнулся вверх, вихрем закручиваясь вокруг Учихи. Сакура! Он ответил. Вскочил на ноги и ответил на ее зов, ощущая, как сердце наполняется надеждой, а в мысли врываются воспоминания о маленькой Кунаиче в лесу смерти, обнимающейся спины маленького Генина, окутанного проклятой печатью Рачимару. Ветер перестал выйти, а небо прояснилось, впуская в этот замороженный мир теплосолнечных лучей, плавящих зависшие в воздухе снежинки. Сакура облачилась в униформу Джоунина сразу, как только вернулась с праздничного обеда, посвященного дню рождения Наруто. Времени было немного, ведь пора должен был начаться через час от резиденции Хакаги и открывали его те, кто сражался на передовой, а значит и ей там нужно было быть в первых рядах. Так приказала пятая и ослушаться ее Сакура не могла, хотя всеми фибрами души она желала только об одном свернуться калачком в своей спальне и отдаться своим чувствам, истерзанным и израненным. Ведь, сегодня не только большой праздник и не только день рождения одного из спасителей. Сегодня ровно год, как исчез у Чехасаски. Повязав протектор альянса Шиноби, Харуна Сакура шумно выдохнула, коротко кивнув, покинула квартиру, слишком громко хлопнув дверью. Хьюго Неджи уже ожидал ее внизу, памятуя о том, что Ирья Нинна казала быть неподалеку. Ты принял мои наставления слишком буквально. Хохотнула Сакура, сбегая по ступенькам. Я просто хочу как можно скорее вернуться в строй. Пожал плечами Неджи и улыбнулся. Они добрались до площади у резиденции Каги, когда остальные Шиноби альянсы уже выстроились для шествия, который должен был открывать их верховный лидер, избранный на время войны четвертой Рай Каги. Сакура кивнула Кази Каги, улыбнувшемуся и поднявшему руку в приветственном жесте, помахала всем, с кем еще не пересекалась на праздничном обеде и поспешила занять строй. Альянс прошествовал по центральной улице Канохи, увешанный праздничными слаганами и светящимися фонариками. Жители деревни и гости из других скрытых деревень радостно приветствовали героев войны, бившихся за жизни всего мира. Завершился парад у кладбища, где на огромной братской могиле были вознесены цветы тем, кто не пережил сражение, в течение всего парада Сакура украдкой присматривала за Ниджи, который постоянно находился в окружении Рокли, Тентин и их капитана, прикованного к инвалидному креслу. Хьюго выглядел сосредоточенным и спокойным, несколько раз Сакура касалась его спины, чтобы быстро просканировать, но быстро убирала руку, убеждаясь, что ухудшений нет, как и улучшений. Что ж, отсутствие ухудшений это хорошо. Парад завершился и все побрели на обзорной площадке деревни, чтобы посмотреть салют. Небо было усыпано крупными звездами, ни в одном доме не горел свет, все жители были снаружи, чтобы лицезреть красочное шоу фейерверков в честь завершения самой устрашающей войны, объединившей всех в единый альянс. Сакура попрощалась со всеми, еще раз просканировала Ниджи, попросила и на присмотреть за ним, и поспешила покинуть большое скопление людей, ей хотелось побыть наедине с собой и горем своего одиночества. С пустотой в сердце, которое никто другой не может запомнить, казалось, она никогда не полюбит никого так сильно. Никогда ее сердце не успокоится, пока Саски нет рядом. Она взбежала по крутым лестницам наверх к деревянному мосту возле голов Пятикаги, прерывисто дыша, облокотилась руками оперила. Отсюда открывался самый красивый вид на деревню, но большое скопление людей было чревато обвалом деревянного моста, отчего Пятой запретило использовать это место как обзорную площадку для фейерверков. Сейчас здесь было безлюдное пусто, как в сердце Харона. В момент, когда первый светящийся снаряд взмыл в небо, чертя по пути красивую и светящуюся линию и разрываясь красочным фонтаном на пол неба, Сакура наконец дала волю своим чувствам. Слезы залили ее лицо, когда десятки снарядов с громкими хлопками разрывались в небе, окрашивая его в разные цвета. «Где же ты?» рыдая выкрикнула она. «Вернись назад, я прошу тебя». Она отдала бы все на свете, чтобы увидеть его, услышать и обнять, но он исчез, словно Хаггар мастер его из этого мира. Вдруг с очередным хлопком фейерверка до ее ушей донесся голос. Именно его она мечтала услышать все это время, еле слышный, какой-то дрожащий, произносящий ее имя голос у Чихи Саски. Она вздрогнула и оглянулась. Неужели показалось? Неужели она настолько зацеплилась на нем, что ей стал мерещиться его голос? «Саски-кун!» прокричала она в небо все еще разрывавшиеся искрами фейерверков. Она звала, она умоляла, она любила. И она вложила все эти чувства в свой крик. Боль, эта неистовая боль потеря жгла ее сильнее, чем любое ранение, которое она когда-либо получала. И она не знала, как это исцелить. Она снова услышала его голос, слабый, наполненный надеждой теплым короткий вскрик в воздухе. На мгновение казалось, что она почувствовала его, а потом все стихло. Стихли салюты, исчезло ощущение, что он где-то рядом, исчезла ее надежда. Сползая вниз на деревянный пол моста, Харна отдалась слезам. Она не знала, сколько просидела вот так в темноте и одиночестве, не сразу поняла, что оказалась в обаюкивающих объятиях лучшего друга, который опустился рядом с ней на деревянный пол, обнял и стал повторять, как мантру лишь одну фразу. Он вернется. Я так люблю его, Наруто. Так люблю. Мне так больно. Выдохнула она, зарываясь лицом в его куртку. Я знаю, Сакура. Учиха брел по шуршащему желтобелому песку, покрытому маленькими ростками свежей травы, только-только начавши проклевываться сквозь почву. С тех пор, как он услышал ее голос, в сердце снова поселилась тепло и надежда, а в душе стала потихонечку пускать корни гармонии. Песок приятно хрустел под босыми ногами и обдавает приятным теплом. Учиха с нетерпением ждал, когда возле пруда появится маленький росток первого дерева, который все предыдущие разы проклевывался в одном и том же месте возле небольшого пруда. Почему-то, для него это небольшое деревце значило больше, чем весь остальной лес, который начинал расти чуть позже, окружая его темницу по периметру плотным кольцом, словно прикрывая и ставшие уже отчетливо заметными ненавистные невидимые стены. Учиха присел у пруда, разглядывая место, где должно было проклюнуться деревце и, заметив, как маленький росточек появился, раздвигая песчинки в стороны, почувствовал прилив тепла на сердце. Закрыв глаза, он снова представил себя под раскидистыми ветвями цветущей вишни, которая росла на обзорной площадке Канохи. Под ветвями стояла Сакура, облаченная в праздничную весеннюю коту. Она смотрела вдаль, туда, где на скале были высечены лица всех Каги-деревни. Там на скале виднелось лицо шестого Хакаги и его единственного друга Зумаки Наруто. Саски улыбнулся в своих мыслях и представил, как поравнялся с Сакурой. Он представил, как его пальцы переплелись с ее, как теплая и нежная ладошка сжала его руку. На сердце стало очень тепло и Учиха вдруг осознал, что улыбается не только в своих мыслях. «Что ты делаешь?» прошипела Инна, увлекая моей подругой куда-то в сторону. «Тихо! Погоди!» шикнула Сакура, толкая блондинку за книжный стяж и тоже прячась за ним. «Гляди туда!» Сакура указала сквозь полки с книгами на человека. Который безмятежно продвигался вперед, выискивая что-то. Инна подумала, что этот человек каготой ей напоминал, но вспомнить она не могла. «Ну и что я должна увидеть?» Возмущенно шепнула подруга. «Ты ССС! Видишь этого парня?» «Да, симпатичный, но у меня есть Сай». Начало вдруг Яманука, а потом ее лицо просияло от внезапной догадки. «Только не говори, что он тебе понравился, Сакура!» «Я уж думала, ты никогда не забудешь учиху!» Это восклицание, пусть сказанное шепотом, больно резануло Сакуру, но она постаралась как можно скорее откинуть эти мысли подальше. «Нет же!» «Это тот парень, которого мы оперировали!» «Помнишь?» «Которого ударило током!» «Секретное задание, ну!» Сакура аж притопнула от возмущения, что из головы блондинки так быстро выветривается информацией. «Черт, точно!» Глаза Инны загорелись в азарте. «Идем!» Инна выскочила из-за полки, вытягивая сопротивляющуюся подругу за собой и направилась к тому самому шинобе, что продвигался к кассам, взяв с полки пару книг. «Простите, пожалуйста!» Как бы невзначайно рачито высоким голосом пропела Инна. «Здравствуйте!» Молодой человек удивленно оглянулся. Он не обучался в академии, ни Инна, ни Сакура его не помнили там, однако, он был шинобе, потому что когда они оперировали его, в его теле наблюдались каналы чакры. Шинобе вскинул брови и кивнул, здороваясь в ответ. «Простите мою напористость, но я как раз разговаривала со своей подругой и мне показалось, что мы где-то пересекались, но не могу вспомнить где». Инна дарила парня своей самой ослепительной улыбкой. Их бывший пациент нервно огляделся по сторонам, словно ища помощь у Кагото. Сакура небольшие шрамы от ожогов на висках, что сама лично исцела, когда он лежал на операционном столе. Это точно был тот самый шинобе, о котором нельзя было разговаривать. Странно, что сейчас он просто так слоняется по книжному магазину и позволяет двум довольно известным ниндзя опрашивать себя. Сакура, зажатая между полок с этими двумя, вдруг поняла ее идею. Будто случайно она едва заметно коснулась спину этого шинобе, запуская диагностику. К своему удивлению, циркуирование чакры в нем она не обнаружила от слова совсем. Резко отдернув руку, она постаралась сделать шаг назад. «Вы случайно не посещали мой цветочный магазин, мне кажется, что я видела вас там». Продолжала наперативно, кокетливо откинув свои золотистые волосы с плеча. «Простите, пожалуйста». Разнервничался парень и поспешил скрыться от этих странных девушек, так грубо ворвавшихся в его размеренные планы. Он ныркнул к кассам, расплатился и тут же выскользнул из книжного магазина, стараясь как можно скорее скрыться от внимания этих двух кунаичи. «Видела?» Прошипела Сакура. «Книги?» «Нет же, в нем совсем отсутствует чакра. Словно он не шинобе, а гражданский. Но, я точно помню, что у него была чакра. Думаешь, это не он?» Ина скривилась, словно сились что-то вспомнить. Или же скрыл чакру. «Это точно он, я лечила его голову, у него следы ожога на висках». Сакура задумчиво облокотилась о книжную полку. Возможно, он просто скрыл чакру. Он очень странно себя вел, заметила. «Еще бы!» Тут два варианта, либо он хороший актер, либо он больше не шинобе. «Ина, нам нужна помощь Каготу из клана Хьюга. Они смогут проверить наличие чакры. От Бьякуга на Хьюга вообще мало что скроется. Давай попросим ее о помощи. Это ж надо, чтобы она пересеклась с ним. А что насчет Меджи, или того мальчика, как его, Хидики, который работает у нас в госпитале? В глазах и нагорел азарт. Хидики не поможет, Пятая брала его на осмотр этого парня, когда он лежал в госпитале, а значит, запретила ему говорить об этом шинобе. Меджи нельзя использовать Бьякуган. Остается Хьюга. Давай попросим ее после ее дня рождения. А то как-то неловко обременять ее просьбами сейчас. Сакуре стало неловко даже от одной мысли о том, что в канун ее дня рождения они придут к имениннице и затребуют пошпионить для них. Да. Согласна. Кстати, я все-таки подозреваю, что у этого парнишки происходит. Возможно, у него серьезные проблемы после травмы. Ина старалась говорить как можно тише и ее шепот очень напоминал шелест книжных страниц. Ты не заметила, что за книги он покупал? Нет, я была занята его диагностикой. Одна из книжек была руководством по восстановлению памяти. Глаза им Манако горели от восторга. Возможно, он взял ее для себя. Тогда неудивительно, что он вел себя так потеряно. Я выясню это. Она многозначительно подмигнула. Только не сейчас, давай закончим с выбором подарка Хиноти. Сакура потянула подруга, которая уже собралась спуститься в преследование парня. Ах, да. И они вернулись к блужданию по книжному магазину, чтобы выбрать подарок на день рождения подруги. Прошерстив все полки они так и не нашли подходящей для подруги, отчего Сакура почувствовала себя виноватой. В потяжелевшей корзинке лежало несколько медицинских книг, которые Хару напрягли дело для себя, хотя пришли они совсем не за медицинской литературой. Они бродили вдоль полок, убив на поиске еще около часа, когда Сакура обессиленно опустила руки. Они все-таки недостаточно хорошо знали вкусы Хиноты. Был, конечно, вариант спросить Ниджи о том, что же ей больше всего нравится, но праздник уже завтра с выбором подарка лучше поторопиться. А если ей вообще не интересны книги? Обессиленно пробубнила Инна, шумно закрывая очередное произведение, оглавление которого оказалось ей слишком глупым. Она любит тренировки. Может подарить ей наборку на F? Уверена, это сделает Тентин. Инна, может подарим ей походу в золотой дракон? Сомневаясь спросила Сакура. Точно. Идеально. Идем оформим там сертификат прямо сейчас. Ее Манако потащила подругу прочь из магазина, попросив на кассе оформить книги и доставить их по адресу ее цветочного магазина. Учхо понял, что гораздо приятнее ненависти и злости ощущения теплых воспоминаний о друзьях, семье и робких фантазий о девушке. В глубине души он все еще считал, что недостоин любить и быть любимым, он же Учхо. Что все, что он заслужил в этой жизни это страдать и его тюрьма это самое настоящее тому наказание. Однако, с каждым мгновением существования в этом месте, он постепенно забывал всю боль, что пережил и что породила его ненависть. Саски вдруг понял, что если сначала ему нужно было заставлять себя думать о чем-то хорошем, то теперь его мысли сами текли в нужном русле, цепляясь за воспоминания и создавая новые фантазии он вспоминал маму, отца, других членов клана. Это больше не вызвало боли. Лишь тепло. Он вспоминал брата с трепетом и нежностью, которым раньше не было места в его сердце. Саски посмотрел, как прорастает маленькое деревце, рождая сначала один маленький листочек, такой нежно-зеленый, как глаза Сакуры. Он, ведь, житель Канахага Кури и селения, скрытого в листве. Этот маленький листочек, проклюнувшийся после пожара и снежной пурги сейчас приобрел новое значение для Саски. Он вдруг осознал, что он часть листа. И он хочет домой. Конец зимы медленно приближался и птицы начали свои весенние трели, наполняя Канаху красивым перезвоном, что каждое утро начинался за полчаса до начала рассвета. Сакура шла по узкой дороже, ставшую уже привычной за эти месяцы. Сегодня ей нужно было навестить Ноджи и продиагностировать его сердце. С ней увязалась Инна, напросившись на утренний чай к Хинате и пообещавшую просить подругу воспользоваться своей силой и просканировать странного Шиноби. С того раза они встретили его еще не один раз и каждый раз старались остаться незамеченными и не нервировать. Он снова возвращался в книжный магазин, чтобы взять несколько книжек по работе с памятью, и Инна даже составила некоторую закономерность. В начале недели он частенько появлялся там к самому открытию, когда народу было меньше всего. Так, пока ты диагностируешь Наджи, я уговорю Хинату и мы сразу отправимся в книжный, чтобы не упустить его. А после уже иначе можно будет. Щебетала Инна, бодро шагая впереди подруги. Чай будешь тогда пить одна с Хинатой, у меня в девять начинается дежурство. Парировала Сакура, прибавляй ходу, чтобы поравняться с подругой. Ну тогда, мы оставим тебя с Наджи завтракать, а сами пойдем в книжный. Ну уж, нет, я такое не пропущу. Возмутилась Сакура. Они подошли к кварталу Хьюга и Сакура вошла первая, сразу встречая Инна Джи и Хинату, провожающих Тентин. О, Тентин, ты ночевала у Инна Джи. Вскинула брови Яманука, увидев Кунаичи, которая покидала квартал едва забрежжил рассвет. Сакура заметила, как лица всех троих, встретившихся на пути Ниндзя налились краской. И тебе привет, Инна. Нет, я не ночевала ни у Инна Джи ни у Хинаты, я зашла проведаться командника перед длительной миссией, на которую ухожу через час. До встречи в апреле. Она помахала всем и скрылась из виду, спеша покинуть так сильно смущающую ее компанию. Удачной миссии. Искренне прокричала ей вслед Сакура. Такаха шепотняла руку вверх, обозначая, что слова Сакуры были услышаны и скрылась из виду. Что только что поставила в неловкое положение всех вокруг, Нарачито громко упомянула Ачая, хватая Хинату под локоть и прощаясь с Инна Джи и Сакурой была такова. Прости, но за такие шутки, она иногда бывает слишком прямолинейна. Смущенно извинилась за подругу Сакура. Все в порядке? Тиньцин не из обидчивых Кунаичи. Инна Джи улыбнулся, провожая Иринина в большую гостиную, где она уже привычными действиями принялась осматривать его. Сакура активировала Дюцу Иринина и приложила ладонь к груди друга, прикрыв глаза. Она ощущала все те же микротравмы, расположенные на сердечной мышце и все то же сопротивление в исцелении. Прошло уже довольно много времени, однако, прогресса в назначенном лечении не было. Хм, снова без изменений. Давай попробуем увеличить дозу восстанавливающих настоек. Сосредоточенно прошептала Харуна, вжимая ладонь в грудь Нэджи и чувствуя сквозь ткань шрамы. Это значит, что мои миссии откладываются на неопределенный срок. Нахмурился Нэджи. Здоровье превыше всего. Нагонишь потом. Сакура осторожно обошла Нэджи и начала диагностику со спины. Картина, открывшаяся ее взору, вновь не показала никаких изменений. Что ж, в данном случае, отсутствие ухудшений это тоже хорошо. Продолжай дыхательные гимнастики, медитации и прием лекарств. Думаю, позднее мы сможем найти способ восстановить Тенкицу и ты сможешь снова использовать Бьякоган без последствий. Хьюга кивнул, немного погруснев. Сакура понимала, что гению такого великого клана остаться без использования и дадутся словно ходить голому среди толпы, однако, та травма, что получил Хьюга вообще была несовместима с жизнью. Потеря возможности использовать Бьякоган не такая уж высокая плата за то, что он вообще выжил. Сакура не переставала ему это говорить, но понимала, что вряд ли сможет его этим утешить. Я пойду, мне надо еще заглянуть к Хьюнати и наисходить с ними по делам. А потом у меня дежурство. Сакура отняла руку от спины Ноджи, погасив зеленоватую чакру и почувствовала, как он перехватил ее ладонь своей рукой. Спасибо тебе за все. Маленькое деревце, что проклюнулось возле пруда, уже выросло до плеча Саски и он с удовольствием садился поближе к веткам и часами смотрел на рыбу, плещущуюся в пруду. Он исследовал каждый миллиметр своей темницы, превращающейся в красивое и даже довольно умиротворяющее место. Саски помнил, как до последнего его срыва вокруг поляны с цветами и травой вставал красивый под лесок, а под деревце в пруду он мог спокойно сесть и даже облокотиться ствол, впадая в полудрему. А еще ему снова хотелось, чтобы в этом мире наступил закат, может, тогда он сможет хоть немного поспать. Хотелось увидеть темно-синее небо, усыпанное звездами, которое он давно уже не мог лицезреть. Учхо зачерпнул воду из пруда, чтобы утолить жажду и, чувствуя, как струйки прохладной влаги стекают по губам на подбородок и шею, поморщился от удовольствия. Его самым большим желанием было сейчас окунуть свое тело в природный бассейн горячего источника и расслабиться. Но, таких источников в округе не было и в помине. Саски вернулся в медитативную позу, закрывая глаза и направляя свои фантазии снова к огромному дереву цветущей вишни, растущей на обзорной площадке Канохи. Его мысли по-прежнему вращались вокруг розового волоса и Кунаичи и каждый раз, когда он в своих фантазиях брал ее за руку, Саски в смущении открывал глаза. Ему казалось, что это слишком смелая фантазия для человека, который не достоин любви. Однако, распахнув глаза в этот раз, он вдруг подумал, что ему бы хотелось представить, каково это поцеловать ее, и Учиха закрыл глаза, возвращаясь к Кунаичи в Юкате. Там в его фантазии Саски протянул к ней руку и коснулся ее пальчиков, переплетаясь со своими, они были теплые и очень нежными, такими же, как когда-то давно-давно она прикасалась к нему в реальности. Сакура в мечтах Саски обернулась, робко улыбаясь и он притянул ее к себе, крепко сжимая в объятиях. Резко распахнув глаза, Учиха почувствовал, что задыхается от переполнивших его чувств. Сердце бешено колотилось в груди, разливая жар по телу. Он не испытывал ничего подобного до этого ни разу, таких сильных и таких настоящих эмоций. Всю свою жизнь он тщательно игнорировал любое проявление и симпатия к другим людям, чтобы не привязываться, чтобы потом не стало больно. Однако, он все-таки привязался. И, кажется, еще задолго до своего заточения. Кое-как восстановив дыхание, Саски вдруг понял, что руки его дрожат. «Инна, ты уверена, что он придет?» Прошипела Сакура, сидя в компании двух своих подруг в кустах. «Нет, но мы не можем не попробовать. Мне нужно быть на дежурстве через двадцать минут». Прошипела Сакура, стараясь высвободиться от железной хватки «Инна», не дававшей ей уйти. «Добежишь за пару минут. Чакру в ноги и вперед». Отсадила ее подруга. «Девочки, кто-то идет». Пискнула Хината. Инна на секунду выглянула за поворот и сильнее сжала руку Сакура от напряжения. «Это он. Хината, действуй». Яманука вела себя, как настоящий капитан. Хьюга активировала Бьякугана и сосредоточенно всмотрелась в этого молодого Шиноби. Она напряженно смотрела своими фиалковыми глазами обрамленными надувшимися венами и монотонно комментировала. Чакра не функционирует в его теле, почти все тенки цу повреждены. Он был Шиноби, его каналы чакры довольно развиты, значит, он неплохо ею раньше пользовался. Дверь книжного магазина хлопнула, скрывая за собой объект наблюдения Хинаты, однако, Хьюга могла видеть и сквозь стену. Она продолжала комментировать состояние этого ниндзя, отметив, что больше всего пострадала точка напряжения в голове. Возможно, он действительно ничего не помнит. Все, это все, что я могу сказать, девочки. Виновата прошептала Хината, когда вены вокруг ее глаз разгладились. Ты очень нам помогла. Спасибо тебе огромное. Сакура энергично затрясла руку подруги, чувствуя, как азарт, что буквально лился от Ины через край, уже добрался до нее. Я провожу Хинату, беги на смену. Скомандовала Яманука. Увидимся в обед. Сакура махнула рукой, направляя чакру в ноги и растворяясь в воздухе. Как Ина не пыталась выяснить Усая, что же с ним тогда произошло, он упорно рассказывал одну и ту же историю о том, что чинила линию электропередач. В первый день весны их с Сакурой дежурства, наконец, совпали, Ина с раннего утра под предлогом занести документы на госпитализацию, ворвалась в кабинет Сакуры и сообщила, что пятая находится все в том же крыле вместе с небезозвестным фиалково-глазом Хидеки и тремя новыми пациентами, которых прооперировали сегодня ночью. Ина, может уже пора сообщить ей о том, что мы знаем чуть больше. Я чувствую, что наша помощь ей очень даже нужна. Сакура выглядела взволнованно. Я не понимаю, почему она до сих пор нам не рассказала правду, я бы очень хотела, чтобы она доверяла нам чуть больше. Как-никак, мы всегда на ее стороне. Сакура резко поднялась на ноги и заявила, что сегодня после смены намерена идти к пятой и сообщить ей, что ей известно. Ина согласна и кивнула. Я иду с тобой. Они вместе покинули кабинет Сакуры и каждый отправился на обход своих пациентов. До самого вечера Сакура пребывала в нервном напряжении, прокручивая в голове, что она скажет пятой, как затребует от нее принятие помощи. Недаром она считается одной из лучших ее учениц. Сакура нервно теребила край халаты левой рукой, держа в правой карандаше помечая им заметки над статьей, в которой говорилось о поврежденных тенкиц и методах их восстановления. Все сводилось к классическому методу медитации, дыхательных гимнастик покоя чакры. Однако, Сакура понимала, что в случае с Наджи такой метод может занять годы и пыталась найти другие методы решений. Выпросительный знак, когда часы пробили девять вечера, сообщая Кунаичи, что ее смена наконец окончена, Сакура сделала очередную пометку и решила напроситься в клановую библиотеку Хьюга. Там точно должны быть медицинские книги, особенно если учесть, что этот клан имеет самые глубокие познания в тенкицу. Раздался сток в дверь и Сакура вздрогнула от неожиданности. Я вхожу. Инна была как всегда пунктуальна, входя в кабинет к подруге в Акурат через несколько минут после окончания смены. Ты готова? Готова. Идем. Они вышли из госпиталя и двинулись к резиденции, зная, что Цунади, потратив полдня на третьем этаже госпиталя в восточном коридоре, отправилась в кабинет, чтобы начать выполнять свои прямые обязанности. Сакура и Инна для большей уверенности взялись за руки и пошли в резиденцию. Кабинет пятый был на втором этаже, так что, преодолев лестницу, два Ирьянина, ощущая себя нашкодившими девочками, расцепили, наконец, руки постучались в кабинет пятой. Войдите. Раздался из кабинета усталый голос. Цунади Сама, добрый вечер. В голос, словно сговорившись, поприветствовали ее Ирьянины. Инна, Сакура. Пятая устала вздохнула, подперев руками голову. И вы там не нужны сейчас. Подруги тревожно переглянулись и прошли в кабинет, вытягиваясь по стойке смирно напротив стола, за которым с самым уставшим видом восседала пятая. Она поднялась из-за своего места и жестом пригласила Ирьянина впоследовать за ней в глубь кабинета, где виднелись пара кресел и столик. Они молча проследовали за Цунади и присели в зеленые не особо мягкие кресла, наверное, сохранившиеся еще со времен первого. Мне вы нужны, как лучшие Ирьянина Канохи. Устало объявила Цунади, опускаясь в кресло напротив. Цунади сама, это из-за тех участившихся случаев ожогов электричеством. Осторожно спросила Сакура, давая ей понять, что у них есть какая-то информация. Это из-за них. Кивнула пятая. Давно вы уже поняли, что это не просто несчастный случай? Да. Ответила Ирьяна. От удара туком на линии электропередач не сгорают Тенкицу. Пятая вскинула брови, понимая, что эти кунаичи способны удивлять. Что вы еще знаете? В восточном крыле лежат еще трое. Хидики помогает вам, так как его глаза способны лучше, чем любые приборы, отследить поврежденные Тенкицу. Заявила Инна, глядя, как брови пятой все ползут от удивления вверх. Пациент, которого мы вчетвером оперировали, за день до годовщины победы, по нашим предположениям лишился памяти и способностей управлять Чикурой. Дополнила Сакура. Этого достаточно для того, чтобы нас, наконец, посвятили в суть дела. Пятая выглядела мрачнее тучи, но понимала, что без помощи этих двух ниндзя уже не справиться. Она снова обхватила голову руками, слегка потирая виски и выдохнула. Дело принимает своего платья рукой. Дело в том, что я, как медик и Хакаги допустил серьезную ошибку. После окончания войны я подумала, что в арсенале защитников Канохи мне нужен человек, владеющий пространственными техниками. И как ни крути, Кокаши подходил на эту роль лучше всего, так как уже обладал ими. Пятая вздохнула, переводя взгляд на двух Ирьянинов. Так как в теле Кокаши Шаринган просуществовал очень много лет, его и вырастила новый глаз с помощью клеток Хаширом и Синджу. Сакура восхищенно посмотрела на Хакаги. Вырастить глаз это равносильно новому шагу в медицине. Значит, можно вырастить любую конечность и покалеченных людей станет в разы меньше. Она хотела выразить это словами, но Пятая ее грубо прервала, подняв ладони вверх. Глаз был имплантирован и прижился довольно быстро. Кокаши смог использовать его функции и едва повязки были сняты. Он смог пользоваться пространственными техниками и даже открыть порталы в несколько миров. Мы попытались найти Учхусаски вопреки предупреждению Мудреца шести путей. Однако, в одной из попыток мы заглянули в новый мир. И его охранял Страж. Нечто странное, имеющее сознание и способное мыслить, Страж попытался атаковать и мы контратаковали его, но он не дал нам закрыть пробоину до конца. И это существо имеет природу молния. Кивнула Сакура. Верно. Отдаленно он похож на осьминога с электрическими щупальцами. Его голова тоже покрыта электричеством, но с гораздо более слабой мощностью. Он держится за портал своими щупальцами и, когда набирался сил, раскрывает его, пытаясь пойти. Шина Бианбу и один отряд Канохи уже несколько раз препятствовали его проникновению в наш мир, однако, с каждым разом этот Страж осьминог становится все сильнее. До сегодняшнего дня я предполагала, что мы справимся только с силами Анбу, однако, пространственное окно снова открылось сегодня. Ранены еще четверо. Один погиб. Нам нужно срочно остановить этого монстра, пока он не собрался с силами и не ворвался о этот мир. Сакура и напереглянулись, Харуна вдруг почувствовала давно забытое ощущение напряжения и взвинченности, будто ее пробудили после долгого вязкого сна ведром ледяной воды. Что нам нужно делать, Хакаги Сума? Слегка осипшим голосом произнесла Кунаичи. Мы сформируем два отряда, по четыре человека, в отрядах должны быть лучшие медики, чтобы на месте оказать пострадавшим первую помощь. Капитан атакующая команда Ямато. Его древесные техники хорошо сдерживают наступление. Сакура, ты будешь в атакующей команде вместе с Наруто и Саем. Капитан прикрывающая команда Хатаки Кукаши. Инна, Шикамару Чоджи Ваша команда будет прикрывать Капитана. Задача атакующей команды отбросить это существо от портала так, чтобы тот не держался за него ни одним щупальцем и тогда Кукаши сможет закрыть его навсегда. Сакура и Инна кивнули, вытягивая спины по стронку, словно сговорившись. По статистическим расчетам Страж откроет портал через 22 часа. Я соберу вашу команду завтра в 6 утра, чтобы рассмотреть тактические варианты и ввести в курс дело всех остальных и подготовиться к атаке. Будьте готовы. Есть. Снова в голос отчеканили подруги. Все вопросы можете задать завтра. Госпиталь я оповещу о вашем отсутствии. Членов команды о сборе оповестят капитаны. Идите домой. Скомандовала Хакаги и Сакура, схватив за руку Инна, поспешила покинуть резиденцию. Они жадно вдыхали прохладный воздух, пробежав от резиденции до дома Яманука, однако, они вовсе не запыхались, ни скорость с которой они бежали, ни расстояния не были чем-то особенным для таких подготовленных ниндзя. Их дыхание было сбито от волнения. Сакура сжала руку подруги, которую все никак не отпускала после того, как вышла из кабинета пятой. Инна, снова война? Когда же наступит мирное время? Если завтра мы постараемся изо всех сил, войны никакой не будет. Она по-доброму взлохмотила отросшие волосы Сакуры и улыбнулась самой доброй улыбкой. У нас все получатся лобастые. Просто воспринимай это, как очередную миссию Ранга-Эс. Сакура понимала, что ее выражение, ставшее ни с того ни с сего спокойным, а дыхание ровно не что иное, как актерская игра, что Яманука точно так же волнуется, однако, старается держаться ради подруги. Хорошо. До завтра. Она не знала, как поддержать подруга, познала, что уж если они победили Кагую, победят и этого стража. Пусть даже Саски нет рядом. И намахнула рукой, скрываясь за дверью своего дома, Харуна еще мгновение постояла, гляделя ей вслед, а потом, развернувшись, направила чакру в ноги и растворилась в ночи. Лишь одну мысль она позволила себе этим вечером, не связанную с предстоящим сражением. «Саски-кон, как же мне тебя не хватает?» шепнула она в глядя неба. Закатные лучи освещали красивое небо, градиентом переходящего от темно-синего к красно-золотому. Саски так ждал, когда же, наконец, он увидит первые звезды, но солнце не торопилось заходить за горизонт. Саски продолжал свои медитации и постоянно оглядывал ставши все более и более красивой местность. Поле разноцветных цветов, окруженное молодым подлеском, благоухало самыми сладкими ароматами, в пруду плавились рыбы и начали прорастать приоткрасные кувшинки. Подул слабый ветерок, донося доучихи приятные ароматы с поляны. Саски улыбнулся, бросая взгляд в сторону цветов и глубоко вдохнул. Он никогда раньше не получал столько удовольствия от ароматов. Сейчас ему казалось, что он будто заново учится наслаждаться красотой мира, как бы ни комично это звучало в его заточении. Учиха поднялся из своего привычного места под самым первым деревом, выросшим здесь, потянулся, чувствуя, как по спине побежали мурашки от затекших мышц, получивших, наконец, долгожданную разминку. Саски направился на поляну, осторожно ступая по натоптанной тропе, чтобы не повредить молодые цветы. Он научился в этом заточении самому главному беречь хрупкий мир, что так трудно выстроить. Вдруг сквозь шелест листвы он отчетливо услышал едва уловимый шепот. «Саски кон, как же мне тебя не хватает?» Подготовка к бою должна была начаться ранним утром, о чем едва Сакура добралась до дома, ей сообщил капитан Ямато, называя точное место и время сбора. Однако, Сакура не спешила лечь и отдыхать. Наскара приняв душ, она приготовила форму и медицинскую сумку на завтра, проверила запасы пилюли стойко присела на диване, чтобы немножко расслабиться, но ей не давала покоя одна мысль, что если она не вернется с задания, что тогда будет с Нэджи, которого она курирует. Конечно, пятая присмотрит за ним, но это ее пациент и она обязана позаботиться о нем. Сакура решила быстренько расписать для друга распорядок дня, графики обследования и возможный альтернативный вариант лечения, но, едва написала имя Нэджи на листке, сама не заметила, как уснула. Утром ее разбудил громогласный стук в дверь. Даже без сенсорных способностей она знала, кто стучит. Сакура подскочила от неожиданности и поспешила открыть двери. «Наруто!» «Привет!» протараторила она. «Проходи!» «Я сейчас буду готова!» «Ты решила побыть какаши с Несиум и опоздать на срочный сбор?» Хитро скривился Наруто. «Нет, просто тяжелый выдался денек вчера!» ответила подруга, одергивая свою форменную зеленую жилетку. Наруто улыбнулся при виде собранной кунаичи и кивнул. «Мы уже опаздываем, идем, придется тебе остаться без завтрака!» Он схватил подруга, забрал у нее сумку с медикаментами и потянул ее в сторону третьего тренировочного полигона. Там уже собрались все, включая вечно опаздывающего капитана прикрывающей команды. На полигоне не было почти ничего кроме пары деревянных столбов и поляны, но им ничего и не было нужно. Пятая ввела остальных в курс дела, рассказывая более подробно и детально про стража осьминога, пытающегося прорваться в этот мир. Шикомару, мусоли во рту зубочистку, казалось, слушал в полуха, однако, когда время подошло к разработке вариантов атаки, он первым предложил несколько очень интересных схем. Я бы распределил силы немного иначе, нежели ваш вариант, Хакаги Сума. Я предлагаю попробовать захватить стража в теневую ловушку, однако, понимаю, что этот монстр состоит из молнии и тени будет довольно трудно подобраться к нему. Нам нужно организовать источник света достаточно сильный за моей спиной, чтобы я смог его схватить. В этот момент я заставлю его убрать щупальца и Чаджи ударом в голову отбросит его обратно и Кукаши закроет проход. Это оптимистичный вариант. Есть еще пессимистичный. Нару выдержал небольшую паузу и поднявшись на ноги, продолжил. Нам придется подойти почти вплотную с источником света, чтобы я мог его захватить, и я возможно не смогу контролировать его щупальца. Вам хоть раз удавалось посчитать, сколько их? Нет. Но, их больше двенадцати. Качнул головой Кукаши. Тогда, какой же это осьминог? Это не суть важно, его название сейчас не главная проблема. Отрезал и пятое. Продолжаем разработку плана. Я попробую остановить его теневой ловушкой, и на в этот момент поменяется с ним местами и отпустит щупальца. Чаджи атакует в лоб, остальные контролируют его щупальца, чтобы он не успел схватиться за пробоину. Инна возвращается, как только видит, что Акимичи приблизился меньше, чем на метр. Оба плана звучат довольно оптимистично. Хмыкнула Иманука. Что если все пойдет совсем не так? В крайнем случае мы все атакуем одновременно, а Сай запечатает монстра. Я буду там и постараюсь переиграть в момент битвы, если что-то пойдет не так. Да будет так. Я предоставлю источник света. Придется обесточить всю «Переведем деревню в режим учебной тревоги и укроем жителей в убежищах на время сражения. Пусть они думают, что это отголоски прошедшей Четвертой мировой войны», констатировала Хакаги. Они еще обсудили несколько вариантов, после чего пятая отпустила команду перекусить и вернуться через два часа для моделирования ситуации. «Встретимся на этом же полигоне и я отведу вас в место, где состоится сражение. Через два часа будет объявлена учебная эвакуация, поспешите поесть до ее объявления. Все свободны». «Есть!» Хором ответили присутствующие, словно сговорившись, растворились в воздухе. В его маленьком мире на небе сгущались тучи. Пошел теплый, легкий дождик, покрывая почву живительной влагой. Саски довольно морщился, подставляя лицо приятным каплями наслаждаясь ощущениями. Он пытался вспомнить, получал ли когда-то до этого удовольствие от дождя, был ли дождь в том настоящем мире такой же теплый. Был ли ветер такой ароматный? Небо рассекло молнией и запахло озоном. Такой потрясающе свежий запах, что Саски дышал полной грудью и никак не мог надышаться. На лице красовалась счастливая улыбка. Наверное, так он улыбался только когда был маленьким в объятиях мамы или рядом с братом. Учхов все сидел под его излюбленным деревом, которое уже раскинуло свои ветви высоко над его головой. Он все еще не знал, что это за дерево, но питал к нему какое-то особое чувство. Он протянул руку, ловя теплые капли, разбивающиеся о коже мелкими брызгами и любуясь, как в лучах заходящего солнца они создают радужные искры. Подул легкий ветерок, постепенно унося с собой дождь, а потом его сердце сжалось, потому, что с ветром он услышал шепот Сакуры. «Прости меня, Саски-кун!» Едва различимый, словно шелест листвы, но Саски знал, кому принадлежит этот голос. Он вскочил на ноги, озираясь по сторонам. В сердце поселилась тревога, этот шепот был словно прощанием. Саски не знал, куда себя деть, чувствуя, как в спину начинает дуть сильный ветер, срывающий с деревьев листву. Сакура. Протяжно прокричал он, глядя в небо, однако, никто не ответил на его зов. Ветер усиливался, казалось, он вот-вот вырвет все деревья с корнем, этот ветер был самым настоящим отражением чувств Саски. Небо лекали темные тучи, а посреди бушующей стихии стоял одинокий Учхо, не знающий, что ему делать и утопающий в захлестнувшей его панике. Все определенно пошло не по плану Шакамару с самого начала. Эвакуированная деревня была обесточена и мощный луч света действительно создал тень, однако, страш не попался в ловушку, неистово разрывая границы пространственной дыры. Сакура мысленно пыталась проанализировать действия осьминога, когда Шакамару выдал новый план. Наруто Создая как можно больше теневых клонов, атакуй все щупальца, что видишь. В бой не вступай. Береги Иринина. Узумаки кивнул, создавая несколько десятков клонов, а сам загородил собой Сакуру. Едва клоны ринулись в бой, их начало рассеивать от удара втоком. Шакамару о чем-то усиленно думал, попросив Ино захватить сознание врага в ловушку. Однако, Ино с ужасом заявила, что у этого существа нет сознания, словно это машина, или взбесившаяся чакра. Подобраться к нему близко не получалось ни у кого, однако, Ямата смог прикрыть несколько кланов деревянным щитом. Есть идея. Прокричал Шакамару. Наруто, продолжай атаковать. Капитан Ямата, сможешь создать деревянную ловушку, которая раскроется прямо на этом монстре. Сай, будь готов запечатать его, как только ловушка сомкнется на нем. Мне нужно сначала хоть одной частичкой дерева попасть ему на голову. Оттуда я смогу раскрыть ловушку. Констатировал Ямато. Действуй, я отвлеку щупальца. Крикнул Наруто, создавая больше клонов. Капитан несколько раз пытался дотянуться деревянными отростками до монстра, однако все они были разрушены и электрическим стражем едва доходили до зоны поражения. Тогда Ямато создал маленькое зернышко и попросил Наруто подобраться как можно ближе и выдрузить зернышко на голову стражу. Эта миссия тоже не увенчалась успехом. Шикамару принял решение на передовую направить Ча-Джи. Сражение затягивалось и Шиноби отчетливо видели, как страж опирался своими щупальцами о крае портала, расширяя его. Наруто атаковал каждую часть, что препятствовало доступу к голове, но когда Ча-Джи, превратившись в гиганта, рванул в атаку, пробиваясь к голове с маленьким зернышком в руке, из головы монстра вырос еще один отросток и пронзил Акимича электрическим разрядом. Тот в мгновение рухнул на пол, возвращаясь к прежним размерам роняя на пол драгоценцу Нашу. И нарванул Акса команднику, чтобы оказать первую помощь, а Наруто направил клона, чтобы прикрыть медика. Сакура вдруг поняла, как преодолеть эту преграду из электрических отростков, чтобы пробраться к самой голове. Наруто, подстрахуй меня клонами. Рявкнула она. Сай, приготовь запечатывающий свиток. Крикнул Шикамару, поняв, что собралась делать Харуна. И отправь Сакурири в поддержку птицу. Капитан Какаши, будьте готовы закрыть портал. Харуна бросилась в сторону монстра, чувствуя, как по обе стороны от нее два клона Наруто прикрывают Кунаичи. Сверху над ее головой пролетела птица. Сакури чувствовала, что ее друзья вновь атаковали щупальца, потому, что атаки ослабли. Добежав до Чааджи, она подхватила зернышко, собрала как можно больше чакры в ногах и подпрыгнула вверх. В этот момент монстр снова выпустил щупальца из головы, но, один из клонов Наруто, тот, что был слева, атаковал его. Сакура перенаправила чакру, оказавшись прямо над головой монстра, теперь уже два отростка из головы ринулись навстречу Кунаичи, но были отбиты вторым клоном Нарисованной Птицы, и слившей через мгновение после атаки. Харуна предала ускорение своему падению и собрала как можно больше сил в руках, когда увидела еще три щупальца, устремившихся к ней. Она понимала, что сейчас столкнется с ними и этот процесс был необратим. Что ж, по крайней мере, она постарается не быть отброшенной и использовать свою регенерацию по максимуму, чтобы преодолеть щупальца и доставить зернышко на голову стражу. Она уже ощущала жар электрических разрядов на коже, падая с ускорением на этого монстра, когда вдруг в голове промелькнула мысль «Это конец! Прости меня, Саски Кун!» прошептала она и влетела в щупальца, прикрывавшая голову стража. Она использовала всю свою чакру, чтобы пробить преграду из электричества, чувствуя, как тело горит и содрогается от сильнейшего разряда. Максимально сконцентрировавшись, Сакура проломила щупальца и врезалась кулаком в голову стража. Время словно замедлилось для нее. Харуна чувствовала, как летит вниз куда-то бесконечно долго, тело все еще содрогалось от удара втоком, а дыхание невозможно было контролировать. Она хотела закричать, но не смогла. Уже проваливаясь в темноту она услышала протяжный крик «Сакура!» кричали не ее товарищи по команде. Это был голос Саски. «Приготовьте третью операционную!» «Срочно!» кричала пятая, врываясь в госпиталь и держа на руках Сакуру. «Хакаги самооперационная готова!» «Следуйте за мной!» догнула ее Иринин и проследовала вперед по коридору, переходя на бег. Они ворвались в кристально чистое помещение, укладывая Сакуру на высокий стол, освещенный лампами. Хакаги разорвала одежду Сакуры, обнажая внешние ранения и ожоги. На лбу пятой тут же залегла глубокая морщинка, она активировала мистическую ладонь, пропуская зеленоватую чакру сквозь тело Харуна, а потом громко выругалась. В этот момент к операционному столу подошло еще два Иринина и Шизони и ее главная помощница. «Где Иманука?» спросила Цунади. В четвертой операционной с командой Татакисон оперирует Чаджи. Как он? Ему не сильно досталось, по сравнению с Сакурой. Пятая кивнула, распределяя медиков по зонам лечения. Сама Цунади положила свои ладони на голову ученицы, вкладывая всевозможные силы на восстановление поврежденных током нейронных связей и сосудов. Харуна слабо дышала и пульс едва ощущался при медицинском сканировании, однако, она все еще была жива. «Держись, девочка, не уходи в чистый мир, тебе еще рано!» Рычала пятая, сжимая большие пальцы на висках Кунаичи. Спустя четверть часа усиленной борьбы, в помещение ворвалась Инна. «Хакагисома, я закончила оперировать Чаджи, готова заступить сердце». Отчеканила Цунади без лишних подробностей. Иные не нужны были подробности, она в мгновение ока оказалась перед подругой, в том месте, откуда только что отошла медик до этого занимавшаяся сердечной мышцей Сакуры. Активировав мистическую ладонь, Яманука чертыхнулась, поняв, что жизнь медленно покидала подруга, и усиленно принялась восстанавливать обожженное сердце. Время шло, ситуация потихоньку стабилизировалась и дыхание Сакуры, наконец-то выровнялось, а сердце забилось чуть более уверенно. Состояние. Цунади все еще работала над головой Сакуры. Хакаги-сама, мы восстановили нервные связи в руках и ногах, кровообращение в органах малого таза также восстановлено. Отчиталась медик из команды, которая первая проследовала в операционную, когда пятая влетела в госпиталь. Ина. Сердечная мышца все еще нестабильна. Мне нужно больше времени. На груди большой ожог, постараюсь его убрать последним. Что у вас, Хакаги-сама? Я восстановила поврежденные части мозга, снимая ожог с глаз. Пока не могу дать прогноз будет ли она видеть. Останутся шрамы на висках. Отчиталась пятая. Они молча продолжили восстановление спустя час, когда сердце наконец выдало нужный ритм. Ина наконец приступила к исцелению внешнего ожога. Останется небольшой шрам, но это все, что я могу сейчас сделать. Устала произнесла Яманука, отнимая руки от груди подруги. Взяв белоснежное одеяло Ина прикрыла тело подруги, наконец отступила от операционного стола. Цунади все еще окружала зеленым свечением голову Сакуры, не ответив медику ни слова. Ина знала, что в этот момент трогать ее нельзя, поэтому отпустила оперирующую команду и, облокотившись спиной о стену, стала дожидаться, когда же учитель закончит операцию. Все. Я сделала все, что могла. Устала отступила пятая, гася зеленое свечение в руках. Я пока не знаю, будет ли она видеть. Главное, что будет жить. Едва шевеля губами прошептала Ина. Да. Устала выдохнула Цунади. Как остальные? Шикамару и Сай не были ранены, Наруто получил незначительное повреждение руки, к моменту, как мы добрались до госпиталя, необходимости в лечении уже не было. На нем быстро заживают подобные ранения. Отчиталась Яманука. Они сейчас руководят возвращением из укрытия мирных жителей. Никто из мирного населения и других Шиноби не пострадал. Хорошо. Собери всех, кто участвовал сегодня в сражении у меня в кабинете через полчаса. И спасибо, Инна. Так точно. Кивнула Яманука, исчезая из виду. Шторм закончился и пришло странное затишье. Пустое и беззвучное. Саски бродил по уже ставшему высоким лесу, что окружал поляну и голову его посещали тревожные мысли. Почему слова Сакуры звучали словно прощание? Почему она больше не произнесла ни слова? Жива ли она? Или ее уже не стало? Он очень боялся, что пока отсиживается здесь в своем заточении, что-то случится с близкими ему людьми. Пока он не способен защитить или помочь. С одной стороны, Саски понимал, что они прекрасно справлялись без него то он странствовал Сарачимару и Тако. Однако, сейчас, с тех пор, как принял в себе мысли, что Наруто и Сакура ему не безразличны, а деревня это наследие, что оставил ему Итачи, чтобы защищать и оберегать в душе поселилась смутная тревога за жизни друзей и за безопасность деревни. Он бродил и пытался отвлечь себя от жужжащих голове неприятной мысли, плотно засевшей в его сердце и заставлявшей сбиваться дыхание. Но, именно сейчас в его голове стало очень пусто, будто отняли что-то теплое и доброе, родное и очень любимое. Опавшие после шторма веточки деревьев хрустели под ногами, а лес казался бесконечным, однако, Учиха знал, где находятся границы его тюрьмы и не натыкался на невидимые стены, ловко обходя их. Сколько он так проблуждал, а Учиха не знал. Здесь вообще очень сложно было ощутить течение времени, потому, как солнце за все время не прожило свои сутки ни разу, только-только зайдя за горизонт, алым заревом освещает то место, где еще недавно виднелись последние заходящие лучи. Однако, Саске казалось, что он здесь находится уже целую вечности и бесконечно бродит по лесу. Учиха вышел на поляну, моля небо подать ему хоть какой-то знак, что Сакура жива. Направляясь к излюбленному пруду с карпами и цветущими кувшинками, Саске вдруг опешил, замерев посреди небольшой поляны с цветами. Затем он сорвался с места и в одно мгновение оказался у того самого дерева, что проклюнулось первым в его некогда пустынной тюрьме. Дерево наконец-то расцвело, раскрывая нежнейшие розовые бутоны, источающий сладкий аромат. А его заточение вдруг зацвело вишни. Сакура выдохнул Саске, прикасаясь к веточке, усеянной нежными цветами. А вот и знак. Звенящая тишина и непроглядная темнота окружали Кунаичи, аккуратно переодетую в больничное одеяние, уложенную на удобную кровать, расположенную в одноместной палате на третьем этаже восточного коридора. Кунаичи не приходило в сознание уже несколько дней, хотя, многое, что происходило вокруг она слышала какими-то обрывками. Странные фразы, долетавшие до нее Раненые Мы справились Приходи в себя Хакаги Сума Эти слова с гулким эхом болезненно ударялись о черепную коробку и растворялись в пустоте. Хотелось поморщиться, но не получалось пошевелить ни одной мышцей. Голос был поразительно знакомым, но Сакура не могла понять, кому он принадлежал. Этот женский голос периодически все появлялся и появлялся, принадлежа одному и тому же человеку. Потом Харуна стала ощущать заботливые прикосновения Чугато влажного к лицу и телу. И снова голос, что-то успокоительно говорящий. Однако, она не могла разобрать что. Лишь обрывки фраз долетали до сознания, причине боли в невероятно пустой голове. Сакура Вдруг раздался очень четкий, без причиняющего боль эхо, мужской голос. Тоже до боли знакомый. От этого голоса вдруг в голове прояснилось, словно переключили тумблер, возвращая все внешние звуки и ощущения. Кунаичья вдруг поняла, что может пошевелиться и опрометчиво резко распахнула глаза. Ах! Простонала она, когда неяркий свет настольной лампы ослепил ее глаза, отвыкшие за долгое время от присутствия освещения. Сакура, ты пришла в себя. Послышался тот самый голос, что причинял столько боли в ее бессознательном состоянии. Этот голос обращался к ней. Инна сидела в кресле и читала книгу, когда Сакура, едва пошевелившись, распахнула глаза и застонала. Яманука тут же вскочила и начал осмотр ее глаз, облегченно выдохнув, когда зрачки отреагировали на свет, а подруга снова недовольно заворчала, пытаясь отвернуть голову. Все хорошо. Ты четко меня видишь? Встревожно произнесла Яманука, глядя в глаза подруги. Да. Да, наверное. Неуверенно прохрипела Сакура, отводя взгляд. В палате присутствовал только медик. Обладатель мужского голоса, что послышался перед тем, как она открыла глаза, Кунаичи не обнаружила. Ее голосовые связки отвыкли от нагрузки и говорить было немного сложно. Сакура набралась смелости и вопросительно взглянула на голубоглазую блондинку, что стояла возле кровати. Как же хорошо, что ты снова с нами, мне нужно задать тебе несколько вопросов, ну ты сама знаешь, так положено по протоколу, так что не ворчи и отвечай, хорошо. Ина ободряюще улыбнулась, потянувшись за медицинской картой подруги. Сакура прочистила горло, выдохнула, не дав блондинки закончить, вдруг спросила. Простите, а кто вы? И кто я? Она понимала язык, на котором говорят, помнила о личной гигиене, о том, но совершенно не помнила ничего о себе. В день, когда Сакура пришла в сознание, Инна расспросила ее о личных вопросах и на удивлении, даже тот факт, что у нее были родители Кунаичи совершенно не помнила, хотя отчетливо понимала смысл слова, родители, и даже понимала, что они у нее должны где-то быть. Много страданий принесла новость, что родители погибли во время Четвертой мировой войны, как жертвы мирного населения, выбив Кунаичи искали и вызвав в голове невыносимый взрыв боли. Такой, что пришлось дать ей успокоительного и заставить уснуть. День спустя Харуна заново познакомилась со своим учителем по совместительству главой деревни скрытого листа. Она не очень понимала, что это за деревня, но осознавала, что перед ней достаточно важная персона. Хакаги вела себя очень тепло, что натолкнула на мысль, что они либо родственники, либо же пятая по-матерински привязана к своей ученице. На удивление, Сакура тоже ощущала какую-то теплую привязанность к этому на вид очень строгому человеку. Каждый раз, как ей пытались рассказать что-то о ее жизни, в голове словно взрывалась бомба, заставляя Сакуру хвататься за голову. Пятая подтвердила опасения Яна, что пытаться насильно восстановить ее память рассказами равносильно поджариванию головы Сакура в печи. Цунади объяснила Яманака, что Сакура не первый пациент, потерявший память в сражении с монстром, и никакой личной информации ей рассказывать нельзя. Допустимо лишь знакомить ее с ее прошлым, чтобы она сама его исследовала, иначе можно глубоко травмировать мозг. После короткой беседы Сана, пятая еще немного посидела у Сакуры и поспешила покинуть госпиталь, сославшись на дела. Едва дверь за ней захлопнулась, Харуна откинулась на подушки и болезненно поморщилась. В голове, словно начиненной сотнями подвижных и острых осколков, от каждого движения возникала острая, резкая и довольно пронзительная боль. Инна, извинившись перед подругой, сказала, что ей нужно заняться делами госпиталя и что она постарается вернуться как можно скорее. Затем, она покинула палату, заверив Сакуру, что здесь она в абсолютной безопасности и может позвать медперсонал в любую минуту. Какое-то время спустя дверь осторожно открылась, впуская симпатичного голубоглазого блондина, улыбка которого была растянута до ушей, а глаза сияли радостью словно лампочки. Сакурачен. Привет. Я разыскал тебя. Меня не хотели пускать, но я нашел тебя по чакре и понял, что ты в сознании. Сакурачен. Ты молодчина. Мы победили благодаря тебе. План сработал, Ямато схватил стража с помощью деревянного капкана, а Сай запаковал его в бумажную печать, словно муми, и какаши сенсии закрыл проход навсегда. Блондин тараторил и тараторил, садясь на край кровати, а, казалось, не замечая, что Сакура морщится от каждого его слова. Тебя знатно так поджарило. Хорошо, что у тебя есть бьякова, никто другой от такой травмы не выжил бы. Блондин вдруг резко переменился в лице, становясь серьезным. Его глаза приобрели оттенок какой-то вселенской грусти. Я рад, что ты в порядке. Прости, что не смог прикрыть тебя лучше. Сакура ощущала внутри, сквозь боль в голове, что этого человека она очень любит. Возможно, он ее брат или кузин, потому, что ей хотелось обнять и утешить блондину, не хотелось пугать своим беспамятством и хотелось защитить ото всех. Прости, шепнула она с трудом. Меня хорошо так огрело по голове. Я не помню совсем ничего, словно оправдывая сначала Харуна. Совсем-совсем. Ну, я не помню тебя. Но, мне кажется, мы с тобой родственники. Это так. Сакура смущенно отвела взгляд. Ну, можно и так сказать. Разулыбался блондин. Я расскажу тебе все, что захочешь. А потом ты и сама вспомнишь со временем. Главное, что ты жива и восстанавливаешься. Его позитивный настрой вселил в Харуну надежду и успокоил. В компании этого чудаковатого родственника Сакура ощущала себя счастливой, отчего хотелось обнять его. Она осторожно спросила Наруто, можно ли это сделать, а потом удивленно обнаружила себя заключенной в жаркие объятия. Прости, я даже не помню твоего имени. Наруто Узумуки. Твой друг, сокомандник и будущий Хакаги. О, ты сын Сунадисама. Ее наследник? Удивленно вскинула брови Сакура. Нет, что ты. Титул не передается по наследству. Хотя, ее дед был первым Хакаги, основавшим деревню. А мой отец был четвертым. Он все еще обнимал ее крепко, но осторожно, поясняя эти интересные факты о жизни деревни. А где сейчас твой отец? После того, как покинул пост Хакаги, Сакура отстранилась. Он погиб в день, когда я родился. И прости. Сакура вдруг почувствовала себя очень неловко. Не извиняйся. Я смог это принять. Они разговаривали на отвлеченные темы, им было очень комфортно вместе, однако, едва Наруто начал раскатывать о прошлом Сакуры, ее голова снова начала разрываться от боли, отчего Харуна сделала вывод, что пока она сама не вспомнит, насильно знание о ее жизни в голову лучше не вливать. Кто-то идет. Воскликнул блондин и с громким хлопком превратился в облако белого пара, вызывая вскрик ужасу потерявший памятку Наичи. Она испугалась громкого хлопка и неожиданного исчезновения парня, однако, на задворках сознания что-то говорило ей, что это совершенно нормальное явление. Сакура. В палату влетела она. Что случилось? Э, я, амммм, промямлила Харуна, помня, что блондин пробрался сюда тайком и не желая выдавать его. Кажется, мне что-то приснилось, но, я не помню что. Ты кричала, наверное, это было что-то страшное, и накивнула, подходя к подруге и принимая диагностику. Она сообщила, что сегодня придет какой-то хидеки и посмотрит какие-то тенкицу, что, честно говоря, не говорила Сакуре ровным счетом ни о чем. Однако, Фида она не подала. Иные так знают о совершенно пустой голове. Ина-сан? Осторожно спросила Харуна. Как непривычно слышать от тебя такие формальные суффиксы по отношению ко мне? Хохотнула подруга, о дружбе с которой Харуна и не догадывалась. Почему? Мы близкие подруги и ты никогда не обращалась ко мне с применением суффиксов. Блондинка улыбнулась. Сакура едва не выпалила свою догадку, что блондинка с березово-голубыми глазами свинницей Наруто. Однако, вовремя сдержала себя, зная, что он пробрался к ней тайно. Кунаича вздохнула, зная, что сейчас от боли снова взорвется голова. Она осторожно пыталась проанализировать, какой вопрос задать, чтобы ответ не вызвал эту неистовую боль в голове. Как же я называла тебя? Ина. Ну, иногда еще и на свинина. Хохотнула медик, а Сакура поморщилась от грубого высказывания. У нас особенная дружба. Я, например, звала тебя лобастой в ответ. Сакура хмыкнула, понимая, что еще не видела себя в зеркало. Попросив разрешения подняться, она с помощью подруги медика привстала с кровати и направилась в уборную, что находилась в палате. Как здорово, что больше не нужно использовать больничные утки. Харуна взглянула на себя в зеркало и тут же узнала свое отражение. Узнала свои глаза, лоб с фиолетовым ромбиком, ничуть не смутившим ее аккуратно нос и тонкие губы. Она не вспомнила, но узнала. На висках красовались два красных шрама тоненькие молнии, расходящиеся от центра. Это причина моей потери памяти. Нервно закусив губу, прошептала она. Да. Саски сидел под цветущей сакурой, вдыхая аромат розовых раскрывшихся бутонов. На душе становилось не так тревожно от мысли, что это дерево знак для учихи, что Акунаичи жива. Почему же она извинялась, словно прощалась? Возможно, она нашла свою любовь и поэтому прошептала это. Или же она решила попрощаться со своими чувствами. Сейчас ему было на это все равно, главное, чтобы она жила. А он будет лелеять в себе эти прекрасные мысли и воспоминания Акунаичи с розовыми волосами, зелеными глазами и фиолетовой меткой бьякова во лбу. Учиха криво усмехнулся своим мыслям. Он все еще считал, что не заслуживал любить и быть любимым, поэтому мысли о том, что Сакура нашла счастье в объятиях кого-то больше не вызывали эгоистичного гнева. Лишь боль. Однако, он перестал запрещать себе мечтать. Что еще оставалось в этом мире один-один с собой, как не предаваться приятным мыслям? В этот раз он зашел в своих фантазиях дальше его губы коснулись ее губ, а язык скользнул в ее приоткрытый рот. У Саски не было опыта ни поцелуев ни занятий любовью, все его мысли в том мире занимал войной месть, поэтому он не представлял, каково это целовать девушку. Хоть, конечно, не один раз видел целующихся и даже однажды застал своего водяного товарища по команде, предающегося довольно откровенной страсти Саски вдруг подумал, каково это обладать девушкой? Даже не так, каково это заниматься любовью? С той розового волоса и кунаичи, что так плотно засела в его голове. Аромат цветущей вишни пьянил, возвращая к мыслям о хрупкой девушке, облаченной векоту. Саски вдруг представил, как ее руки обвивают его шею, как сам он развязывает тугой бант на спине девушки, сбрасывая одеяние на землю. Саски почувствовал, как не из живота заныл, а сидеть в медитативной позе стало до невозможного дискомфортно. Сакура. Я вхожу. Раздался из-за двери голоса к ней так никого и не пускали и Харуна очень радовалась этому факту, потому, что не хотела тревожить ни свою болезненную память ни людей вокруг. Ей достаточно было палаты в госпитале и на курирующую ее восстановление, заглядывающую к ней периодически Хакаги и украдкой блондинистого друга к невероятным исчезновениям которого она начала привыкать. Ведь, чувствовала, что это было нормой для нее в ее прошлом. Близилась ее выписка и сегодня ей снова придется встретиться с Хьюго Хидеки молодым медиком с необычными глазами. Когда он осматривался куру, вокруг глаз устрашающе надувались вены, вызывая холодок по спине. Глаза его казались очень знакомыми и какими-то особенными для Куна-Ичи, но пытаясь вспомнить хоть что-то, Сакура постоянно страдала от головных болей. Вот и сегодня Хидеки пришел к ней вместе с Энной и начал свою диагностику, пронизывая своими фиолковыми глазами насквозь. Все кроме одной тенкицы восстановлены, чакрой она сможет пользоваться, а вот память будет отсутствовать, пока не восстановится точка напряжения в голове. Разорванный канал и чакры мешает нейронным связям восстановиться. Сакура мало понимала о том, что говорит этот медик, но одной ей было предельно ясно память восстановить пока возможности нет. Тоскливо вздохнув, Куна-Ичи поклонилась Хидеки и поблагодарила его за осмотр. Инна закончила заполнение документов и, взяв под руку медика из клана Хьюга, попрощалась с Сакурой и покинула ее палату. После того, как Учиха зашел в своих мечтах о Сакуре слишком, старался выбросить из головы постоянно возникающий образ Куна-Ичи слетевший на пол одеждой, оставшийся в полупрозрачной белой нижней кате, практически не прикрывающей ее наготу, однако, Харуна каждый раз возникала перед мысленным взором Учихи и едва тот останавливался или присаживался. В паху тут же начинала ныть и Саски вскакивал на ноги, стряхивая с себя на вождение. Возле выступа на скале, на котором когда-то Саски впервые появился в этой тюрьме, окруженный небольшим лесом камнями, он внезапно обнаружил горячий источник. Очередное изменение в этом мире довольно значительное, на его взгляд, ведь, с тех пор, как успокоился его разум, этот мир стал приносить лишь приятные сюрпризы. Саски не задумываясь бросил в себя одежды, и бросился в горячую слегка мылкую от минеральных примесей воду. Восторженно выдохнув, он пытался вспомнить, когда же он в последний раз бывал в горячем источнике и не смог. Погрузившись с головой под воду, Учхо как можно дольше старался оставаться без дыхания, наслаждаясь чувством от прикосновения горячей и такой приятной воды. Выныривая на поверхность, он не мог сдержать радостную улыбку. Это заточение постепенно возвращает те радости жизни, от которых раньше Учхо не получал удовольствий, а сейчас же каждой клеточкой тела он ощущал самую искреннюю радость от простого купания. Вода была мылкой, но не пенилась, однако, Саске очень хотелось смыть с себя, казалось, вековую грязь. В этом мире у него не было физиологических потребностей, он даже не потел, однако, Учхе жизненно необходимо было просто окунуться в воду и смыть с себя весь накопившийся стресс. И вот, расслабленный лежа на плоском камне, утопая по грудь воде, он снова поймал образ Сакуры в своих фантазиях, только на этот раз она была тут, в этом горячем источнике, Нагая и смущенная. Шумно выдохнув, Саске потряс головой, скидывая на вождение, однако, мысли никуда не ушли, и он позволил себе фантазировать дальше, Нагая такой беспомощный, перед своими собственными мыслями, он закрыл глаза и обхватил рукой возбужденную плоть. Харуна Сакура стояла у стойки регистратуры, получая выписные и больничные документы, с рощерком пятой Хакаги. Пришла пора возвращаться домой и она обещала проводить Кунаичи и рассказать ей обо всем, что и где лежит в ее доме. Надо же, у нее есть дом, точнее, как обмолвилась Яманука, малюсенькая квартирка, но для нее это было счастьем. Две недели заточения в больнице показались для Харуна мучением и наприменял различные техники для восстановления памяти, но все это лишь причиняло неистовую боль. Лишь тайные визиты народа доставляли удовольствие и вызывали счастливую улыбку Кунаичи. Вот и сегодня она втайне надеялась, что не застав ее в больничной палате, блондин придет к ней в квартирку. Идем, это недалеко от больницы, ты купила эту квартиру специально, чтобы удобнее было ходить на работу. Констатировала Инна, ведя подругу домой. Я работала рядом с госпиталем. Скажем так, в непосредственной близости. Уклончиво ответила Инна, поворачиваясь к ней. Харуна не нашлась, что сказать на это, и лишь кивнула. Этой информацией не причинила боли. Может, уже можно начинать потихоньку спрашивать. Они вошли в квартиру, маленькую и очень уютную, с изумрудным диваном напротив большого окна с невысоким подоконником. Коричневый деревянный пол, укрытый лишь возле дивана небольшим тонким ковриком, блестел, словно только что отполированный. В углу стоял кабинетный столик, небольшой, а справа от него возвышались полки с книгами. Дверь в спальню была приоткрыта и показывала малюсенькую комнатку с кроватью, шкафом и небольшим пространством перед еще одним окном. Сакура восхищенно озиралась по сторонам, на кровати аккуратно сложенные в стопочку лежали белые полотенца с розовыми сердечками и розовый халат с белыми. Харуна неодобрительно хмыкнула при виде этой стопочки, но продолжила оглядываться по сторонам. Все было диковинновое для нее и одновременно такое родное. Этот халат тебе подарила я. И полотенце. Мне приятно, что ты ими пользуешься. Хохотнула Инна, глядя на реакцию Сакуры. Спасибо. Кунаичи улыбнулась. Я прикупила продуктов на первое время, а то за две недели, что ты лежала в больнице, все овощи в твоем холодильнике стали очень печально выглядеть. Инна бодро прошагала на маленькую кухоньку, где на плите сиротливо стояла сковорода, прикрытая крышкой. Я приготовила тебе обед. Покушаешь, как проголодаешься. Если что-то беспокоить будет, дай мне знать. Если я не в госпитале, то мне сообщат мгновенно. Ну, мне пора, меня ждет еще одна операция сегодня и обход. Отдыхай, осматривайся. Адрес твоего дома я написала на листочке, если будет необходимо, сбери его с собой, когда идешь куда-то, на случай, если заблудишься. Как будешь готова знакомиться со своими друзьями, тоже дай мне знать. Спасибо, Инна. Не за что, лобастые. Она весело подмигнула и взъерошила розовые волосы подруги. Ну, пока. Я ушла. До встречи. Инна исчезла, бесшумно прикрыв за собой входную дверь, а Сакура стала рассматривать свои вещи. Она нашла множество книг по медицине с интересными названиями, во всех книгах почти на каждой странице были пометки карандашом. Харуна узнала свой почерк. На столе лежал блокнот и в нем было тем же почерком вписано имя Хьюго Ноджи. Хьюго прошептала Кунаичи сама себе. У этого человека такая же фамилия, как у Хидеки. В дверь постучали Сакура, спрятала блокнот под книжку, решила открыть дверь не спрашивая, кто стучит. В конце концов, даже если гость назовет свое имя, это ей все равно ничего не скажет. Но едва дверь открылась, в квартиру ворвался все тот же знакомый голубоглазый блондин. На сердце вдруг потеплело Кунаичи и кинулось его обнимать. Наруто Привет! Я так рада тебя видеть! Воскликнула Харуна, высвобождая его от объятий. Привет, Сакурачин! Инна сказала мне, что тебя выписали, мне дали кучу инструкций, что тебе можно рассказывать, а что нельзя. Так что, сегодня я буду осторожен в общении, чтобы не сделать тебе больно. Его добрая улыбка согревала. Ты голоден? Инна приготовила обед. Поешь со мной? С удовольствием. За две недели, что Сакура провела в госпитале, Наруто посещал ее каждый день с тех пор, как она очнулась, видя, как морщится от боли Кунаичи при упоминании ее личного прошлого, он и так старался не затрагивать этих тем. Лишь отвечал на вопросы, которые задает она сама, но тут же замолкал, видя, что ответ причиняет ей дискомфорт. С ним ей было хорошо и легко, и ей очень хотелось понять, кто же они друг для друга. «Наруто, можно тебя спросить?» «Все, что угодно». Улыбнулся друг, беря палочки и приступая к еде. «Приятного аппетита!» «Приятного!» Сакура ответила на улыбку и смущенно опустила глаза. «Ты сказал, что можно сказать, что мы родственники в тот первый день, когда пришел навестить меня?» Чеки налились румянцем. «Мы?» «Ну, насколько мы действительно родственники?» «О, ты член команды номер семь, я член этой команды, мы почти что семья». Он расплылся в улыбке еще шире. «М-м-м, аппот, почти что семья, что конкретно и подразумеваешь?» Сакура. Его лицо снова стало серьезным, как же быстро он менял настроение. «Я был влюблен в тебя когда-то. Ты в меня нет. Но мы всегда были рядом друг у друга с самого появления нашей команды и всегда поддерживали. Ты для меня член семьи, которой у меня никогда не было. Прости». Сакура поняла, что эти слова ранят ее, но не голову, от них болит сердце. Ей было больно от того, с какой горечи он говорит про то, что у него не было семьи. «Наруто, пусть я не помню ничего, но я знаю, что ты мне очень дорог. Наверное, я тоже считала тебя своей семьей, потому, что с первой минуты, как увидела тебя, подумала, что мы родственники». Наруто снова повеселел, и они продолжили беседу, непринужденно болтая. Узумаки рассказывал, как здорово в деревне и нахваливал ременную, в которую, по его словам, они частенько ходили, про поляну недалеко от деревни, где Сакура собирала травы, про озеро с водопадом. «Нам обязательно с тобой нужно сходить во все эти места. Ты там можешь что-нибудь вспомнить?» «С удовольствием прогуляюсь». Улыбнулась Сакура. «Тогда нам надо идти». Они быстро собрались и вышли из квартиры, направляясь к поляне, где в день рождения Саски Харуна плакала в обнимку с Наруто. Однако, кроме приятного ощущения, что это место ей знакомо, она не смогла почувствовать ничего. «Наруто, а можно снова тебя спросить?» «Ты можешь не спрашивать разрешение?» «Я всегда готов ответить на любой твой вопрос». Друг закинул руки за голову, непринужденно вышагивая рядом с ней. «Я бы лавка готовлю Блина?» «Да, Сакура. Всегда только в одного человека. Но, я не могу пока назвать тебе имя. Ину сказала, что это причинит тебе много боли». «Хорошо». Сакура расслабленно присела на камень посреди поляны возле огромного луна. «Наруто, познакомишь меня с Мэджи Хьюго?» «Ты с ним, конечно же, знакома, но идем прямо сейчас. Он будет рад тебя видеть». Наруто вскочил, полный энтузиазма и потянул Сакура за собой. «Так значит Мэджи поведет тебя сегодня смотреть салюты». Хината милая улыбнулась. «Да. А ты тоже идешь с нами?» «Нет, меня пригласил Наруто». Хьюго смущенно улыбнулась. «Он нравится тебе». Сакура давно это заметила и по ощущениям гораздо раньше, чем потеряла память. Очень. Щеки хинуты мгновенно вспыхнули. Сакура не помнила, влюблена ли она сама, но чувствовала, что ее сердце принадлежит кому-то. Из-за того, как за ней старательно присматривал Мэджи и из-за того, как ей хотелось о нем позаботиться, Харуна подозревала, что все-таки это он. И его слова. «Без тебя я не был бы жив». Что же это значило? Сакура пыталась расспросить Инна, но каждый раз, когда она подходила к этому вопросу, голова разрывалась от боли. Повторное знакомство с Мэджи для нее было удивительным. Этот странный молодой человек с очень длинными волосами и невероятно прозрачными глазами вызвал какое-то странное ощущение внутри. Сакура словно что-то должна была сделать и не могла вспомнить. Словно в отвод что-то вспомнит очень важное про него. Сакура чувствовала сильную радость от встречи. Возможно, именно он был ее возлюбленным. Однако, Ниндзя вел себя довольно отстраненно и приветливо. Он уже был в курсе ситуации и старался избегать темы ее личных воспоминаний, хотя, она очень хотела бы, чтобы он хотя бы дал хоть какой-то намек, но его лицо было совершенно нечитаемое. Харуна пробыла в гостях у клана Хьюга довольно продолжительное время, и когда начало темнеть, она засобиралась домой. Останьтесь на ужин, мы будем рады поужинать с вами, Сакура, Наруто. В гостиную вошла Хинута, приглашая всех к столу. И они остались. Харуна было приятно, что несмотря на ее трудности, друзья вели себя так, чтобы не причинять дискомфорта. Поэтому, находиться в компании Шиноби из клана Хьюга ей тоже понравилось. Украдкой она заметила, как Хинута посматривает на беспечно улыбающегося блондина и поняла, что эта девушка питает к нему какие-то чувства. На мгновение Сакура почувствовала, что очень устала и ей захотелось оказаться в своей кровати и лечь спать после такого перенасыщенного дня. Наруто еще не закончил свой ужин, но Ниджи, казалось, уже был сыт, так как он отклонился от стола и сложил руки на колени, поддерживая легкую беседу. Сакура подумала, что можно было бы попытаться оставить Наруто с Хинутой и попросить светлоглазого Шиноби проводить ее до дома, конечно, если он знал, где она живет. Потому, что сама она не нашла бы дорогу назад, слишком много места не посетили за сегодня. А еще, для Сакуры это был прекрасный шанс попробовать поговорить с ним. Ниджи, ты не мог бы меня проводить до дома? Я вижу, что ты уже поел и, честно говоря, боюсь заблудиться по дороге. Да, конечно. Он поднялся из-за стола, а потом обернулся к сестре. Хинута сама, я отведу Сакуру домой. Не теряйте меня. Наруто, Хинута, простите, что так внезапно, но я очень устала. Сакура поклонилась ребятам, поднялась из-за стола. Сакурачен, я мог бы и сам тебя проводить. Улыбнулся блондин. Ничего. Я же вижу, что ты еще не закончил ужин. Еще раз простите. Мне действительно немного нехорошо. Она чувствовала непривычную усталость, да и очень хотелось оказаться один на один с Нэджи, чтобы задать ему некоторые вопросы. Они молча шли к дому, и она ощущала, что ей очень-очень нужно положить руку ему на спину. Для чего? На это ответов у нее не было. Нэджи, прости меня, пожалуйста, что я заставила тебя меня провожать. Что ты? Мне всегда приятно помочь тебе. Он тепло улыбнулся, слегка прищуривая свои фиалковые глаза. В госпитале работает медик с такими же глазами, как у тебя. Ты тоже умеешь видеть больше, чем видят другие. Нэджи тепло ухмыльнулся и кивнул. Однако, он упомянул, что сейчас ему недоступен Бьякуган. Он шел рядом и тихонечко рассказывал ей про великое дадюцу их клана, а Харуна с удивлением отметила, что эта информация тоже не причиняет ей боли. Отлично. Можно я спрошу тебя еще качем? Робко спросила Сакура, не отводя глаз от его красивого аристократичного лица. Конечно. Они уже дошли до здания, где находилась ее квартира и Харуна была готова как можно скорее покинуть Хьюго, если разговор зайдет в слишком личное и причинит боль. Сегодня я увидела тебя и почувствовала, что мне нужно положить руку тебе на спину. И что мне нужно о тебе позаботиться. И что нас что-то связывает. Что это за чувства? Ты можешь мне об этом хоть что-то сказать? Ниджи помнил о том, что от рассказов о ее жизни Сакурта испытывала сильную боль и постарался начать очень издалека, чтобы не ранить ее слишком сильно. Сакура, без тебя я не был бы жив. Но едва он начал рассказывать, как Харуна схватилась за голову. Все-таки, даже эти слова были слишком личными. Прости. Это пока все. Что я тебе расскажу? Спасибо. Наверное, я пойду. Кунаичи отняла ладони от головы и снова посмотрела на Хьюго. Заглядывай ко мне хоть иногда, ладно? Если ты захочешь, я буду приходить хоть каждый день. Я хочу. Она улыбнулась и Ниджи кивнул в ответ. Тогда, до завтра, Сакура. До завтра, Хьюго Ниджи. В его мире появились первые ягоды, которые совсем недавно поспели. И теперь Саски мог притупить этот неистовый голод, что мучил его все это время. Затем Учиха подметил, что рыбы в пруде стало очень многое, набрав сухого хвороста, который, наконец, появился в его мире, развел костер у берега пруда и сделал из длинной ветки гарпун. Поймав рыбешку, он с предвкушением поджарил ту на костре и приступил к еде. Вкус был невероятным. За столько времени своего заточения не имея во рту ничего, кроме воды и горсти ягод, первый кусок жареной рыбы показался самым вкусным на свете. Саски жадно кусал белую мякоть рыбы и смаковал каждый кусочек, прикрыв от удовольствия глаза. Невероятное чувство есть впервые за, казалось бы, вечность. После практически полноценной трапезы Учхо откинулся на спину, облокотившийся ствол цветущей Сакуры и впервые за все время заточения не провалился в беспамятство, не ушел в медитацию, не потерял сознание, а, наконец, уснул. Вот уже четвертый день подряд каждое утро Ниджи приходил к Сакуре домой, первые два дня он сам готовил завтрак, но Сакуре было неловко и на третий день она сама принялась за готовку. Хьюго похвалил ее, отметив, что все было очень вкусно, и на следующее утро Сакура проснулась пораньше, чтобы вновь приготовить завтрак к его приходу. В дверь постучали Сакура, пригласила гостей в дом. Доброе утро! Ниджи пришел с пакетом сладкопахнущих булочек. Доброе! Сакура чувствовала, как каждый приход друга приносил к ней радость и облегчение от пребывания в одиночестве. Как вкусно пахнет! Хинута Саманы пекла с утра. Они уселись за стол и приступили к завтраку, разговаривая о разных мелочах. Сакура заметила, что Ниджи иногда морщится во время смеха и сегодня он более осторожен, чем обычно. Она спросила его все ли в порядке, но он заверил, что все хорошо. Куда сегодня идем? Водушевленно спросила Кунаичи. Хьюго каждый свой приход после завтрака водил ее к разным друзьям. Она уже познакомилась с Саем, третьим членом команды Семи по совместительству парнем. Она познакомилась с Кибо и его милейшим псом, посидела временно с Нарутой и двумя капитанами их команды, а еще с Рукой Сэнсием, и долго пряталась за спиной Ниджи при виде жуковшина. Сегодня днем мы не пойдем по гостям. Вечером будет фестиваль фейерверков и я отведу тебя их смотреть. А днем ты, наверное, захочешь приготовиться и немного пройтись по улочкам деревни и подготовиться к торжеству. Хмыкнул Ниджи и снова поморщился. О, а как к нему готовиться? Девушки надевают весенние юкаты, делают прически, ходят в магазины. Думаю, Хинутасума составит тебе в этом компанию и подскажет лучше меня. Он улыбнулся. А она не против. Она приглашала. Но, Хинутасума не простит меня, если ты не попробуешь ее выпечку. Он усмехнулся, пододвигая ближе тарелку со сладко пахнущими булочками. Закончив завтрак, Сакура вымыла посуду и была готова идти в квартал Хьюго для встречи с Хинутой, когда снова заметила, что Ниджи отвернулся спиной и положил руку себе на грудь немного прерывисто задышав. Кунаичи сама не понимала, что она делает. Сложив какие-то знаки руками, она вызвала зеленое свечение в ладонях и положила руку ему на спину. Как давно уже хотела сделать. Почувствовав прикосновение, Хьюго обернулся и увидел сосредоточенное лицо Сакуры, закрывшее глаза. Ниджи, твое сердце. Оно изранено. Ахнула Сакура. Ты помнишь, как использовать Ирье ниндзицу? Удивленно вскинул брови Хьюго. Использовать что? Она непонимающе моргнула. Что ты толка что сделала, Сакура? Как выяснила, что сердце изранено? Я... М-м-м... Сакура усиленно пыталась вспомнить, но не могла. Не знаю. Это вышло случайно. Она отвела взгляд, сились вспомнить, но не смогла. Ниджи, что с твоим сердцем? Все в порядке? Это уже давно так. Сегодня я так торопился к тебе, что забыл принять лекарство. Но, сейчас мы пойдем обратно в квартал Хьюго и я это исправлю. Он ободряюще улыбнулся. Смотри-ка, ты смогла провести диагностику. Может, так постепенная память вернется. Сакура вдруг поняла, что все еще держит ладонь на его спине, хотя та уже не светится зеленым. Она погладила Ниджи по плечу и убрала руку, немного смущаясь. В квартале было непривычно шумно в этот день, жители украшали дом красивыми бумажными фонариками, дети бегали по улице уже наряженные в красивые одежды. Это и есть Юката. Удивленно спросила Сакура, когда мимо них пробежала малышка в каком-то милом халате с бантом на спине. Верно подмечено. Хината уже ждала их, сидя на крыльце своего дома. Сакура поприветствовала подругу и поблагодарила за вкусную выпечку. Ниджи попрощался с девушками и удалился, пообещав зайти к Сакуре на закате. Ну что, идем? Хината улыбнулась и потянула Сакуру к выходу из квартала. Идем. Шепнула Харуна даже не зная, что предвкушать. Сакура все еще быстро уставала, конечно, после ранения прошло всего 18 дней, из которых две недели она почти все время пролежала, сегодняшний поход по магазинам утнил все силы. Хината заметила, что ближе к обеду подруга стала постоянно искать местечко, чтобы присесть, отчего решила прервать шопинг пригласить Харуна на чашечку чая. Они вошли в приятную чайную с огромным множеством выпечки и пирожных, лежащих на прозрачной витрине. Хината сама выбрала, что они будут есть и предложила Сакуре выбрать место, куда они присядут и Харуна выбрала самый дальний столик у окна. Хьюга подошла чуть позже, после того, как сделала заказ. В кофейне было не очень людно, играла приятная музыка и можно было отдохнуть. Сакура раскрыла свой розовый кошелечек, доставая оттуда несколько рио, чтобы отдать Хинате за чай, но Тоделана недовольно скривилась и отказалась принимать. «Сегодня я угощаю свою подругу, ладно?» «Спасибо, Хината!» смущенно пролепетала Харуна. Они сначала сидели молча, глядя в окно, дожидаясь, когда хозяйка принесет заказ, а затем, получив по чашечке чая и пари вкусных несладких булочек с овощным салатом внутри, они наконец отвлеклись от окна. «Так значит, Маджи поведет тебя сегодня смотреть салюты!» Хината мило улыбнулась. «Да!» «А ты тоже идешь с нами?» «Нет, меня пригласил Наруто!» Хьюба смущенно улыбнулась. «Он нравится тебе!» Сакура давно это заметила и по ощущениям гораздо раньше, чем потеряла память. «Очень!» Щеки Хинаты мгновенно вспыхнули. Сакура не помнила, влюблена ли она сама, но чувствовала, что ее сердце принадлежит кому-то. Из-за того, как за ней старательно присматривал Маджи, из-за того, как ей хотелось о нем позаботиться, Харуна подозревала, что все-таки это он. И его слова. «Без тебя я не был бы жив!» «Что же это значило?» Сакура пыталась расспросить Инна, но каждый раз, когда она подходила к этому вопросу, голова разрывалась от боли. Хината, а что это за фестиваль такой? Расскажи мне подробнее, пожалуйста. Начало цветения ранней вишни. Во всей деревне наконец распустилась Сакура и с заходом солнца в свете полной луны мы любуемся красивыми цветами, а вечером запускаются салюты из обзорных площадок мы смотрим на них. До начала салютов мы обычно встречаемся с друзьями, едим угощения, которые можно купить в уличных ларьках. В разных частях деревни показывают театр и теней, или танцы, или же кто-то упоет. Можно купить сувениры и поиграть в различные игры. Звучит очень интересно. Восхищенно воскликнула Сакура. Да, это действительно один из самых красивых фестивалей. Ты не помнишь, но ты очень любила его. Однажды в уснару Тесса. Она оборвалась резко, закашлившись. Прости, это я пока рассказать тебе не могу. Спасибо. Я так хочу посмотреть на ночную Сакуру при полной луне. Она видела распустившиеся цветы на деревьях и в первый момент Харуна показалась это чем-то волшебным. Более всего Кунаичи удивилась из-за своего имени, что было созвучно этим прекрасным цветом на деревьях. Наверное, это должно было быть что-то особенное для нее, ведь она же Сакура. Тебе очень понравится. Не сомневаюсь. Кунаичи улыбнулась и откинулась на спинку стула. Они просидели еще недолго в кафе, а потом входная дверь открылась, звякнул колокольчик и в кафе вошли и на Исай. «Сакура, Хината. Привет, что вы тут делаете?» Удивленно вскинула брови Инна. «Я заходила к тебе, но не нашла дома». Она обратилась уже к Харуну. «Прости, утром Хината позвала меня по магазинам». Сакура улыбнулась и похлопала по пустому столу с мягкой отбивкой и подруга присела рядом. «Я сделаю заказ». Сай кивнул девушкам и уладился. «Так, вы ходили на шопинг без меня?» Нарочито обиженно спросила Яманука. «Прости, я спонтранно решила пойти сегодня по магазинам», позвала Сакуру, так как Нэджи как раз утром пошел к ней. Хината смутилась. «Эм. Нэджи». Инна хитро улыбнулась. «Он зачистил к тебе». Сакура покачала головой, заливаясь краской. Она сама не знала, как к этому относиться. «Так что вы купили». Яманука не унималась, исходя от любопытства. «Новый Йокаты». «Увидишь вечером». Сакура подмигнула подруге. «Я увижу определенно раньше, кто ж тебя отдавать-то будет». Инна хитро улыбнулась, а Сакура смутилась. Об этом она как-то не подумала. Саски проснулся от странного звука, словно идет сильный ливень. Он еще не разлепил глаза, лишь поворочился, чувствуя, как по затекшим мышцам побежала кровь. Прислушиваясь к себе, он понял, что не мокрый от дождя, а значит этот шум вовсе не ливень. Учхо удивленно распахнул глаза и обнаружил, что из того выступа, на котором когда-то он впервые появился в этом мире, мощным потоком стекает вода, образуя небольшой водопад. Саски вскочил, пугаясь, что сейчас вода затопит его довольно ограниченный мир. Однако, обнаружил, что озеро, образовавшееся от водопада, изливается в небольшую реку, которая благополучно утекает сквозь его невидимые стены. Наверное, это был шанс попытаться сбежать из заточения. Возможно, именно там, где утекает вода, есть выход. Учхо, не задумываясь, скинул с себя одежду и, задержав дыхание, нырнул в прохладную воду. Он чувствовал течение реки, как поток беспрепятственно проходит через незримый барьер, однако, самого ноги не напряжалась силой воды к стене и он, отчаянно барахтаясь, пытался высвободиться от потока. Когда воздух в легких почти закончился, в голове промелькнула мысль, что ему не умереть в этом мире ни от голода, ни от огня, ни от холода, а значит, не умрет и без воздуха. Медленно борясь с течением, Саски начал чувствовать под ногами дно. Он резко оттолкнулся и вынырнул с подводы, жадно глотая воздух. Все еще прижатый течением к невидимой стене, Саски медленно продвигался к берегу и, наконец, выбравшись из водяного плена, обессиленно упал на траву, кашляя и часто дыша. Осталось еще проверить другой вариант места, где он когда-то появился здесь. Может быть оно и окажется выходом из этой тюрьмы. Отдышавшись, он поднялся на ноги и побрел к выступу в скале. Поток воды был настолько сильным, что постоянно сносил, не позволяя прощупать стену. Учиха в очередной раз пожалел, что чайкрой здесь он пользоваться совершенно не может. Все-таки, переселив течение, он прощупал каждый миллиметр стены, но как и с утекающей рекой, вода просто лилась сквозь стену, которая не пропускала Учиху. Он злобно прорычал, расслабляясь и давая потоку унести себя вниз. Падая, он пожалел, что не может здесь погибнуть. «Какая же ты красавица!» восхищенно шептала Инна, затягивая замысловатый узел на юкате Сакуры. Кунаича подумала, что раз ее имя такое цветочное, то идеальнее всего будет купить белую юкату, усыпанную веточками цветущей вишни. Широкий пояс был точь-в-точь под цвет ее волос. «Спасибо, Инна!» Сакура была явно смущена таким восхищением. «Скажи, я когда-то раньше носила такое!» «Конечно!» «Все кунаичи деревни и листа умеют носить юкаты!» фыркнула иманука. «Харуна спросила, почему же у нее нет своей юкаты, но Инна отказалась отвечать на этот вопрос. Яманука не знала, как отреагирует память девушки на тот факт, что все ее вещи были когда-то уничтожены взрывом, и уж точно не хотела, чтобы ее подруга страдала от головной боли в самый разгар праздника. Когда-нибудь Инна расскажет ей. Но, не сейчас». Сакура улыбнулась и немного покрутилась перед зеркалом. Ей нравилось ее отражение сегодня. Неприятные шрамы, что украшали ее виски, она скрыла передними прядями волос, а распущенные длинные волосы водопадом не спадали по спине. Эта прическа определенно шла ее красивому женственному образу. Инна еще не переоделась в свой наряд, но принесла его с собой и Сакура уже предвкушала рассмотреть эту женственную особу в таком чудесном наряде бирюзового цвета с белыми крупными облаками, расположенными по подолу. Покончив со сборами они дождались Саймаджи, которые пришли практически одновременно и выдвинулись в центр деревни, где все светилось и сверкало от красивых фонариков и украшений. Отовсюду доносилась музыка каких-то духовых инструментов, смешанных с мелодией и струнных. Сакура прикрыла глаза, принюхиваясь и улавливая множество вкусных ароматов, что источали сладкие угощения, продаваемые на каждом углу. Харуна подсмотрела, что Инна взяла своего спутника под локоть и поспешила сделать точно так же снаджиотчего. Тот немного удивлён и вскинул брови, но ничего не сказал. «Как ты себя чувствуешь?» шепнула Харуна. «Спасибо, я в порядке. Это хорошо, я очень рада. Я волновалась за тебя. Расскажешь, что это за ранение такое?» Она говорила достаточно тихо, чтобы слышно было лишь ему, но достаточно громко, чтобы перевели звуки громкой музыки, разносившейся по улице. Всё это было для Харуна в новинку, однако, она чувствовала, что действительно уже не раз бывала на таком празднике. Отчего тот театр тени показался знакомым, и она откуда-то знала, что ей понравится это выступление. А когда она увидела лавочку с Данва, то радостно потянула Неджа туда, зная, что это её любимое угощение. Её гэта быстро цокали по каменному покрытию дороги, а она взбудораженно подходила к каждой торговой лавочке и восторженно покупала на пробу вкусности. Хьюга лишь снисходительно улыбался на это. Смотри, метание ножиков. Я хочу попробовать. Взвизгнула Сакура при виде лавочки с надутыми шариками и лежащими на столе кунаями. Это кунае оружие Неджа. Ты прекрасно ими владела. Пояснил Хьюга. Тогда, просто обязана попробовать. Она подбежала, кладя на прилавок Один Рио, и хватая куны. На мгновение ей показалось знакомым чувство балансирования этого оружия в руке. Такое приятное и тяжелое. Она сжала рукоять, просунула указательный палец в кольцо, крутанула оружие и метко бросила в шарик. Ух! Радостно выдала Сакура, хватая следующей куны. Она выиграла красивую маску белой кошки, раскрашенную красными узорами, ей очень понравился этот предмет и весь оставшийся вечер Сакура провертела его в руках. «Идем, скоро будут фейерверки!» Шепнул Мэджи, утягивая Кунаичи в сторону. «Нам нужно занять лучшее место!» Хару накивнула в ответ. Хьюго отвел ее на обзорную площадку, где прямо посередине росло прекрасное вишневое дерево, раскинувшее цветущие ветви на десяток метров вокруг себя. Полная луна уже поднялась в зенит и освещала бледно-розовые цветы на дереве, словно окутанный чайкрой. «Ах, как красиво!» выдохнула Сакура, хватаясь за руку спутника двумя руками и сжимая свои ладони. Мэджи ничего не ответил, лишь зачарованно смотрел на раскинувшемся ветви. «Сакура, чем Мэджи?» радостно прокричал Наруто, завидев друзей издалека. Он сопровождал Хинуту, смущенно опустившую свои фиалковые глаза. «Идите сюда, здесь самый лучший вид!» Они пристроились на выступ скалы в ожидании красивого шоу. Чуть позже к компании присоединились остальные Шиноби, среди которых Харуна заметила Нэссая, которые сели поближе к друзьям. Когда первый залп взмыл в небо, сердце Сакуры вдруг сжалось от тоски. Казалось, она видела это в прошлый раз, но это зрелище по какой-то причине причинило ей боль. Слезы навернулись на глаза и она расплакалась. Нэджи увидел ее слезы и притянул к себе, позволяя ей дать воле чувствам и укрывать посторонних глаз. Когда фейерверки угасли, жители деревни начали расходиться, чтобы вернуться на шумную улочку, где продолжали празднование и только несколько Шиноби все сидели глядя в небо. Сакура зачарованно смотрела на огромную луну, глядящую на них своим бледным глазом. «Цвет твоих глаз похож на лунный свет», выдохнула Хару на свою догадку, обращаясь к Нэджи. Он удивленно посмотрел на нее и не нашелся, что сказать. «Лунного света было недостаточно, чтобы Кунаичи разглядела румянец, продернувший его щеки. А Хару на все смотрела в небо зачарованно и оцепенела. Мне кажется, с полной луной в моей жизни связано нечто большее. Но не могу вспомнить, что...» продолжила Сакура свой монолог. Она не заметила, как с ними попрощались Ина, Сай, Наруто и Хинута последними, кто остался после фейерверков на обзорной площадке были они с Нэджи. С ней действительно связано кое-что. «Может, когда-то тебе не будет больно слушать воспоминания и я расскажу тебе. Но, не сейчас. Нэджи...» «Да». Она силилась вспомнить, почему он был так важен для нее, почему именно сегодня при виде фейерверков что-то так разбередило ее чувства. Она подумала, что между ней и Нэджи определенно что-то есть. И силилась спросить об этом, но очень боялась боли, причиняемой словами. «И что правда будет куда страшнее, скажи мне, пожалуйста. Только пообещай, что скажешь. Даже если мне будет больно. Я постараюсь». Он вдруг почувствовал неловкость. Все это время, что я пребываю без памяти, я ощущаю, что мое сердце неспокойно. Что я влюблена, но не помню кого. Я очень стараюсь вспомнить, но мысли ускользают от меня. Словно вот-вот я поймаю образ этого человека, но все не могу коснуться. Нэджи слушал. Понимая, что сейчас ему придется ей рассказать, чтобы Сакура не создала новый образ в своей голове. Скажи мне, только честно. Это ты? Она нервно сглотнула. Ты тот человек? Она почувствовала, как в уголках глаз снова защипали непрошенные слезы. Подул сильный ветер, срывая с вишней нежно-розовые лепестки и укрывая ими спины двух оставшихся на площадке Шиноби. Хару напоежилась то ли от ветра, то ли от того, что очень нервничала. Сакура. Нэджи было не просто говорить это, но он понимал, что это нужно сделать. Я давно влюблен в одну прекрасную девушку, но это не ты, прости. Но я могу тебе сказать, что твое сердце всегда принадлежало другому человеку. Кунаичи всхлипнула, резко втянув носом воздух и пытаясь унять боль, пронзившую голову. «Тогда почему ты так заботишься обо мне?» недоумевала она. «Ты дорога мне, потому что мы друзья, потому что ты сама всегда заботилась обо мне, ведь это и есть настоящая дружба проявления и заботы. Если ты хочешь, я расскажу тебе о том, кому принадлежит твое сердце. Но тебе будет больно». Слезы все-таки хлынули из глаз, Сакура недовольно поморщилась и, сделав глубокий вдох, попросила рассказать, селись ухватиться за его слова и вспомнить, наконец, человек, которого ты всегда любил и пропал в день вот такой вот полной луны больше года назад. В день окончания войны. Ниджи прервался, глядя, как задыхающийся от слез Сакура пытался взять себя в руки. Нет. Ничего. Пусто. Лишь только боль гулка стучалась изнутри о черепную коробку. Как его звали? Учихасаски. В этот момент в голове Сакуры словно взорвалось сотня фейерверков. Взвыв от боли она без чувств рухнула прямо в руки Ниджи. Саски пролежал на берегу до тех пор, пока не обсох полностью и не начал ощущать ночную прохладу. В очередной раз ему стало тошно от пребывания наедине с самим собой, всю его жизнь он считал себя достаточно сильным, а сейчас не может даже направить в ладонь чакру и стукнуть по этой несчастной стене так, чтобы она рассыпалась. Выругавшись, он, наконец, поднялся и отправился к одежде, которую он сбросил унизу в ерике. Саски захотелось снова развести костер, так как прохлада начала доставлять дискомфорт и Учхо собрал хворост, нападавший в лесу и снова разжег огонь, раскручивая ладонями палочку. Приятное потрескивание и тепло от костра расслабляли Учхо, уютно разместившийся излюбленной цветущей вишни сновь решил окунуться в свои воспоминания. На этот раз он не думал о Сакуре, а вспомнил маму и папу, брата и просторной улочки квартала Учх. Вспомнил, как бегал за Итачи босыми ногами по мостовой, как мама мягко просила маленького Саски быть осторожнее и постараться не упасть. Как он падал, расшибал колени, закусив губу старался и не расплакаться, растирая ладошкой ушибленную кожу. Как Итачи приходил на помощь, брал на руки и нес домой. Любовь брата, нежность матери и непоколебимость отца это то, что сегодня согревало душу Саски вместе с костром. Эти воспоминания больше не вызывали приступов злости. Только тепло. Она пришла в себя спустя несколько минут, все еще забывая сеть слез сжимаемого объятия Хнаджи. Извинившись, но ее немного штормило. Проводишь меня до дома? Конечно. Хнаджи помог ей встать и неспешно повел ее домой. Они молчали всю дорогу, слушая доносившиеся с центральной улицы звуки веселения музыки. Сакуре уже не хотелось туда. Хотелось просто рухнуть на кровать без сил усмотреть в потолок. Голова все еще болела, а осознание того, что она все никак не может вспомнить душили обидой. Наджи, прости меня пожалуйста за сегодняшнее. Не извиняйся, Сакура. Ты ничего не помнишь и никто не может тебе ничего рассказать. И тебе приходится жить догадками. Мне кажется это очень тяжело. Наджи ободряюще улыбнулся и положил свою руку на макушку Кунаичи, взлохматив ее волосы. Спасибо тебе за понимание. Она судорожно вдохнула и продолжила. Можно еще вопрос? Попробуй. С самой первой минуты я все не могу избавиться от мысли что мне нужно позаботиться о тебе. И ты тогда сказал что без меня ты не был бы жив. Что это значило? Это чистая правда. Ты спасла мне жизнь после окончания войны. Я был смертельно ранен а ты вытащила бы меня. Признался Хьюга. Боль снова стукнулась о черепную коробку но не так сильно как тогда под ветвями вишни. Вот как значит я медик. Вот как я смогла понять что твое сердце не в порядке. Ниджи кивнул. Мне пора идти. Спасибо тебе за этот вечер. Можно тебя обнять? Смущенно спросила Харуна. Всегда. Ниджи улыбнулся и развел руки в приглашающем жесте. Сакура заключила его в объятие и он жал ее в ответ. Так тепло тепло. Ниджи промычала она едва Кого? Ту кто украл твое сердце? Да Ее зовут Тентин. Ниджи отстранился и заглянув в глаза Сакуре улыбнулся. Я не помню чтобы ты знакомил меня с ней. Сакура силилась вспомнить всех кого встретила за это время. Почему она не пошла сегодня на фестиваль? Она на длительной миссии. Вернется уже скоро практически через месяц. Улыбка Хьюга стала А она знает об этом? Думаю что нет. Хьюга отступил на шаг намекая на том что пора прощаться и Сакура махнув на прощание рукой развернулась и побежала вверх по лестнице к своей квартире. Уже добравшись до своей квартиры но еще не открыв дверь Сакура выглянула с общей балконной площадки которая вела к дверям в другие квартирки выхватила взглядом одинокую фигуру бредущую в темноте и окликнула его Ниджи спасибо тебе в ту ночь она вернулась в свою квартирку и вопреки всем ее желаниям лечь в кровать и бездумно пялиться в потолок она решила заставить себя вспомнить хоть что-то если до этого Харуна боялась исследовать свое прошлое и разглядывать фотографии потому что знала что головной боли не избежать теперь она пробовала вспомнить как же ты выглядишь шептала она роясь в коробке которую заботливо собрала и на убирая все фотографии и личные вещи туда она нашла несколько фото в рамках вот команда 7 наруто она саи капитан ямато вот они же но вместо ямато был какаши еще несколько личных фото с родителями разглядеть которые она не смогла боль пронзила голову Сакура осторожно отложила в сторону рамочки с изображениями улыбающихся мамы и папы обнимающих маленькую счастливую розовую девчушку с большими зелеными глазами беспощадно игнорируя пульсирующую боль в висках Харина усиленно искала фото она точно знала чувствовала что он должен был быть в ее доме если она его любила на самом дне коробки она снова нашла рамку с фотографией команда 7 маленькие дети но вместо сай другой мальчик чем-то отдаленно похоже на ее бледного сокомандника встречавшегося сына это точно научих саски только почему-то помимо этой командной фото она не нашла никаких других с ним может это все-таки не он в окно постучали сакура вздрогнула и обернулась это был ее блондинистый друг все такой же счастливый и ослепительно улыбающийся Харина улыбнулась в ответ поднимаясь с зеленого ковра у кровати где разбирала коробку она даже не переоделась катав домашнюю одежду отчего в этот момент выглядела словно ждала кагото открыв окно и впустив друга в дом она удивленно поинтересовалась что он тут делает я видел что тебе было очень грустно и решил что перед сном навещу тебя ты в порядке он присел на низкий подоконник и сакура последовала его примеру опускаясь рядом да выпалила она не подумав а потом поправилась нет честно говоря я не в порядке я могу тебе помочь думаю да сакура поднялась с подоконника перемещаясь на зеленый ковер где лежала коробка наруто проследовал за ней расскажешь мне об этом она нежно провела пальцем по фотографии самой первой команды 7 передавая рамочку наруто в висках стучила боль грозя снова лишить кунаичи сознание ты уверена наруто явно сомневался сегодня ниджи рассказал мне что я влюблен навыч Хусаске который пропал больше года назад на войне она поморщилась но почему у меня нет его фотографий кроме ты ни одной ведь я правильно чувствую это он да это он наруто помрачнел сакура это очень долгая история тогда пообещай мне что ты будешь рассказывать ее пока я тебя не остановлю сама она впилась встревоженным взглядом в его голубые глаза даже если мне будет совсем плохо ты продолжишь наруто знал что ей будет тяжело от этого рассказа что будет очень больно но понимал что она мучает себя в неведении это еще сложнее он глубоко вздохнул эта кунаичи была для него очень важным человеком настолько важным что он готов был умереть за нее однако даже зная что ей будет больно он был готов рассказать потому что считал что лучше знать этот маленький мальчик на фотографии как ты уже догадалась Учхо Саски начал Наруто и Сакура обнаружила что эта информация не приносит боли она уже знала это он был членом нашей команды и одним из последних оставшихся в живых из клана Учхо остальные погибли от руки его брата в кровавой резне в сердце Саски всегда жила ненависть и мечта отомстить но рядом были мы мы не уберегли его и он покинул деревню и стал ниндзя отступником Наруто все рассказывал и рассказывал и Сакура понимала что балансирует в сознании на грани сват вот отключится головная боль усиливалась но ей очень хотелось услышать все на минуту она приостановила друга чтобы отдышаться я на рью нам чаю кивнул Наруто поднимаясь и отправляясь на кухню спасибо прошептала Сакура в ту ночь она выслушала все про ниндзя отступника вернувшегося и вставшего с ними в один строй в самый тяжелый этап войны Сакура удивленно открыл рот слушая как на войне сражалась на передовой и была одной из тех кто поверг врага постепенно эта история перестала причинять боль однако не вернула воспоминания было похоже на какую-то сказку которую Наруто рассказывает ей на ночь я до сих пор влюблена в него до сих пор Саски постепенно начал чувствовать себя комфортно в своей тюрьме он позволил своим мыслям и мечтам уйти далеко вперед создавая семью возрождая клан в своих фантазиях он смело занимался любовью с Кунаичи которая в настоящей жизни наверное уже завела свою семью плевать здесь ее нет и никогда не будет здесь он один и поэтому смело может в своих мыслях делать все что пожелает как только он отпустил себя дал возможность своим фантазиям жить мир снова изменился немного появились плоды на деревьях которые никогда не цвели сладкие сливы яблоки вишни учиха наслаждался свежими сочными фруктами смакуя каждую ягодку наслаждаясь насыщаясь плодами которых казалось никогда уже и не попробовал бы расслабленно выдохнув но провел себе небольшую тренировку разминая незабывшая нагрузку тела разбив какой-то камень острым его краем он выточил из ветки что-то отдаленно напоминавшее деревянный меч и стало монотонно тренироваться сражаясь с невидимыми врагами в свете полной луны на поле из разноцветных цветов прошла неделя с фестиваля фейерверков Миджи все так же приходил каждое утро к Сакуре а не завтракали и он уходил или брал ее с собой к кому-нибудь в гости он стал чаще рассказывать о той девушке и Сакура мечтала увидеть ее вживо так красочно он описывал эту кунаичи иногда вечерами заглядывал Наруто неугомонный но очень уставший после тренировок или миссий в один из дней Сакура напросилась к инов помощницы в госпиталь потому что уже не могла сидеть без дела Ямана Кафыркнула и согласилась приглашая присоединиться в качестве администратора так как девушку из приемной восточного крыла переводят в другой блок а человека на подмену пока не нашли это было интересно и очень волнующе поэтому Сакура с нетерпением ждала начала апреля почитывая книги и свои заметки что покоились на полках в ее небольшой квартирке сегодня она ждала Ниджи он предупредил ее не готовить завтрак поэтому она просто переоделась в домашнее умылась и поставила греться воду для чая в дверь постучали Сакура предвкушая отведать очередную вкуснейшую выпечку хинуты которая периодически отправляла угощение с кузеном пошла открывать дверь к ее удивлению помимо Ниджи на пороге стояло огромное множество людей все они держали в руках подарки а Наруто протягивал ей огромный торт с днем рождения Сакура хором прокричали гости вламываясь в маленькую гостиную едва вместившую всех день рождения Сакура понимала что это за праздник и осознавала что он у нее тоже есть но совершенно не знала когда ее собственный расплывшись в счастливой улыбке она вдруг почувствовала что она невероятно счастлива утро задалось великолепно а значит и дальше все будет так же Харуна принимала подарки и с удивлением узнавала в каких-то предметах любимый цвет любимый вкус или запах они знали ее лучше чем она сама однако Сакуре сейчас это очень нравилось и навручила свой подарок последний это был плоский подарочный конверт в котором Сакура обнаружила красивый сертификат оформленный на одного человека золотой дракон удивилась Харуна мне кажется знакомым это название это место переубедившее тебя состригать твои красивые волосы хохотнула Инна ну и подарившие тебе кучу удовольствия о Харуна восторженно выдохнула читая описание сертификата это место не в Канухе и я могу провести там целых два дня за тобой будут ухаживать как за принцессой кормить делать массажи вводить тебя в медитации и играть тебе красивую музыку говорят что если прийти к душевному равновесию то можно поспособствовать восстановлению памяти Инна это наверное стоило огромных денег Сакура ужаснулась своей догадки поверь я могу позволить такой подарок для своей дорогой подруги Яманука толкнула Сакуру в бок и захохотала при виде огорченного лица именинницы Ребята спасибо большое за такое волшебное утро Я не помню как было раньше но чувствую что с вами я самая счастливая в этом мире Они ушли как только закончили пить чай все таки работу никто не отменял но Сакура настаивала чтобы вечером они пошли в кафе и посидели все вместе Хината посоветовала прекрасное место для барбекю и Сакура решительно направилась туда чтобы забронировать большую комнату для всех она брела по тропинке и пыталась понять почему среди всего этого бескрайнего счастья ей так одиноко и вдруг поняла она поняла что была бы гораздо счастливее если бы тот мальчик с ониксовыми глазами тоже сегодня был тут Сакура так и не осмелилась спросить Наруто выжил ли у Чихо Саски она очень боялась узнать ответ хоть бы он был жив где же ты у Чихо Саски прошептала она глядя в небо и словно во сне Сакура вдруг услышала тихий как шелест ветра в листве ответный шепот я здесь донеслось до ее ушей Саски расслабленно погрузился в бассейн горячего источника присев на камень и облокотившись ок район сена он провел довольно утомительную тренировку и мышцы мылись не привычки а тело приятно гудело омываясь мылкой водой он чувствовал какую-то эйфорию от проведенного времени с каждым мгновением своей жизни он забывал что такое злость ненависть и отчаяние нет он помнил что когда-то эти чувства поглотили его и он существовал да именно существовал не жил с ними большую часть своей жизни однако сейчас он научился наслаждаться и это было прекрасно просидев невесть сколько в горячем источнике учиха поднялся стряхивая из себя капли воды и натягивая на мокрое тело свою одежду в принципе здесь не было холодно можно было ходить и совершенно голым но почему-то ему было комфортнее в своих одеждах которые казалось бы должны были износиться сгореть или отплавиться за все время его существования в этом мире однако ни времени стихия не тронули их подул ветер шелестя листой саски направился к единственному цветущему дереву в его мире тому что раскинуло свои ветви у пруда ему нравилось наблюдать как ветер срывает лепестки и уносит на воду закручивая и взметая высоко вверх учиха любовался этим прекрасным зрелищем освещаемым все еще полной луной когда вдруг услышал ее шепот где же ты учиха саски как-то сдавлено и очень грустно прошептала сакура ее голос он узнал бы из сотен тысяч голосов его сердце вмиг охватило надежда учиха оглянулся по сторонам в поисках ее но снова это был лишь бесплотный голос и тогда он точно так же шепотом ответил ей ее сердце бешено колотилось о ребра а голова казалось вот-вот разорвется от боли сакура не знала куда бежать и кого искать ведь она даже не помнила как он выглядит это тучиха саски неужели он действительно ей ответил это странно я здесь просто свело кунаич с ума ей повезло что в этот момент мимо проходила хината которая шла с такой же филково-глазой девушкой только чуть помоложе возрастом хьюга бросилась к харуна хватая ее под локти как раз вовремя иначе та бы точно рухнула вниз прямо на дороге сакура что произошло встревоженно спросила подруга хината я кажется слышала его голос она начала задыхаться от подступающих слез чей голос саски сакура выдохнула все-таки расплакалась бросаясь в объятия подруги хината терапела не понимая вернулись ли к ней воспоминания или же она уже узнала от когото о существовании этого человека в любом случае кунаича решительно настроилась помочь подруге выяснить все она отвела ее в сторону и усадила на одну из деревянных скамеек молча дав сигнал ханаби идти по своим делам дальше младшая хьюга кивнула и продолжила свой путь в одиночку оставляя старшую обнимать ревущую подругу вдоволь наплакавшись сакура постепенно успокоилась ее дыхание снова восстановилась прости хината мне кажется у меня случилась паническая атака шепнула харуна утирая глаза рукавом затем она встрепенулась и встревоженно посмотрела на хьюгу откуда я знаю что это такое этот вопрос явно дал понять хинате что подруга так не вспомнила ты была медиком сакура некоторые вещи ты можешь делать просто на автомате хината тепло улыбнулась подруге сомневаясь в курсе ли она этой информации и причинит ли это ей боль так почему ты решила что слышала голос учихи саски я ммм она смутилась понимая как глупо это звучит я шла и вдруг спросила где же ты и он ответил я здесь сейчас понимаю что мне наверное померещилось или кто-то пошутил надо мной прости хината как глупо это выглядит сакура всплеснула руками внезапно осознав что ее ранение могло не только привести к потере памяти но и затронуть другие участки мозга отчего могла возникнуть вероятность галлюцинаций девушке было очень неловко из-за внезапно накатившего приступа паники все хорошо хьюга притянула подругу к себе это возможно последствия потери памяти подтвердила догадку ее подруга но я настоятельно рекомендую тебе сообщить об этом ино обязательно расскажу ей но не сегодня сегодня я хочу отметить свой неожиданный день рождения ты идешь в санто хьюга поднялась на ноги да хочу забронировать комнатку для большого количества человек идем я пойду с тобой улыбнулась хината протягивая свою руку и помогая сакуре встать разве у тебя не было дел утром сакура смутилась что нарушила планы подруги но все таки последовало за ней на самом деле она была рада что идет не одна так как ей было сложно найти это место по рассказам все в порядке мне осталось одно дело но ханаби справится без меня ханаби сакура удивленно моргнула моя сестра она была со мной когда я нашла тебя с приступом паники о я ее знаю ей было очень неловко что она не помнит я не пригласил ее на мой день рождения да но ханаби в курсе твоей проблемы она не в обиде да и слишком занята чтобы собираться с нами отец готовит ее к принятию главенству кланом а разве не ты старшая сакура понимала что это невежливо спрашивать такое но не смогла удержаться прости я не должна была все в порядке я отказалась от главенства кланом мягко улыбнулась хината и потянула сакуру в сторону я с детства слышала что именно ханаби станет главой и была в этом полностью уверена так что когда отец предложил мне принять главенство я не задумываясь отказалась тем более для становления главой клана мне бы пришлось выйти замуж за хьюго а мое сердце уже занято увы не моим соклановцем хината резко остановилась поднимая голову мы пришли вот и сантоки идем я познакомлю тебя с менеджером помогу забронировать сакура еще хотел расспросить подругу о наруто но хината резко перевела тему переключившись на планирование вечера что харуна посчитала неуместным продолжать тему он совсем потерял покой в сердце поселилась какая-то отчаянная надежда что сакура найдет его ведь а просто так он ее слышал а ведь может это всего лишь галлюцинации учиха присел на каменный выступ у водопада и снова стал думать о ней в его мыслях кунаичи нашла его тюрьму и осталась навсегда с ним тут в этом маленьком мире ставшим с ее приходом и зады раем вода не спадала сверху рассыпаясь о прохладную водную пыль у самой земли отчего сидеть здесь было освежающе приятно Саски опустил ноги прямо в ботинках в воду и погрузился дальше в свои мысли что бы он сделал если бы она действительно пришла сюда наверное взял бы ее прямо на земле овладел бы ей делая навеки своей эта мысль показалась ему слишком нечеловечной по отношению к Сакуре отчего учиха прикусил себе до боли нижнюю губу отрезвляя свои далеко ускакавшие мысли черт выругался Саски понимая что снова ни о чем кроме как о близости с ней он думать не мог это было невероятно Сакура впервые собрала всех друзей вместе и сидела с ними за одним столом слушая шутки истории из их жизней когда истории не касались ее непосредственно боль в голове не давала о себе знать и Кунаич с удовольствием слушала о миссиях экзаменах о странах и других скрытых деревнях друзья старательно избегали тема жизни Харуна и Кунаич радовалась что головная боль не испортила потрясающий праздник они жарили мясо и морепродукты макали их в саус и ели прямо с деревянных шпажек запивая каким-то кисловатым пьянящим напитком Сакура знала что они не раз так собирались но сегодня для нее это было в новинку это лучший мой день рождения восхищенно произнесла Харуна когда друзья стали прощаться чтобы пойти домой ты говоришь так каждый раз хохотнула Киба прижимая ее к себе на прощание правда конечно он улыбнулся обнажая острые клыки распрощавшись со всеми Сакура побрела домой и ее нагнал Наджи я провожу тебя он улыбнулся беря Кунаичи за руку а как же Хинато Хинато сама идет домой в компании Наруто ей явно не будет скучно он многозначительно подмигнул Сакура чувствуя небольшую легкость и головокружение из-за напитка прижалась к Хьюго отчего тот положил ей руку на талию Наджи когда вернется Тин-Тин я так мечтаю с ней познакомиться вдруг подул ветер который был никак не связан с настроением Саски сердце Учихи мгновенно забилось ведь такое бывало только тогда когда он слышал голос Сакуры он вскочил на ноги оглядываясь его взгляд вдруг зацепился за то как вишневые лепестки обрываются ветром смешиваясь с взлетающими от побеспокоившего колебания светлячками и закручиваются вехрь обрисовывая человеческий силуэт девушки смотрящей в воду Саски пронесся по всему его миру тихий шепот и в этот миг новый порыв ветра развеял лепестки по воде а светящиеся маленькие жучки скучивались в небольшой рой и вновь направились на поляну чтобы скрыться в траве Сакура что он есть матч закричал Учхо бросаясь к тому месту где только что виднелся силуэт Тентин вернулась в Канаху в середине апреля Меджи заприметил ее чакру еще на подходе в деревню извинившись покинул ставший привычным завтрак с Сакурой был выходной день третий по счету за время ее работы в госпитале Харуна закрыла Захьюга дверь нежно улыбнувшись мысленно пожелала ему удачи Такахаши по словам Меджи не была в курсе чувств напарника к ней отчего Сакура настоятельно рекомендовала ему сказать все как есть однако смелый и решительный Шиноби все никак не мог собраться с силами и сказать ей он обещал сегодня постараться но Харуна не была уверена в успехе слишком он нервничал приведя в порядок кухню Харуна вышла из дома и решила пройтись до книжного магазина который заприметила недавно было раннее утро и там не должно было быть много людей Кунаичи хотела насладиться запахом свежих книг и в тишине выбрать себе что-то почитать например про медитации и чакру раз уж она у нее есть или про методы восстановления памяти вместе с ней в магазин вошел странный молодой человек выглядевший очень знакомым Сакура заприметила у него точно такие же шрамы что и у нее что вызвало непреодолимое желание заговорить с ним набравшись смелости она подошла к стоящему разделу с литературой о работе мозга Сакура отметила для себя что тоже хотел рассмотреть книги на этой полке слегка поддрагивающими пальцами она не смело коснулась его плеча извините пожалуйста Сакура дождалась пока он обернется мы случайно не знакомы парень обернулся и злобно сверкнул глазами сжав руки в кулаки серьезно опять злобно ракнул он простите я не понимаю в прошлый раз вы со своей подружкой точно так же говорили что Сакура не находилась что сказать его реакции и слова совсем выбили ее из колеи что ты задумала зачем преследуешь меня он схватил ее за плечи больно сжимая и встряхивая ее волосы не спайдавшие вперед и прикрывавшие еще свежие шрамы волны откинулись назад открывая собеседнику вид на то что она так старалась прикрыть я простите Сакура выкрутилась из его рук и отшатнулась простите пожалуйста я не думала что мой вопрос вызовет такую реакцию я совершенно ничего такого не имела ввиду она затараторила с одной стороны ей хотелось развернуться и убежать с другой узнать что же у него за шрамы откуда у тебя эти отметины на висках рыкнул он слегка успокаиваясь это шутка такая нет вовсе нет не шутка это был несчастный случай я ничего не помню после него а если пытаюсь вспомнить то меня мучают головные боли она отступила еще на шаг и уперлась спиной в книжную полку Сакура уже пожалела что заговорила с ним что вообще пошла сегодня в книжный магазин надо было взять что-то и напочитать у нее огромная библиотека в доме ее клана Сакура тряхнула головой сбрасывая подступающую панику и меняясь в лице беря под контроль начавшую поступать панику ты тоже ничего не помнишь в ее собеседнике наоборот проступила неуверенность она кивнула отчего тот схватил ее за запястье и потянул прочь из библиотеки куда вы меня ведете неуверенно спросила Харона даже не пытаясь сопротивляться нам надо поговорить дверь книжного магазина закрылась тихо звякнув колокольчиком и двое вышедших из книжного быстрым шагом направились в парк чтобы укрыться в тени деревьев и ответить на вопросы друг друга тренировки Саски стали практически постоянными и он наконец нашел то что помогало ему коротать время Учхо медитировал для поддержания этого хрупкого мира в балансе тренировался наслаждался горячим онсином затем иногда шагал под струей водопада чтобы охладиться после горячей воды в источнике затем садился под дерево и снова медитировал иногда он бродил и собирал ягоды и фрукты изредка запекал себе рыбу на костре однако научившись игнорировать голод он ел лишь для того чтобы насладиться вкусом нежели чтобы насытиться а полная луна близилась к закату наливаясь желтым светом и становясь визуально больше плывя все ближе к горизонту Учхо сел под излюбленное дерево взглянул на желтеющий небесный глаз раздул костер что больше не угасал и погрузился в свои мысли тепло огня дарило покой и уют аромат цветущей вишни ставший уже родным приносил умиротворение а свежий ветер очищал его мысли сколько же времени прошло с тех пор как он был заточен здесь вечность определенная вечность однако он был благодарен этой вечности ведь именно она помогла избавиться от этого всепоглощающего чувства гнева и ненависти что не давали жить и наслаждаться Саски представил себя покинувшим свое заточение чистым помыслами и мечтающим о светлом будущем он подумал что его друг был бы счастлив узнать что Учхо вернулся подумал что если Сакура его до сих пор ждет он обязательно расскажет ей чей образ помогает ему выжить в этой тюрьме однако выхода отсюда нет хотя может и есть ведь как-то ее голос проникает в его мир а его в ее потому что она отвечает на его зов найди меня Сакура прошептал он в небо пожалуйста найди мгновение тишину нарушал лишь ветер а потом его догадки все же подтвердились тихим шепотом сквозь шелест листвы донесся ответ где же ты Сакура брела домой после тяжелого разговора с этим странным и довольно резким молодым человеком он конечно извинился за то что так себя повел и объяснил свое поведение тем что в последнее время страдает от упаднического настроения из-за потери памяти Харуна сильно огорчила что имея схожие с ее болезнью симптомы он до сих пор не восстановился и память не вернулась этот молодой человек перечитал множество книг и перепробовал множество медитативных практик но ничего не помогло он также рассказал о странном поведении Сакуры и на однажды в книжном магазине отчего Сакура вдруг почувствовала что они действительно до этого как-то пересекались с этим парнем она решила во что бы то ни стало выяснить у Яманака что же они хотели от того кто потерял память Джарасан я прошу прощения мне правда жаль что мы с подругой доставили вам беспокойство я действительно очень хочу помочь вам однако я в точно такой же ситуации и ничего пока не могу сделать но я обещаю что постараюсь сделать все что в моих силах Сакура совершил уважительный поклон а затем извинилась и попрощалась с молодым человеком постой он крепко схватил ее за руку прости меня что напугал тебя не держи на меня зла и если тебе не сложно не могла бы ты иногда просто общаться со мной после потери памяти я остался совершенно один хотя я даже не знаю был ли одинок до мне просто очень тяжело она согласилась назначив с ним встречу в следующий свой выходной а затем направилась по дороге обратно домой покупать книги желание сегодня уже улетучилось Сакура вздохнула и направилась в небольшой лесок в парке тенистый и очень красивый наверное она очень любила бродить в нем раньше потому что ноги сами несли ее к небольшому пруду возле него раскинулись несколько кустов уже почти отцветшей вишни на которой завязались молодые зеленые листья Сакура сняла сандалии и опустила ноги в прохладную воду несколько рыб тут же подумали что она бросила им еду и ткнувшись ртами ее кожу быстро уплыли от Кунаичи подальше Харуна подумала что если не вспомнит ничего возможно это будет и к лучшему отпустить прошлое которое так было для нее чистым как белый лист принять наконец настоящее помочь Джиро принять тот факт что тут тоже живет без прошлого и начать наконец создавать свое будущее Кунаичи задумчиво водила ногами в воде пытаясь понять чего же она наконец хочет от себя придя к выводу что сейчас нужно заняться восстановлением своих медицинских навыков которые у нее неплохо получались на каком-то автопилоте но когда она пыталась понять проанализировать свои действия все терпела полный провал Сакура пообещала себе что попросят и наобучить ее и обязательно поговорить с ней насчет этого Джира одинокого и потерянного молодого человека с такими же шрамами в этот самый миг ветер принес ей знакомый до боли голос в груди защемило а на глаза мгновенно навернулись слезы найди меня Сакура пожалуйста найди этот голос явно принадлежал тому кого она отчаянно любила Сакура вскочила на ноги поскальзываясь мокрыми ногами на молодой траве снова приступ паники охватил ее он где-то рядом но не здесь где же ты прошептала она в небо Сакура так и не смогла объяснить почему слышит голос Учихи которого даже не помнит вовсе она рассказала о проблеме Инна и подруга не на шутку встревожившись потащила ее к пятой без стеснения прерывая какой-то серьезный разговор с их бывшим капитаном команды семь какаши хатаки Цунади Сама нам срочно нужно поговорить воскликнула Инна врываясь в кабинет Хакаги сидела за столом сцепив руки в замок перед собой ее брови в изумлении взлетели вверх когда Инна втащила Сакуру в кабинет сначала Синджу подумала что Сакура все вспомнила поэтому Инна так бесцеремонно вломилась прерывая беседу но когда она услышала что возможно у ее потерявшей память ученицы начались галлюцинации не на шутку перепугалась пятая тут же приказала им направляться в госпиталь и готовить Сакуру к обследованиям сказав какаши что обсудят с ним его вопрос позднее она извинилась за прерванные совещания и последовала за своими ученицами там в восточном крыле на третьем этаже где когда-то лежала Сакура приходя в себя после ранения пятая провела очередное обследование никаких изменений заключила пятая после продолжительной диагностики все раны затянулись и воспалительный процесс после ранения уже прошел пришла пора начинать реабилитацию Сакура возможно голос это последствия травмы с началом реабилитации он больше не станет тебя беспокоить а возможно голос это признак начала восстановления Сакура скоро все вспомнят Цунади есть еще кое-что начало было Сакура а потом прервалась на полусловие она не была уверена что пятая именно тот человек у которого она имеет полномочия спрашивать говори я не уверена что могу задать этот вопрос но все же я встретила сегодня молодого человека его зовут Джиранабу и у него точно такие же шрамы и он тоже ничего не помнит ваша травма вызвана одним источником Сакура его реабилитацией не занимаются Сакура занервничала он добровольно отказался спустя несколько дней после выписки он заявил что не хочет вспоминать Цунади развела руками но мне сегодня показалось что он совершенно подавленный наоборот хотел бы вспомнить Сакура смущенно опустила глаза в пол понимаешь ли я успела сообщить ему что травму он получил из-за моей ошибки и он обозлился на меня а так как я глава деревни и по совместительству глава госпиталя он заявил что дел с нами иметь он не хочет и найдет решение сам я присматриваю за ним издалека возможно все таки он передумал это было бы замечательно если бы он тоже начал реабилитацию вы расскажете мне что со мной случилось Сакура свесила ноги с кушетки намереваясь встать но пятая ее остановила сегодня ты останешься в госпитале я расскажу тебе что произошло с тобой ты должна знать но тебе будет больно от этих воспоминаний после этого я снова тебя осмотрю завтра на работу ты не выходишь как войдешь в нормальный режим реабилитации сможешь вернуться к административной деятельности в госпитале спасибо цунади и на принесла несколько обезболивающих настой пару поддерживающих пилюль что должны были помочь Сакуре прослушать как можно больше когда пятая начала рассказ ей казалось что это будет легко рассказывая про эксперимент по восстановлению Шарингона что это за вещь такая в глазу хатаки кукаши про открытие порталов в другие измерения что пятая тоже отметила что ее ученица даже не поморщилась от полученной информации однако когда рассказ дошел до попытки найти учиху Сакура схватилась за голову так вы все таки его искали выдохнула она внутри нее было стойкое ощущение что делать это категорически нельзя а почему она не знала да однако едва этот страж появился в одной из пространственных дыр все силы были брошены на борьбу с ним цунади рассказала что множество шиноби было отправлено для сражения с этим монстром сначала это были ниндзянбу коим и был джиранбу пострадавший от сражения сильнее всех затем частота атак увеличилась и было принято решение подключить одних из лучших воинов деревни в этом бою Сакура и пострадала цунади вскользь упомянула что до этой битвы в сражение вступила еще одна команда деревни но там все обошлось без серьезных ранений после того как ты своим ударом вложила деревянный элемент на голову стража Ямато захватил его в ловушку Сай запечатал бумажной печатью щупальца наконец больше не держали проход и Кукаши смог закрыть эту дыру тебя тут же доставили в операционную и несколько часов мы боролись за твою жизнь в этот момент голова Сакура безвольно откинулась на подушку ее мозг не выдержал такого количества болезненной информации и просто отключил Кунаичи Учхо думал о своем прошлом о своих ошибках наверное впервые за все время он понял что все эти чувства ненависти желание отомстить и все его поступки были ошибочными если бы его не поглотил ненависть если бы он не ушел из Канахи если бы тогда уходя послушался Куру или же дал народ и себе вернуть он думал что если когда-то еще раз их всех увидит попросит прощения потому что тот Саски был настоящим идиотом сейчас он это прекрасно понимал и чувство вины начала приходить и завладевать его сердцем едва это чувство пришло лес окружавший его излюбленную поляну где Учиха тренировался стал засыхать и Саски не знал как его спасти он совершенно не хотел чтобы прекрасная природа что приносила в его мире покоя умиротворения погибла Саски часто разговаривал сам с собой точнее говорил он с деревом что цвело у пруда оно все еще сохраняло на себе прекрасные розовые цветы самые красивые в этом маленьком мире и самые благоухающие среди всех ароматов что встречал Саски здесь вот и сейчас Учиха сидел под раскидистыми ветвями Сакуры оперевшись спиной оставший таким мощным ствол признавался наконец себе что он мудак точнее был им он корил себя зная что от этого его гармония рассыпается в дребезги а мир в его заточении погибает но он ничего не мог с собой поделать ему нужно пережить этот этап самобичевания и наконец простить себя за все однако у него это не получалось он уже принял тот факт что сердце Сакуры уже наверное принадлежит другому что возможно прошла вечность и все кто ему был когда-либо дорог давно покинули этот мир что он возможно никогда не покинет это заточение и это его самое настоящее пожизненное наказание это были догадки наверное поэтому их было принять легче всегда оставалась надежда на то что это не так однако то как он поступал в прошлом неоспоримый факт и простить себя он пока не смог 5 оставила Сакуру отдыхать пообещав зайти вечером и Сакура позволила себе вздремнуть ведь в скучной палате делать совсем нечего заходил Хидеки просмотрев ее канал и чакру и сделал пометки в ее карте и Харуна оставшись снова одна принялась читать историю своей болезни довольно небольшую все никак не восстанавливающейся тенкицу в голове именно она не позволяла восстановить память Сакура нервно выдохнула ее голову посетила небольшая догадка она обязательно спросит у пятой Аниджи стук в дверь оповестил о том что ужин принесли Сакура пригласила войти медсестру что разносила еду и та внесла небольшой поднос с мисо супом парой вареных креветок пиалой стефу тушеным с овощами и пиалой с разваренным рисом больничная еда не была невкусной наоборот она была довольно сбалансированная и Сакуре очень нравилась особенно потому что не нужно думать о готовке однако есть ей не хотелось поблагодарив медика за заботу Харуна отставила в сторону поднос и вернулась к чтению своей карты и ничего все говорили что она была сильным медиком но все эти слова в истории болезни не говорят ей ровным счетом ни о чем как собственно и слово о ее опыте в работе Иринина черт выругалась Кунаичи откладывая свою медицинскую карту в дверь снова постучали и Харуна пригласила войти гости она думала что это пятая потому что ты обещала зайти вечером но это был Джиранабу тот самый потерявший память и способности Шинаби привет что ты здесь сделаешь удивилась Сакура ко мне заходила Хакаги сама она рассказала тебе и том что произошло с тобой он неуверенно подошел к креслу возле крохоли и присел она предложила присоединиться к твоей реабилитации давно пора было начать Харуна улыбнулась нет я не мог я не был готов злился и винил Хакаги во всем но я ведь даже не помню что случилось выпалил он на одном дыхании а ты хочешь вспомнять и да и нет понимаешь ты окружена друзьями а с моментом моего ранения ко мне так никто и не пришел это наталкивает на мысль что я лишился всех или у меня никого никогда не было мне страшно вспоминать вдруг это окажется больнее чем не помнить Сакура понимала его опасения ей тоже было страшно Джира ты должен понимать что какое бы ни было прошлое оно уже есть хочешь ты этого или нет даже если ты его не помнишь оно совершилось и уже прошло даже наш разговор сейчас постепенно превращается в прошлое и его не изменить но ты можешь поменять будущее это что еще не случилось вместо борьбы с памятью чтение книг о восстановлении и убегании от помощи прими ее заведи друзей начни жить жизнью которую хотел бы для себя ты уже не один у тебя есть я и пятая она очень хочет помочь я уверена что если ты спросишь то она расскажет о твоем прошлом пусть это будет больно Харуна еще не знала что он уже принял решение однако ее слова только укрепили в нем уверенность в его правильности Джира повидал ей что согласился на реабилитацию и сообщил что его определили в соседнюю палату и теперь каждое утро они будут встречаться в реабилитационном блоке для определенных упражнений Сакура порадовалась за потерявшего память и силу бывшего Шиноби ей действительно хотелось чтобы он вернул свои способности и воспоминания ведь она видела что неведение причиняет ему много неутопств а будет ли легче от того что он вернет она не знала и ей точно так же было страшно и за себя Джира ушел ему еще предстояло оформить несколько бумаг и встретиться для осмотра с его лечащим врачом Сакура махнула ему на прощание и уже хотела предаться своим мыслям как в дверь снова постучали может на этот раз все-таки пришла пятая Сакура можно войти это был голос Ноджи она была рада видеть друга однако что еще больше ее обрадовало так это то что он пришел с Тентин Сакура сразу поняла кто это Кунаичи по взгляду Хьюга на нее а вот Такахаши кажется и не подозревала ни о чем она добродушно обняла Сакуру восклицая как ей жаль что произошло они проболтали немного но Такахаша сообщила что ей необходимо доставить пятый отчет но клятвенно обещала навестить Сакуру через день так как завтра ей еще предстоит одна небольшая миссия связанная с успешно проведенной одиночной как же ты отпустил ее так недолго удивлялась Сакура когда Такахаша оставила их вдвоем я лишь член команды не в моей компетенции решать кто идет на миссию а кто нет тем более я давно уже не выполняю функции Шиноби и не могу использовать свою силу а значит даже пойти с ней не мог из-за ран на сердце да нет же а ты уверен что эти раны из-за того что произошло на четвертой мировой войне Шиноби он кивнул но Сакура решил и не останавливаться ты случайно после окончания войны не участвовал в ликвидации электрического стража Хьюго на мгновение потерял контроль над дыханием откуда ты знаешь это засекречено я просто сопоставила факты твоя тенкинца повреждена и не восстанавливается раны не исцеляются моя тенкинца повреждена и память не восстанавливается есть еще один человек чьи точки напряжения почти все повреждены и тоже никаких изменений ни в лучшую ни в худшую сторону Сакура села на кровати скрестив ноги знаешь если я найду способ восстановить точки напряжения я смогу вылечить всех нас реабилитация длилась уже больше трех месяцев но результатов не было что невероятно угнетало Сакуру каждый ее день был насыщен работой которую Кунаичья выполняла в промежутках между реабилитацией и общением с друзьями Пятая разрешила ей жить в госпитале несмотря на то что квартира Кунаичи была в пяти минутах пешком Харуна предпочитала не тратить время на дорогу оставаясь в своей палате к ней редко приходили в гости друзья так как в их свободное время она работала или была на реабилитации изредка Тинтин забегала к ней одна а иногда вместе с Маджией Наруто старался заскочить каждый вечер хотя бы на пару минут чтобы пожелать доброй ночи Одну только и на Кунаичи лиц зазрела довольно часто в больнице остальных Сакура видела лишь в редкие выходные когда собиралась с друзьями на ужин кроме потерявшего память Шинобе его она лицезрела чаще всех с рассветом она стучала в дверь соседней палаты и оттуда выходил вечно заспанный Джира они брели вниз на этаж чтобы попасть в реабилитационный центр затем после часового занятия медитациями Иринины проводили попытки восстановить точки напряжения потом они вместе завтракали и Сакура шла работать в обед Ина помогала ей с восстановлением медицинских знаний Сакура уже легко могла вызвать зеленоватое свечение просканировать тело пациента и определить некоторые простые проблемы со здоровьем Харуна заново научилась оказывать первую помощь и излечивать простые травмы Точнее она знала как это делать научилась выуживать это из своей поврежденной памяти безболезнен Пятая провела для нее очередной тест и перевела из административного отдела в отделение первой помощи где очень не хватало медиков Цунади очень расстраивалась что у ее ученицы не было прогресса восстановления памяти она все так же ничего не помнила все так же рассказы о ее прошлом вызывали сильные боли вплоть до потери сознания и все так же Тенкицу оставалась без изменений Джиро тоже не прогрессировал Сакура пыталась узнать у Пятой хоть немного о его личной жизни и о родне но Хакаги сказала что он был Шинобианбу лишился всех родных на войне это все что она знала о нем но Буни был расстроен он принял тот факт что возможно у него не получится вернуть прошлое поэтому согласился дать себе время до конца июля мне предложили работу в книжном в принципе те компенсационные выплаты что Кенаха предоставляет мне за мое ранение позволяют мне спокойно жить и не работать но мне самому приятнее быть кому-то полезным заявил Джиро я заступаю с 1 августа поздравляю тебя надеюсь что у меня будет постоянная скидка в твоем магазине Сакура подмигнула обязательно надеюсь ты будешь самым постоянным клиентом и они рассмеялись Сакуре было легко и хорошо с этим потерявшим память неожиданным другом он единственный полностью понимал ее состояние потому что и сам в нем находился реабилитация дала хоть какие-то плоды ведь Сакура уже давно не слышала голосу Чихи и начала постепенно отпускать случившееся разрешая себе не жить прошлым она даже подумывала пригласить Джиро на свидание вдруг из этого выйдет что-то большее в конце концов нельзя всю жизнь любить человека которого не помнишь совсем Харуна попрощалась с Набу и поспешила на рабочую смену сегодня она помогала в отделении экстренной помощи до самой ночи она в очередной раз порадовалась что ей разрешили жить как пациенту в палате ведь ей совсем не хотелось после заката идти по темноте по улице хоть конечно все и говорили что в Канухе безопасно Сакура воскликнула Инна врываясь в отделение что случилось она заканчивала перевязку девятилетнему ученику пострадавшему на тренировке Сакура я заходила в золотой дракон Инна выглядела рассерженной мой подарок тебе на день рождения не бесрачен через две недели сертификат истечет ты же не хочешь чтобы я потратила такую огромную сумму впустую Инна источала раздражение в перемешку с каким-то азартом она дождалась когда Сакура закончит перевязку и потащила подругу в сторону и так я записала тебе и уже договорилась с Сунади на твои внеплановые выходные двое суток ты проведешь там как королева и не вздумай отлынивать Инна я не могу начало было Сакура с чего это вдруг ты решила что не можешь Яманука топнула ногой можешь еще как тебе три дня на сборы через три дня на закате чтобы была в драконе там переоденешься в Юкоту и тебя оттуда повезут на церемониальной повозке с собой ничего не бери поняла Инна если ты вздумала перечить мне то предупреждаю я страшна в гневе лобастые она нарочит и сердит и свела брови но потом улыбнулась я знаю тебе очень неловко отправляться в неизвестность но поверь ты будешь довольна спасибо тебе Сакура отвела смущенный взгляд в сторону все еще не веря не очень желая ехать но и на права это должно быть стоило больше денег если даже самая простая услуга в золотом дуракане показалась Сакуре дорогой Харуна вздохнула немного обречено что ж значит так тому и быть надо сказать Джира что она уедет на пару дней Саски заметил что цветущее дерево вишни начало облетать из-за его чувства вину это или просто время пришло он не знал лес же наоборот начал восстанавливаться для этого Чихо долго сидел в медитации и приносил извинения всем кого мог вспомнить и пытался представить ответную реакцию на душе стало легче когда он попросил прощения у Итачи и тот ткнул своими пальцами ему в лоб как попросил прощения у Наруто и тот врезал Саски по затылку а потом подружески обнял как попросил прощения у Сакуры та сначала чуть не снесла ему челюсть своим ударом а потом расплакавшись кинулась ему на шею Саски понял что ему стало легче и вина уже не прожигала насквозь лес восстановился а вот вишни начала облетать что же это значило Саски понадеялся что с Сакурой все в порядке почему-то он ассоциировал это дерево с розового сайкунаичи Учиха потрогал теплый сильный ствол проведя по шершавой поверхности пальцами а потом прижался к нему лбом ему очень хотелось чтобы Хару напомнила его и все еще любила и чтобы с ней было все в порядке она пришла прощаться с Джирой это было непросто за несколько месяцев совместных реабилитаций они очень сблизились и расставаться было тяжело он угнел ее на прощание очень крепко и пожелал хорошего отдыха если там к тебе вернется память я тоже отправляюсь в этот тур выходного дня хохотнул он и на лишь предполагает что это может помочь Сакура ухмыльнулась в ответ завтра вечером я уеду поужинаешь со мной сегодня ты опередила меня я сам хотел попросить поужинать со мной но бы улыбался чур место выбираю встретимся у главных ворот госпиталя я хочу забежать домой перед ужином Сакура была рада его словам и поспешила попрощаться чтобы наконец сменить рабочий халат на что-то посимпатичнее Джиро отвел ее в потрясающий ресторан с видом на деревню огни конохи только зажигались на фоне темнеющего неба и создавали поистине волшебный вид я не знала об этом месте воскликнула Сакура садясь за стол окна как же красиво моя память упорно молчит но я чувствую что это место было моим любимым и каким-то особенным для меня признался Джиро значит действительно было Сакура улыбнулась в ответ ей было знакомо это ощущение что-то казалось значимым и важным значит действительно так было в прошлом просто причину значимости невозможно вспомнить Джиро предложил выпить рисового вина но Сакура напомнила что они все еще принимают лекарства и алкоголь им нельзя он ухмыльнулся в ответ но согласился с ней так необычно видеть тебя во внебольничной обстановке Сакура чувствовала смущение я так привыкла лицезреть тебя каждое утро в пижаме я тоже привык видеть тебя каждое утро он не улыбался и Харуна почувствовала что начало краснеть разговор становился каким-то вязким и неловким они все время смущались и краснели как два малолетних подростка только-только взявшиеся за руки Сакуре одновременно и хотелось переступить через свое смущение и сказать ему о своей симпатии но при этом в голове тяжелым молотом стучала фраза это неправильно и возникал образ Саски которого она все никак не могла разглядеть Джира мне нужно тебе кое-что сказать и мне давай ты первая ты очень нравишься мне Сакура залилась краской я бы даже хотела попробовать с тобой нечто большее чем просто общение но она запнулась пытаясь подобрать правильное слово но набу не перебивал и терпеливо ждал ты знаешь это как с твоим чувством про этот ресторан ты его не знаешь и не помнишь но чувствуешь что это было твое любимое место так же и у меня я чувствую что-то что я сейчас хочу сделать неправильно как бы я ни хотела мое сердце уже принадлежит кому-то тому кого я не помню и мне от этого очень тяжело прошлое никак не отпускает меня хотя я хочу чтобы оно наконец дало мне свободу Джиро помолчал выглядя явно огорченным но потом вздохнув взял ее за руку и признался ты мне очень нравишься Сакура с самого первого дня когда высоны зажали меня в книжном между полками ты понравилась мне я тоже хотел бы перейти черту приятельских отношений и стать тебе кем-то большим чем другом но точно так же чувствую что это неправильно я как сломанная игрушка вроде интересен но играть мной уже не получится добавил он обреченно что ты ты не сломанная игрушка скорее очень интересная красивая но под стеклянным колпаком он хохотнул в одной из книг я нашел Дютсу стороне прошлого это для тех кто не может вспомнить селяться и не получается для тех кому прошло мешает и не дает покоя я хочу попросить пятую сделать мне одолжение и совершить эту технику со мной она необратима однако поможет начать жить с чистого листа давай если мы так и не вспомним ничего сотрём этот стеклянный колпак пусть все ощущения которые являются отголосками воспоминаний сотрутся оставляя чистый лист но это как-то неправильно а ты думаешь правильно жить и ничего не помнить и не мочь в полной мере стать счастливым Джир был прав он давно страдал от амнезии потерял память гораздо раньше Сакуры и наверное она сама придет к этой мысли когда-то дай мне время подумать я все еще верю что смогу вспомнить а я уже потерял надежду дай мне время ее потерять Сакура улыбнулась а пока побудем друзьями а пока побудем друзьями согласно кивнула Харуна незадолго до заката Сакура подошла к дверям огромного здания в старинном стиле куда по словам они пару раз ходили вместе день который у нее оставался после весьма странного свидания с Джиро она потратила на встречу с друзьями точнее теми кто не был занят на миссии или тренировки Миджи пожелал ей приятного отдыха и понадеялся что он поможет ей восстановление Сакура же относилась к этому скептически однако поблагодарила друга она спросила его признался ли он тентин но он порозовев отрицательно качнул головой выражая свою неуверенность в том как будут восприняты ее чувства Сакура вспоминала их разговор замерев на пороге здания золотой дракон гласила вывеской Харуна неуверенно вошла в двери ее встретили две красивые девушки облаченные в кимону и с замысловатыми прическами Сакура Сама проходите пожалуйста мягким голосом сказала одна из них у нее были медовокарие глаза прищуренные в теплые улыбки как же отросли ваши волосы Сакура Сама хорошо что мы уговорили вас не обрезать их больше Сакура промычала что-то удивленно неразборчивое в ответ она совершенно не помнила ни эту кунаичи ни то что вообще хотела отрезать свои волосы ей очень нравилась ее длина сейчас спускающиеся за спину розовые волосы отросли уже ниже лопаток и красивым водопадом не спадали вниз уход который мы подобрали для вас Сакура Сама очень хорошо подошел вашим волосам посмотрите как теперь они сияют я не помню сияли ли они до моего визита в золотой дракон призналась Харуна ну конечно воскликнула вторая девушка простите за нашу невежливость мы в курсе вашей проблемы Сакура Девушка поклонилась и распрямив спину продолжила следуйте за мной вам нужно переодеться ваш транспорт скоро прибудет хотите чаю не откажусь оставьте все вещи здесь в доме где вы будете жить для вас есть все необходимое от одежды обуви до средств в гигиене щебетала вторая помощница с темно-зелеными глазами и винного цвета губами ее переодели в красивую легкую юкату предоставили деревянные гэты и расчесали ее волосы с маслами к моменту когда одна из помощниц затягивала на юкате бант Сакуре принесли чай и фрукты все вели себя с ней словно она королевская особа это было очень смущающее но невероятно приятно пойдемте Сакура сам и мелодичным голосом проворковала кориглазая девушка когда Кунаичи закончила пить чай ваш транспорт уже подан они вышли во внутренний двор где стояла резная золотисто-красная карета с запряженными в нее четырьмя лошадьми она из помощниц уже открывала дверь и в пригласительном жесте указала Хару наследовать внутрь вы поедете одна извозчик доставит вас к рассвету в долину источников где расположена курортная часть золотого дракона вас встретит Мегумисона и проводит вас в ваши покои в карете очень просторно комфортно отдохните и вздремните путь не близкий спасибо Сакура все еще ощущала неловкость и небольшую нервозность от того что совершенно не знала что ее ждет впереди все же она пересилила свой страх и вошла в резную карету там действительно было просторно два удобных сидения одно по направлению движения другое против были достаточно широкими и длинными что на них можно было спокойно вытянуться и уснуть в корзинке стоящие на одном из сидений Сакуры обнаружила постельное белье но спать она совершенно не хотела впервые после того как она потеряла память она собирался куда-то далеко за пределы канухи а значит она будет смотреть в окно всю ночь вдруг пропустит что-то по-настоящему прекрасное Саски наслаждался горячей водой вонсини расслабляясь после утомительной тренировки руки подрагивали от усталости а спина напрочь отказывалась держаться прямо но он определенно получал удовольствие от такой усталости Учхо взглянул на цветущее дерево вдали там у пруда оно склонило ветви над ним и осыпало свои розовые лепестки прямо на ровную поверхность воды Саски чувствовал грусть от того что так долго радовавшие его цветущие вишни вдруг утратят этот прекрасный вид Учхо поднялся из онсина расслабленно потягиваясь и стряхивая с себя капли мылкой воды по привычке он окунулся в водопаде чтобы смыть с тела остатки мылкости подхватив вещи обнаженным направился к дереву вдруг что-то насторожило его снова изменения в его мире буквально недавно луна зашла за горизонт и ничто кроме звездного неба не освещало этот замкнутый мир однако сейчас его дерево светилось зеленоватый свет исходил из кроны освещая каждый листочек Саски подошел ближе и обнаружил тысячи светлячков облепивших дерево он протянул руку вверх и коснулся пальцем одного из светящихся жучков и едва Саски дотронулся до него все светлячки взмыли в небо создавая вихрь зеленоватого свечения они перелетели на поляну с цветами и подсветили ее создавая волшебное сияние Саски улыбнулся и что он есть силы рванул на поляну там где его ноги касались почвы светлячки взлетали и облаком кружили в разные стороны начал кружиться глядя как светлячки спирали взмывают в небо вокруг него Саски впервые рассмеялся самым искренним и счастливым смехом небо пронизанное предрассветным сиянием напоминало Сакуре ее собственную голову сейчас позади непроглядная тьма а впереди что-то прекрасное и светлое Харум изочарованно глядела вдаль размышляя о прошлом таком темном и беспросветном и технике избавления от него но с каждой минутой этого размышления солнца еще не показавшийся из-за горизонта освещало все больше неба неужели у нее когда-то светится непроглядная тьма Сакура задержала взгляд на странные горе почему-то ей казалось что она что-то знает о ней что-то особенное она не спала всю ночь и была сильно утомлена но не могла замкнуть глаз разглядывая эти прекрасные виды простите высунулась она через переднее окно прямо к извозчику все в порядке Сакура Сама вы хотите сделать привал нет-нет не могли бы вы рассказать про эту гору она мне показалась очень интересной Сакура сложила руки на окно и положила на них подбородок приготовившись слушать в ней нет ничего примечательного обычная гора Сакура Сама кроме того что она очень близко расположена к нашим источникам вы можете даже прогуляться до нее при желании извозчик пожал плечами мы почти приехали вы хоть немного поспали нет Хару накачнула головой я любовалась небом экипаж приехал в дивное место у подножия гор там посреди множества небольших озер россыпью стояли небольшие домики соединенные друг с другом деревянным мостом который вел к одному большому резному зданию выстроенному в традиционном стиле Сакура восторженно выдохнула когда двери экипажа отворились ее взгляду предстал невероятный дом дворец Сакура добро пожаловать во дворец эти два дня вы проведете как королева меня зовут Мегуми я распорядительница во дворце золотого дракона Хару увидела строгую очень красивую черноволосую женщину в строгом черно-белом кимоно следуйте за мной я провожу вас в ваше покое вы смогли поспать она развернулась к Сакуре спиной и медленно пошла по деревянному настилу цокая аккуратно Мегэта Хару на немешкой пошла за ней тоже издавая очень приятный слух уцок от деревянной обуви честно говоря Мегуми сама я не спала совсем я любовалась прекрасными видами неба и не заметила как наступил рассвет да небо летом выглядит прекраснее всего вы видели падающие звезды сегодня нет тогда обязательно присмотрите сегодня ночью ведь днем вы хорошо отдохнете на массажах и в источниках благодарю за совет Мегуми сама они пришли к красивому домику окна которого выходили на каскад гор Сакура тут же узнала ту самую гору что привлекло ее внимание ее верхушка виднелась из-за ближайшей к ним субки вы можете переодеться принять душ и осмотреться помощница прошла в дом сняв Гэта упорова Хару на проследовала за ней домик был совершенно небольшой и состоял всего лишь из одной комнаты примыкающей к ней ванной что очень удивило Сакуру так это огромная кровать прямо посередине комнатки которая занимала почти все пространство Хару задумчиво оглянулась заприметив небольшой скрытый шкаф заделанный под комнатную дверь небольшой стол со стулом у окна с видом на ту самую гору это ванная если хотите искупаться скажите мне я ее приготовлю для вас сказала Мегуми вскидывая руку в сторону открытой двери но советую просто принять душ если желаете освежиться с дороги сегодня вас ждет много водных процедур Мегуми улыбнулась и поклонилась я приду за вами через час и провожу вас на завтрак отдыхайте спасибо Мегуми в очередной раз произнесла Сакура едва за распорядительницей закрылась дверь направилась в душ это был невероятный день насыщенный и при этом промелькнувший словно короткий миг после легкого завтрака Сакура отправилась в большой природный онсен вымощенный гладкими но не скользкими камнями температура в термальном источнике была равна температуре тела и заходить в нее было приятно Мегуми наделал на шею Сакура плотный ошейник поплавок и предупредила что находиться в этой воде можно не больше получаса и что она придет и разбудит Хару на минуту в минуту но я не планировала спать хохотнула Сакура эта вода богата природными минералами которые очень быстро расслабляют мышцы и человек впадает в дрему именно поэтому я надела на вас поплавок Сакура Сама Хару действительно уснула это было нечто невероятное ощущать себя практически невесомой в воде и при этом полностью расслабившись отдаться спокойным мыслям утягивающим в дрему ее разбудило нежное прикосновение прохладной руки Мегуми и ее добрый голос совершенно обнаженную помощница повела ее в комнату где пахло травами и маслами и уложила на белоснежную высокую кушетку где ловкие руки двух девушек размяли каждый сантиметр ее уставших мышц потом ее перевернули лицом вверх и накрыв горячим мокрым полотенцем начали массировать голову осторожно касаясь уже бледнющих шрамов на висках затем Сакуру облачили в Юкоту и направили в еще одну комнату где она медитировала однако совсем иначе чем во время реабилитации одна из девушек жгла благовоние и играла на каком-то странном инструменте издающем хрустальные звуки рассыпающиеся по комнате словно осколки вторая девушка периодически говорила тихие едва различимые слова Сакура не понимала говорить-то на другом языке или же просто в голове все смешалось и она перестала понимать даже родной язык мысли странно спутывались превращаясь в обломки фраз и обрывки картинок иногда Харуна морщилась и вздрагивала иногда на ее лице проступала улыбка но она почти не запомнила времени что провела в медитации казалось прошло не больше четверти часа однако когда Мегуми тихим шепотом направила Сакуру на выход из медитации оказалось что та просидела вот так целых три часа невероятно выдохнула Кунаичи осторожно поднимаясь после того как Мегуми уложила ее на бок я рада что вам нравится Сакура сама поклонилась распорядительница затем ее проводили в то же место где она завтракала там Мегуми провела Сакури чайную церемонию предлагая фрукты в качестве обеда после еды Харуна немного прогулялась цокая своими деревянными гетто по мосту затем ее снова проводили в одну из комнат главного строения вместе с Мегуми они занимались дыхательной гимнастикой и управлением энергией Сакура вдруг более отчетливо почувствовала свою чакру циркулирующую в теле это было невероятно приятно Харуна вновь искупали в источнике в котором температура была выше сидеть было можно не больше 10 минут а потом тут же отвели в деревянную ванну наполненную теплым ароматным маслом она снова дремала ловя мелькающие картинки ее жизни однако ни одной не видела из прошлого а может увидела снова массаж и многочасовая медитация а затем прогулка и легкий ужин от каждой минуты здесь Харуна получала колоссальное удовольствие до самого заката ее водили за ручку словно маленького ребенка и ухаживали за ней ее телом как за королевой в завершение дня после ужина Сакуре снова сделали массаж головы а затем две девушки вымыли ей волосы потратив на эту процедуру по меньшей мере час втирая в розовые пряди масло и какие-то питательные кремы пойдемте Сакурасама я провожу прошептала распорядительница помогая подняться я отдыхала сегодня весь день Мегумисама спасибо большое за это Сакура поклонилась тогда вы можете осмотреться хотите я вас сопровожу нет все в порядке я могу прогуляться сама куда пожелаете Сакурасама доброй ночи Мегуми поклонилась и грациозно ушла оставив Сакуру одну Харуна блуждала по деревянным мостам разглядывая странные темные отвороты в лесок который окружал озеро на небе взошла луна которая начала уже убывать и теперь казалась немного обкусанной с одного бока мысли все так же спутран бегали в голове выхватывая разные картинки из памяти вот Джиро предлагает ей избавиться от прошлого вот Нэджи рассказывает ей имя человека которого она всегда любила вот Наруто рассказывает историю о бедном мальчике потерявшем всех близких вот Цунади рассказывает о том что случилось с ее памятью а потом Гука с многократным эхом в голове пронесся обрывок диалога я до сих пор влюблена в него до сих пор ответ Наруто был необычайно громким и больно стучался голову Сакуры заставив ее схватиться за поручни моста Сакура посмотрела в воду селись победить свое забытие ей вспомнить хоть немного В отражении воды она увидела луну звезды фонарики освещавшие дорогу и свой силуэт Саски прошептала она и вдруг почувствовала как сердце ускорило свой ритм это имя вызывало у нее трепет пусть даже она и не помнила его Учхо сидел на поляне поигрывая пальцами с летающими светляками они уже не взлетали таким красивым вихрем в небо лишь изредка взмывали по одному или двое чтобы переместиться на теряющие у своей лепестки цветущую вишню те что находились рядом иногда заползали на руки и тогда Саски шевелил пальцами заставляя их снова взлетать светлячки не улетали а лишь кружили вокруг иногда садясь на руки иногда отдаляясь чуть-чуть чтобы снова вернуться это было приятно и очень красиво ведь цвет этих жучков был даже ярче звездного они чертили свои светящиеся траектории оставляя быстро растворяющийся зеленовый так голубый след завораживая и умиротворяя вдруг подул ветер который был никак не связан с настроением Саски сердце Учихи мгновенно забилось ведь такое бывало только тогда когда он слышал голос Сакуры он вскочил на ноги оглядываясь его взгляд вдруг зацепился за то как вишневые лепестки обрываются ветром смешиваясь с взлетающими от побеспокоившего колебания светлячками закручиваются вихрь обрисовывая человеческий силуэт девушки смотрящей в воду Саски пронесся по всему его миру тихий шепот и в этот миг новый порыв ветра развеял лепестки по воде а светящиеся маленькие жучки скучивались в небольшой рой и вновь направились на поляну чтобы скрыться в траве Сакура что он есть матч и закричал учха бросаясь к тому месту где только что виднелся силуэт глядя в воду Харуна вдруг снова услышала этот голос его голос Сакура позвал он точнее он кричал громко надрывно Харуна завертела головой оглядываясь по сторонам но снова ничего не увидела зато почувствовала чакру его чакру она не знала почему так и решила познала что это точно он где то там зовет ее и это не галлюцинации я иду к тебе она развернулась прислушиваясь к источнику чакры последовала по темной тропинке куда-то в сторону гор цепляясь за ощущение отголосков силы человека который только что так надрывно звал ее она идет и найдет его во что бы то ни стало идти было неудобно так как одеяния что были на ней сейчас юката повязанные поясом сзади деревянные гэта были не очень приспособлены для блуждания по лесным тропинкам но харуна не останавливалась чтобы не упустить эту такую до боли знакомую зовущую чакру из своих ощущений пройдя по тропе мимо двух гору подножия которой был расположен дворец золотого дракона сакура вышла к той что так привлекла ее внимание с самого начала что-то в этой горе отличалось от всей этой местности из нее исходила сила и сквозь монотонный фон этой силы она чувствовала как магнитом тянет ее внутри чакра учихи саски я иду к тебе услышал он и сердце едва не выскочило из груди это правда или же галлюцинации неужели она действительно идет он не знал где искать лишь шум в ушах неистого говорил о том что внутри него кипит надежда на то что она наконец придет к нему сакура выдохнул он ее имя падая на колени руки неистово дрожали он не знал что она совсем рядом не знал что слышит и чувствует его просто звал потому что сейчас она была ему нужна как никто другой сакура шла на его зов и след его чакры исходящая из горы которая словно магнит тянула куда-то внутрь она была высокая цельным скальником уходившая в небо и лишь оплетенная лазой не имела ни одной расщелины в которую можно было проникнуть но все еще упорно источало чакру чихи изнутри заставляя кунаича искать хоть что-то напоминающее вход харуна не понимала как попасть внутрь издалека гора оказалась неприступной и приблизившись к ней кунаича не изменила своего мнения цельный камень ровной стеной вставал перед ее взором она решила обогнуть гору со всех сторон следуя завой энергии исходившей от скальника и чуть позже вдали показалась небольшая расщелина откуда фон источающей силы был сильнее и сакура неуверенно шагнула внутрь попадая в темную и сырую пещеру ее обувь совершенно не была предназначена для хождения по мокрому и неровному камню что устилал пол пещеры однако кунаича не подумала снять свои гэта осторожно придерживаясь рукой влажную за стену она ступала с каждым своим шагом издавая громкий цокающий звук иногда поскальзываясь но стараясь не упасть Харна продвигалась вглубь куда вел ее невидимый зов голоса больше она не слышала однако ощущала что он ждет ее и умоляет найти здесь кто-нибудь есть ее голос многократным эхом разнесся по пещере но в ответ была лишь тишина в этом месте концентрация его силы была настолько велика что ей казалось что он стоит прямо здесь но никто не ответил на ее зов Сакура чувствовала такую знакомую и родную чакру однако где Саски она не знала может быть Учхов Мураван в камень или стал бесплотным духом не ушедшим в чистый мир от этой мысли Сакура поежилась никому не желая такой страшной участи или может здесь покоится артефакт в котором его запечатали она даже не догадывалась насколько была близка в своих предположениях одно лишь она точно знала он здесь Сакура преодолела несколько десятков метров вглубь на ощупь понимая что если сейчас не найдет источник света не сможет потом выбраться потому что уже не стало видно ни луны ни звезд ни их тускло в освещении однако она чувствовала что из стены чуть подаль от нее исходит мощнейший поток чакры активировав зеленоватое свечение мистической ладони Харуна осмотрела стену такую же мокрую и сырую но источающую мощную силу она попыталась коснуться ее но пальцы не встретились с твердым покрытием а утонули внутрь Кунаичи чуть надавила вперед и рука провалилась сквозь камень это не стена лишь замаскированный под стену проход но что там внутри вдруг это опасная ловушка или вдруг она войдет а выйти уже никогда не сможет но все эти мысли становились такими незначительными потому что оттуда исходил его зов человека которого она любила человека которого она не помнила человека которого ее измученная память все никак не могла отпустить закрыв глаза и сделав глубокий вдох Сакура не колеблилась больше ни секунды сделала шаг прямо в стену его сердце бешено стучало но ничего не происходило она сказала что идет но не пришла хотя сколько же времени на самом деле прошло с момента как она это сказала но не предполагал придя к выводу что это очередное испытание созданное его тюрьмой он постарался успокоиться выдохнув опустился под привычное дерево у пруда лишившийся правда всех своих лепестков раскидывающие теперь лишь зеленые обрамленные молодой листвой ветви он глубоко дышал стараясь взять сердцебиение под контроль однако все тщетно с каждым вздохом в голову приходили образы встревоженного лица Сакуры ищущей его и не находящей ветер раскачивал ветви заставляя светлячков взмывать над полем и кружить создавая замысловатый танец сияющих маленьких звезд учиха понимал что он наивен и глуп раз поверил что кто-то придет это его тюрьма его затончение и его одиночество с которым он должен жить почему он вдруг решил что голос который он слышит принадлежит настоящей Сакуре глупец пора уже принять наконец тот факт что он навсегда останется один на один с собой вновь переведя взгляд на светлячков Саски залюбовался и не понял что сердце начинает успокаивать свой ритм а волнение отходит куда-то в сторону при виде этого сияющего танца он поигрывал пальцами травинкой что росла где-то возле колена и с интересом глядел на источающих свет жучков с удивлением обнаружил что улыбается вдруг все резко изменилось для него впервые с момента заточение в этом мире он почувствовал чакру но не свою чужая чакра возникла словно из ниоткуда врываясь в его мир мощными потоками точнее сказать не чужая а до боли знакомая родная это была Сакура а потом ощущение ее чакры исчезло Харуна сделала шаг и открыла глаза она оказалась каком-то очень странном месте где из скалы не спадал водопад образующий небольшой водоем из которого быстрым потоком вытекала неширокая река небо было усыпано звездами казавшимися гораздо крупнее чем обычно но луны что освещало ее путь там снаружи видно не было ей открылся вид на небольшую поляну с танцующими над ней следуя порывам легкого ветра с ветрячками Сакура восторженно выдохнула какое волшебство справа от нее был небольшой онсен очень похожий на тот в котором ее купали сегодняшним днем а слева под водопадом она обнаружила тропинку по которой могла пройти ведь он был там с той стороны реки Сакура чувствовала его ощущала что здесь в этом странном мире похожем на их собственный мир но имеющим много странных отличий находится человек которого она ищет осторожно ступая она направилась на ту сторону небольшой реки следуя завуя его чакры едва она отошла от скалы ощущение завущей силы пропало но это не остановило Кунаичи и она продолжила свой путь тропинка вильнула в сторону открывая ее взору вид на ту самую поляну где танцевали светлячки и на небольшой пруд с огромным деревом раскинувшим зеленые ветви над водой светлячки путались среди ветвей освещая молодые листья играя с тенями и создавая какую-то волшебную живую подсветку кроне и она увидела его сидящего под этим деревом словно из вояния он сидел в медитативной позе но глаза его были открыты и смотрел он только на нее Сакура не была уверена что это действительно тот самый человек что так беспокоил ее измученную беспамятством голову однако ей казалось что она знала его именно его искала здесь человек был одет в странно знакомую серо-синюю одежду его волосы складывались в узнаваемую прическу а темные глаза Сакура даже издалека могла угадать что знает этот цвет даже не видя его в темноте звездного неба он поднялся неуверенно и как-то обреченно словно не верил что это на самом деле происходит Сакура шла к нему по натоптанной тропинке ступая своими деревянными гетопой неровной поверхности и изо всех сил стараясь держать спину ровно и он двинулся ей навстречу сердце готово было выпрыгнуть из груди в глазах защипало но она старалась держаться Сакура выдохнул он все тем же голосом что звал Харуна все это время Кунаича понимала что это должен быть он она чувствовала но не могла не спросить ведь полагалась она только на ощущения которые могли ее подвести его бездонные черные глаза пронизывающие взглядом насквозь его лицо это именно тот человек ради которого ее сердце было готово выпрыгнуть из груди но это были лишь ощущения ведь она совершенно его не помнила не помнила как обнимала его в лесу смерти как он защищал ее как плакала над израненным телом как умолила его не покидать деревню не помнила его спасибо перед страшным ударом по затылку не помнила как в слезах умолила Наруто спасти и вернуть этого заблудшего человека в ее голове было совершенно пусто но она чувствовала что знает его что любит его что всегда ждала только его набравшись смелости она взглянула этому человеку прямо в глаза едва сдерживая подступающие слезы и осторожно спросила протягивая к его щеке дрожащую ладонь вы учиха Саски сидя в своей медитативной позе он в изумлении распахнул глаза ощущая потоки ее силы неожиданно ворвавшиеся в ее мир ощущая ее саму а потом все исчезло но спустя какое-то мгновение ее образ появился на тропе что увела от водопада к пруду что это настоящая ли она или снова проделки его тюрьмы она была облучена в белоснежную кату разрисованную зелеными веточками по подолу и подпоясанную зеленым поясом Саски был готов поклясться точно в цвет ее глаз на ногах красовал из белой носочки и традиционные деревянные гетто словно она вышла из его фантазии он все смотрел и смотрел не в силах пошевелиться а потом сделав глубокий вдох медленно поднялся и двинулся к ней навстречу он боялся что сейчас она исчезнет как исчез тот образ из светлячков лепестков сакуры он боялся что пройдет ее насквозь что она бесплотный дух но с каждым шагом приближаясь к кунаичи он понимал она настоящая чувствовал тепло ее тело а приблизившись совсем вплотную заглянув в глаза что так долго приходили к нему в его мечтах почувствовал что сейчас задохнется от нахлынувших эмоций сакура выдохнул он проглатывая подступившим к горлу давящий куум ничего другого он не мог сказать он всегда выдыхал ее имя при встрече ведь она всегда он сейчас это понял всегда была в его сердце она заглянула ему в глаза как-то робко и неуверенно словно селилась узнать протянула руку к его лицу и вдруг задала самый страшный вопрос который можно было услышать вы учиха саски сакура голос его задрожал он больше не нашел что можно сказать на такой странный вопрос почему она не узнала его почему спросила на лето да это я сакура ты не узнаешь меня кунаичи виновата опустила голову стараясь больше не смотреть в глаза этому человеку слишком много боли в них было прости пожалуйста что за такой глупый вопрос прошептала сакура только сейчас он понял что она уже давно в своем шепоте доносившимся сквозь ветер не добавляла к его имени такой привычный суффикс кун почему ты не узнаешь меня сердце его болезни нажалось я прости сакура не могла найти сил рассказать ему было неловко ведь он был таким чужим и таким родным а голова уже раскалывалась от боли саски я не узнаю потому что совершенно ничего не помню ни о ком прости меня со мной произошел несчастный случай она на автомате вскинула правую руку касаясь шрама на своем виске что был скрыт не спадающими розовыми волосами учха тут же протянул к ней свою ладонь убирая прядь волос и обнажая уже бледнеющий след словно паутина расходящаяся от виска он провел по нему большим пальцем зарываясь рукой в ее волосы по коже пробежались мурашки от прикосновения к ней видя эту отметину он хотел кричать от боли сжавшей сердце от сожаления и вина за то что сидел в этом проклятом заточении пока она сражалась рискуя жизнью получая страшные ранения и теряя часть себя его рука соскользнула с головы Сакуры и он рухнул перед ней на колени задыхаясь от нахлынувших чувств он обхватил ее руками за талью крепко обнимая прижимаясь щекой к ее животу и смог выдохнуть лишь извинений прости меня Харуна не знала как себя вести с ним замерев и едва сдерживая слезы она лишь чувствовала что ее тело мечтало оказаться в его объятиях такого родного любимого но одновременно чужого человека Саски пожалуйста не надо он отстранился но не отпустил рук положив свои ладони ей на талию он посмотрел на нее снизу вверх глядя в словно светящиеся изнутри глаза я причинил тебе слишком много боли прошептал он я так виноват ему было тяжело ему было больно настолько что он готов был выть от того что творится внутри но не мог видя что пугает ее все сильнее а розового волоса Якуна Ичи словно вышедшая из его фантазии облаченная в прекрасную коту стояла бесшумно роняя слезы и смотрела в его глаза склонив голову Сакура никогда не видела его таким да она точно знала что Учхасаски никогда не проливал слез глядя вот так и в лицо никогда так не обнимал и уж точно никогда не просил прощения она смотрела на него сверху вниз видя как его невероятно глубокий взгляд до краев наполняется виной изливаясь крупными слезами подсвечиваемыми парящими вокруг светлячками она знала но не помнила пожалуйста вспомни меня шепнула над ними губами я очень хочу вспомнить прошептала она но не могу сколько бы я ни старалась после этих слов Саски виноват опустил голову и Сакуря вдруг очень захотелось его утешить он ведь не виноват в том что произошло не он атаковал ее все позади Саски Харуна присела чтобы их лица были на одном уровне я нашла тебя даже не помня я узнал и тебя и это главное он снова взглянул на нее ее лицо было так близко блестяще от слез вновь протянув к ней руку и откинув прядь с другой стороны он увидел такого же словно удар молнии тонкий шрам паутиной оплетающий висок обхватив обеими руками ее голову он зарылся пальцами в розовые пряди поглаживая большими пальцами шрамы на ее висках она хотела что-то сказать но не нашлась лишь робка закрыла глаза наслаждаясь его действиями его пальцы своими прикосновениями вызывали тысячи мурашек блуждающих по телу Харуна вздрогнула от нахлынувшего приятного ощущения и саски неверно истолковав это опустил свои руки слегка отстраняясь он больше не ронял слез однако его взгляд все еще был полон вселенской тоски прости вновь прошептал он глядя Сакуре прямо к глаза это не твоя вина тебе не за что просить прощения она утопала в его взгляде казалось это все о чем она когда-либо мечтала меня не было рядом ты бы ничего не изменил я не давал бы этому произойти ей было больно смотреть на этого тонущего в вине извинениях человека сердце сжималось от того что она не могла помочь ему зная что он корит себя из-за того что было ему не подвластно Кунаичи решила отлечься от такого гнетущего момента ты живешь здесь Сакура поднялась на ноги оглядываясь это место моего заточения Саски последовал ее примеру тоже поднимаясь на ноги он стоял так близко что Сакуре хотелось прижаться к нему почувствовав крепость его тела и его тепло она чувствовала что мечтала об этом многомного лет но это всегда было недосягаемо и вот сейчас совершенно не помни его она боролась с желанием броситься к нему на шею и жать в объятиях но вместо этого продолжила пока еще совсем неловкий разговор кто заточил тебя сюда мудрец шести путей я слышала о нем Сакура склонила голову на бок всматриваясь в красивое лицо собеседника ты видела его своими глазами сражаясь со мной бок о бок в четвертой мировой войне Шиноби констатировал Саски как обычно когда Харуна слышала что-то что бередила ее память информация начинала стучаться о ее голову причине боль она поморщилась видев стревоженный взгляд отрицательно покачала головой прости каждый раз когда мне рассказывают о чем-то что связано с моим прошлом меня мучают головные боли она потерла виски и снова оглянулась твои заточения выглядят как настоящий рай так красиво вокруг это стало райем не так давно но сначала было настоящим адом признался Саски расскажешь мне он лишь качнул головой пообещав что когда-нибудь если выберется отсюда обязательно поведает ей о своем пути искупления но сейчас ему не хотелось делиться теми испытаниями что пришлось преодолеть не в момент когда он наконец-то перестал быть одиноким сколько времени прошло с окончания войны вместо этого спросил он уже больше полутора лет призналась Сакура немного задумавшись мне казалось что прошла целая вечность мне тоже почему-то сказала она она неуверенно ступила вперед направляясь к пруду и осматриваясь по сторонам Учиха последовал за ней чуть поудаль наблюдая как маленькие светящиеся жучки подлетают к ней Сакура протянула руку и несколько светлячков подлетело к ладони кружа вокруг пальцев освещая руки словно чакра Ирьянина она вытянула вторую и еще несколько жучков прилетело они не садились на нее то приближаясь то взмывая в небо в свете звезд и сияние жучков Саски показалось что Кунаичи спустилась с небес словно богини Сакура сделала оборот и сотни тысяч светлячков что роились над поляной с места и вихрем окружили их обоих Кунаичи восторженно выдохнула казалось она попала в космос среди звезд и летит рядом с ним с тем о ком мечтал так долго Сакура взглянула сияющими от счастья глазами на Учиху освещенного маленькими бледнозелеными точечками и стоявшего словно мистическое извояние светлячки все кружили то рассыпаясь в разные стороны то опять собираясь вихрь как прекрасно воскликнула Кунаичи вновь расставляя руки в разные стороны и кружась она сделала несколько оборотов и светлячки повторили за ней ее действия собираясь в воронку затем Сакура закружилась в другую сторону и светящаяся воронка тоже поменяла направление тогда Харуна развернулась спиной к Саске и побежала вперед к пруду и жучки последовали за ней словно она есть их создатель Саске это так красиво восклицала Кунаичи а они все роялись вокруг пульсируя и кружась а потом Сакура побежала обратно к Учихе который остался на тропе чуть в стороне раскинув руки в разные стороны ловя пальцами светящихся теплых жучков она вдруг заливисто засмеялась на бегу разливая теплоту своим смехом в сердце Саске она бежала в этих совершенно неудобных деревянных гэта словно была босиком и казалось сейчас она в отвод бросится ему на шею Саске раскрыл руки с трепетом ожидая как прижмет ее к себе и она подалась навстречу окруженная зеленоватым светом словно искрами фейерверка взорвавшегося вокруг нее и просто рухнула в его объятия смеясь и словно светясь изнутри Учиха сам не заметил как закружил ее улыбаясь и прижимая к себе создавая новый красивый вихрис светлячков она смеялась и он смеялся тоже Саске прошептала она ловя его взгляд своими бездонными сияющими зелеными глазами Сакура вторил он в ответ они были так непростительно близко а он мечтал о ней так долго а потом Учиха набравшись смелости наконец склонился к ее губам поцеловал она незамедлительно ответила слегка подавшись вперед и раскрывая губы прежде чем он накрыл их своими Саске мечтал об этом так давно но все же она мечтала еще дольше а потом Сакура рухнула вниз разорвав поцелуй падая в его объятия с резким вдохом и заходясь в громком протяжном крике боли Саске не дал ей пасть прижав крепче к своей груди он не понял что произошло да и Сакура не поняла просто едва ее самая заветная мечта сбылась едва его губы коснулись ее а язык скользнул в ее рот мощнейшим потоком в голову хлынули назад все ее воспоминания причине нистовую боль она все кричала и плакала дрожа в его руках а он не знал что мог сделать для нее как помощь лишь сжимал в объятиях крепче словно если отпустят эта хрупкая кунаича исчезнет навсегда через какое-то время ее рыдания прекратились сменяясь всхлипами дрожь стала затихать и Сакура немного успокоилась неуверенно поерзав она высвободилась из тесноты его рук Харуна не заметила как они оказались под деревом у пруда перенес ли он ее или же давил плачущий и не замечающий ничего вокруг Саски сидел прижавшись спиной к сильному стволу и не отпускал ее из своих рук а она же полулежала рядом положив голову Учихи на грудь Сакура не заметила как светлячки снова вернулись на поляну подсвечивая траву мистическим светом и лишь несколько все еще периодически подлетали к ним то приближаясь то взмывая вверх она подняла свои глаза встречаясь с его бездонными и полными тревоги ей хотелось рассказать что его поцелуй вернул ей память создавая новое самое счастливое воспоминание в его руках но она не могла найти слов а вдруг это сон такой прекрасный сон или же она все еще в коме ее мозг восстанавливаясь после этой травмы полученной при борьбе с монстром создал эту красивую картинку в ее голове протянув руку к его лицу она коснулась прохладной кожи это было так по-настоящему Саски робко начала она я помню тебя ты помнишь он выглядел совершенно сбитым с толку но это ты ты рядом я нашла тебя словно в бреду она обхватила ладонями его лицо начиная гладить его кожу по щекам снова полились слезы теперь я помню я все помню ты нашла меня вторил он облегченно выдыхая ей касаясь лбом ее лба она просияла улыбкой обвела свои руки вокруг шеи Саски помни каждое слово что доносилось ветром до нее во времена заточения помни все свои чувства помни все я всегда верила что найду тебя я так тебя ждала Сакура для него это были ответы на все его страхи и мысли что столько раз посещали в этом заточении ты даже не представляешь как ты нужна мне он силился сказать ей что только воспоминания они помогли ему пережить все эти испытания что привели к очищению его мысли и сердца от ненависти пережить всю эту боль выжигающую жаром и сковывающим холодом но он не мог почему-то слова застревали в горле и не выходили наружу ускоряя сердцебиение он лишь пошевелился удобнее усаживаясь у дерева и наслаждаясь жаром ее тела в своих руках спасибо тебе Сакура прошептал Саски зарываясь лицом в ее волосы время тут действительно шло иначе Харуна казалось что она была в его объятиях целую вечность такую волшебную и приятную вечность однако звезды на небе так и не сдвинулись со своих мест ей было хорошо в его объятиях таких новых нежных наполненных чем-то сакральным не хотелось прерывать этот момент ни на секунду но она понимала что рано или поздно это закончится Сакура М как ты попала в этот мир Харуна поерзла в его объятиях чувствую как он сжимает руки сильнее не давая ей высвободиться вызывая приятные мурашки по всему телу она считала это настоящим чудом что нашла его а помня не узнавая лишь чувствую и это действительно было чудо ты позвал меня и я пришла неуверенно ответила Кунаичи понимая что этот исчерпывающий ответ совсем не то что он хотел услышать расскажи мне и она рассказала как слышала его зов как отвечала на шепот приносимый ветром как увидела гору такую обычную и одновременно манящую как почувствовала его чакру когда в последний раз он позвал ее как последовала за зовом придя к той самой горе как нашла пещеру и вошла сквозь бесплотную каменную стену и вот я здесь с тобой ты здесь Саске казалось что это сон прекрасный сон оживших фантазий иначе как можно было назвать то что Сакура Харуна пришла к нему облаченная в векоту напоминающая божество в телесной оболочке он всегда помнил ее другой в боевой экипировке потрепанную серьезную и готовую к битве или же маленькую и беззащитную в красной форме с клановым гербом на спине однако сейчас герба на ней не было сейчас в его руках было нежнейшее создание полное трепета тепла и заботы она все еще любила его он чувствовал это всей душой но была ли она настоящей почему ты в Юкате одна моя подруга подарила мне на день рождения поездку в чудесное место поделилась она именно поэтому я оказалась так близко к горе там все носят традиционные одежды поэтому на мне Юката и Гэта я оставила все свои вещи в Канухе и у меня даже не было шанса надеть что-то более удобное для путешествия по горной местности она хохотнула да я бы и не стала я так боялась упустить это чувство связи с тобой Саски все еще держал ее в руках боясь что если отпустит она исчезнет ее голова покоилась у него на груди и она нежно поглаживала его руку своими пальчиками и размеренно дышала он чуть крепче обнял ее вдруг подумав что она сейчас исчезнет словно на вождение ты правда настоящая она помедлила с ответом в который раз поднимая на него свой взор и встречаясь с его темным взглядом то же самое я хотела спросить у тебя в этих объятиях полных тепла и нежности ей было хорошо и тепло однако что-то ей подсказывало что настоящий учхо Саски не стал бы так делать тот учхо которого она помнила был холоден на проявлении эмоций и совсем не любил прикосновения и объятия этот же человек не отпускает ее сжимая так нежно и трепетно что в животе начинают порхать бабочки я не знаю настоящий ли я настоящий ли ты правда ли все что происходит сейчас или я уже умер и пройдя путь очищения попал в чистый мир я был заточен здесь неимоверно долго мне кажется словно прошло не чуть больше полутора лет а вся сотни и если это так ты не можешь быть настоящей попробуй почувствовать мою чакру разве ты не помнишь какая она Сакура улыбнулась в этом мире я не могу использовать своих сил здесь я обычный человек без способностей лишь раз на мгновение я ощутил твое присутствие перед тем как ты появилась здесь Сакура задумчиво подняла руку пытаясь вызвать свечение мистической ладони но у нее ничего не вышло странно когда я вошла сюда я чувствовала тебя и твою силу сейчас тоже ничего она пожала плечами в нашем мире действительно прошло чуть больше полутора лет Сакура всматривалась в его бездонные глаза излучавшие лишь спокойствие идем со мной оставь это место давай вернемся в наш мир я не могу покинуть свое затончение я пытался сотни тысяч раз но не смог Саски Сакура вдруг осенила Хагарама запретил искать тебя это из-за того что Цунади пыталась тебя найти против его воли появился электрический страж ее глаза просияли но он сказал что ты сам позовешь нас когда будешь готов к свободе и ты позвал я нашла тебя а значит пришло время возвращаться домой Сакура в мгновение ока схватив за руку Учиху вскочила на ноги и потянула его за собой она была уверена что сейчас та стена сквозь которую она попала в этот мир пропустит их обоих и она приведет его в Канаху вернет домой идем попробуем вместе Саски не верил что есть даже призрачный шанс для него покинуть это место и ему становилось тоскливо от того что сейчас она сможет выйти а он нет но почему-то вместе с неверием появился какой-то трепетный огонек надежды возможно сейчас Сакура покинет его оставляя в этой проклятой тюрьме на еще одну вечность вечность с мыслями о ней цокающий звук издаваемый гэто утонул в шуме водопада когда они приблизились к скале Сакура потянула его к тропинке под не спадающей с того самого выступа водой и вывела на другую сторону реки там где был его излюбленный онсен Харуна остановилась у скалы развернулась к ней лицом и протянув руку к камню победно улыбнулась потому что рука тут же прошла сквозь материю видишь Сакура обернулась на удивленного учиху он трогал эту скалу множество раз колотил ее разбивал о нее кулаки и никогда его рука не находила выход в камни Саски в надежде протянул руку к стене но пальцы уперлись в шероховатую поверхность слегка влажную от брызг водопада я все еще заперт Сакура Харуна сделала шаг внутрь утопая наполовину в скале но даже когда она стояла в этой стене проходя ее насквозь Саски касался лишь камня или ее но не находил выхода из этого мира небольшой огонек надежды внутри погас оставляя ощущение холода и пустоты наивно было полагать что сейчас он выйдет вместе с ней и заживет жизнью о которой мечтал сидя здесь в заточении ты ведь еще вернешься ко мне? в надежде спросил он понимая что Сакуре пора идти ты ведь еще вернешься ко мне? услышала Сакура вопрос и поняла что он прощается с ней нет прорычала она не понимая что это нет звучит как ответ на его вопрос я не собираюсь тебя оставлять здесь мы уйдем отсюда вместе даже если мне придется в одиночку уничтожить эту скалу стоя наполовину в камне она активировала зеленоватое свечение чакры схватив Саски за руку резко рванула на себя Харуна оказалась в пещере зеленоватое свечение ладони освещало ее руку и она обнаружила что все еще сжимает руку Саски та немного высунулась сквозь невидимый барьер но что-то мешало пройти дальше сконцентрировавшись она пропустила свою чакру чуть дальше по его руке и смогла еще немного вытянуть его однако тот мир действительно блокировал ее силы потому что если раньше она спокойно могла объять зеленоватым свечением все тело человека то сейчас не могла дойти до локтя сделав шаг обратно в его мир Сакура выдохнула чувствуя как ее чакра затухает внутри Саски ты видел твоя рука прошла сквозь стену конечно же он видел в тот момент его сердце чуть не выпрыгнуло из груди от мысли что учхов отвод покинет это проклятое место я знаю как тебя вытащить отсюда правда моя чакра я окутаю тебя своей силой и ты пройдешь сквозь камень но я могу ее активировать только стоя вплотную к стене и распространить лишь немного вперед но окутанный моей силой ты сможешь пройти Сакура встала вплотную к скале не ощущая опары за собой она засветилась зеленоватым светом излучая чакру и протянула руки к Саске обними меня так я смогу больше окутать тебя он шагнул в ее объятия сжимая наслаждаясь теплым ее тело ароматом каких-то цветов источаемых ее кожей ощутил как теплая чакра касается его и подался за ней Сакура слегка провалилась в камень распространя все дальше по его телу свою силу Саске чувствовал как проходит сквозь невидимый барьер как разгорается огонек надежды на свободу как растет внутри ощущение эйфория как ноет низ живота от тесных объятий а потом вдруг уперся лбом невидимый стену не пускающую его голову на свободу Саске чувствовал как Сакура обхватила руками его лицо пытаясь накрыть его чакрой но тщетно он сделал шаг назад потянув слишком резко назад и не ожидая что Сакура не будет сопротивляться они вались обратно в мир его заточения вновь гася огонек надежды на свободу все тщетно прошептало над ними губами он все еще сжимал ее в своих объятиях лежа на спине ощущая жар ее тела сквозь ткань чувствую как начинают затуманиваться мысли от нахлынувших слишком смелых фантазий врывающихся в голову Сакура приподнялась все еще лежа на нем и глядя Саске прямо в глаза вдруг ее осенило нам надо попробовать еще раз ее лицо залилось румянцем Харуна робко отвела взгляд в сторону прежде чем сказать только в этот раз ты поцелуешь меня Саске постарался взять под контроль мысли которые уже голопом скакали гораздо дальше чем поцелуй дыхание уже не поддавалось контролю и его грудь тяжело вздымалась от глубоких вдохов Харуна уже успела подняться Учхо задумался на миг почувствовала ли она его возбуждение что так не кстати все еще продолжает туманить голову и сковывать движения они поднялись с каменистой земли отряхивая одежды и Сакура вновь повернулась спиной к проходу поднимая на Саске смущенный взгляд Учхо подошел как можно ближе к ней нежно обнял кладя одну ладонь ей на лицо это было странным желать поцеловать ее и понимать что она делает это возможно лишь из необходимости но ее глаза говорили иначе слегка склонившись к девушке он почти коснулся ее губ своими оставляя какие-то жалкие миллиметры расстояния между ними она скользнула руками по его спине вызывая мурашки от прикосновения и приоткрыл рот словно приглашая его Саске не стал больше колебаться сокращая дистанцию и впиваясь в ее губы жарким поцелуем и Сакура впустила его язык покрываясь зеленоватым светом чакры Учхо почувствовал как лицо защипало от ощущения и ренин дюцу на коже а потом Сакура потянула его на себя медленно проваливаясь в стену сосредоточившись на своей силе она все сильнее набрасывала на Саске свою чакру и мгновение спустя они провалились падая на темный влажный пол пещеры через которую Сакура вошла в его мир чувствуя как они летят вниз Саске подмял Сакуру под себя группируясь и заваливаясь на бок чтобы удар пришелся на него а не на кунаичи их поцелуй был грубо разорван болезненным падением на камни но теплая чакра Сакуры мгновенно исцелила ободранную а влажный пол пещеры кожу с громким стоком Гэта упали на пол слетев с ножек Сакуры прошелестев укатились куда-то в невидимую даль она снова лежала на нем сверху приподняв голову и глядя в его еле различимое в свете чакры лицо Харуна счастливо улыбалась и прерывисто дышала словно только что пробежала от Канухи до Кириби за останову он видел ее так четко ее трепещущие ресницы сияющие зеленые глаза соблазнительные губы все это затмевало даже тот факт что он сейчас находится вне заточения Саски у нас получилось шумно выдохнула Сакура радостно улыбаясь а потом она обняла его за шею все так же лежа на нем навалившись всем весом и у чихи закружилась голова он сжал ее в своих руках словно она могла раствориться в воздухе в любую секунду и поцеловал ее в макушку розовых пахнущих какими-то цветами волос Сакура спасибо тебе Саски не знал как выразить свои чувства и он благодарил не только за то что она избавила его от заточения вовсе нет на самом деле он до сих пор не осознал что по-настоящему свободен но он был бесконечно благодарен ей за то что Сакура не забыла помнила его несмотря ни на что и нашла и боролась за его свободу даже несмотря на то что он сам не верил Саски так мечтал что она найдет его и Сакура сделала это она неуверенно отстранилась перекатившись на пол и сев на колени огляделась в кромешной тьме погасив свечение иринин дюцу и пригляделась ища выход Саски последовал ее примеру и тоже сел за их спинами далеко-далеко был виден слабый отблеск темного неба это и был их выход Сакура осмотрелась в поисках своей слетевшей обуви все еще сидя на коленях и обнаружила небольшой источник света Саски смотри она указала на источник светящаяся точка словно светлячок затем зажглась еще одна потом еще с десяток они стали взмывать вверх как искра от костра плавно кружась и танцуя в этом абсолютно темном месте и освещая его твоя гэта учиха поднялся чтобы взять их но на них тоже появились светящиеся точки и он замер опасаясь их трогать а затем деревянные башмачки начали испаряться источая светящиеся белоголубые искорки пока не исчезли вовсе пещера наполнилась ярким светом от сотен тысяч таких искорок кружащих и плавно танцующих в неподвижном воздухе этого места та стена через которую они только что вышли стала прозрачной открывая им взор на то что и долина где провел Саски свое заточение испаряется тоже нам нужно уходить шепнула Сакура поднимаясь на ноги идем согласился Саски они поспешили к выходу однако босыми ногами по мокрому каменистому полу идти было совершенно неудобно а уж бежать тем более Сакура несколько раз соскальзывала с острых выступов едва не падая Саски поняв причину притянул ее к себе и обняв покрепче подхватил на руки переходя на более быстрый бег и направляясь к выходу старайся не касаться этого света шепнул он ей да она робко прижалась к его груди ощущая тревогу смешанную с невероятным чувством радости того что он держит ее в своих руках Саски старался обходить появляющиеся светящиеся огоньки и аккуратно перепрыгивал образовывающиеся пустоты стараясь как можно скорее покинуть это место и вот приближаясь к заветному выходу который уже весь сиял и испарялся Учхо ощутил что его сила вернулась он снова чувствует чакру и глаза снова видит глубже чем он видел в заточении направив силу в ноги он совершил последний прыжок высвобождаясь от этого казалось вечного плена уже навсегда а свет взрывающимся фейерверком за его спиной словно преследовал догонял их пока они не покинули эту пещеру в несколько мощных скачков он добрался до подножия другой горы спеша поскорее удалиться от той в которой был запечатан долгие месяцы Саски даже не оборачивался направляя все больше чакры в ноги чувствую как сила приятно покалывает тело сделав еще десяток мощных прыжков он оказался на вершине горы наконец-то он остановился и обернулся теперь можно выдохнуть и полюбоваться исчезающим прошлым как красиво выдохнула Сакура когда он остановился и развернулся лицом к испаряющейся горе свет исходящий от нее становился все ярче освещая все за многие километры вокруг словно наступил день а уходящие высоко в небо искры казалось долетали до самого космоса гора становилась все меньше с каждым мгновением а Саске все стоял держа Сакуру на своих руках и любовался тем как тюрьма в которой он провел больше полутора лет исчезала из этого мира Саске опусти меня пожалуйста прошептала Сакура и он послушал аккуратно поставив ее на землю но не дал отстраниться притягивая к себе так они остались стоять любуясь этим невероятным зрелищем сжимая друг друга в объятиях пока последние искорки света не поднялись в небо и не растворились в лучах восходящего солнца Сакура Саске перевел взгляд на нее спасибо тебе снова повторил он а потом он снова поцеловал ее трепетно нежно и долго так как давно уже мечтал поцеловать именно ее разорвать их поцелуй казалось чем-то невозможным Саске наслаждался каждым мгновением единения с Сакурой целуя ее как давно мечтал солнечные лучи поднялись из-за горизонта облизывая кожу теплыми касаниями Аучха почувствовал как по коже пронеслись мурашки Кунаичи блуждала своей ладонью по его спине коснувшись участка кожи неприоткрытого тканью он вздрогнул и Сакура отстранилась глаза были влажны от слез Сакура почему ты плачешь сердце казалось пропустило несколько ударов замерев в ожидании ответа он ожидал что сейчас она начнет проклинать его бросится с кулаками или признается что давно уже не чувствует ничего и поцелуй ей был противен хотя конечно если бы он сейчас смотрел на эту картину со стороны он точно бы знал что ей далеко не противно было целовать Аучху прости она виновата опустила голову вытирая мокрые щеки рукавом я просто так давно мечтал об этом не могу сдержать своих эмоций он облегченно выдохнул притягивая ее к себе и снова обнимая я тоже мечтал об этом и уже очень давно Сакура счастливо улыбнулась прижимая скрепче к его телу и Саски улыбнулся тоже они простояли там пока солнце совсем не взошло над горизонтом оповещая мир о наступлении нового утра Кунаичи немного отстранилась и указала куда-то в сторону где расположились озеро и небольшие домики с огромным дворцом по центру я остановилась здесь показала она пойдем со мной ты сможешь отдохнуть в моем домике я просканирую твое тело в спокойной обстановке и мы выдвинемся в Канаху Саски был не против за больше чем полтора года заточения не считая глубоких медитаций и потерь сознания от боли спал он всего несколько раз и именно сейчас он ощущал что его тело просто смертельно утомлено несмотря на чувство сильнейшей усталости Учхо все же подхватил Сакуру на руки и в несколько прыжков преодолел крутой спуск используя силу по которой так скучал у самого домика Сакура обнаружила мегуми облаченную в строгое кимоно что и вчера которая склонилась над водой опираясь на бамбуковые перила и глядя на карпов мирно плещущихся в воде лицо ее выражало легкое беспокойство но при этом она расслабленно стояла любуюсь видом озера едва распорядительница повернула голову выражение лица сменилось с беспокойства на ужас когда мегуми повернула голову услышав шаги приближающегося Учихи Сакура Сама воскликнула помощница обнаружив немного потрепанную девушку на руках у нем не потрепанного молодого шиноби облаченного в боевую форму что произошло с вами мегуми Сама простите меня пожалуйста за мой внешний вид и за вторжение моего друга это долгая история кажется мне сейчас нужна ваша помощь ко мне вернулась память и вернулся близкий мне человек я обязательно все расскажу вам Сакура попросила Учиху опустить ее на пол и подошла к облаченной в кимоно девушке что бросала тревожные взгляды на весьма потрепанного шиноби конечно же мегуми знала кто такая Мехаруна Сакура и что она сделала для этого мира пусть никогда не видела ее в лицо как и Узумаки Наруто и Учиху Саски но она знала историю и знала что Учиха пропал и был объявлен пропавшим без вести героем давайте зайдем в домик осторожно попросила Сакура ощущая что Саски нужен отдых мегуми кивнула и последовала Захаруна едва не вошли Кунаича усадила его на кровать активируя дюцу Иринина она чувствовала как переутомлено тело поэтому вместо диагностики поспешила снять напряжение с мышцей слегка приглушить усталость чтобы сначала все-таки ввести распорядительницу в курс дела мегуми терпеливо ждала когда Кунаичи закончат и приступит к рассказу Харуна извинилась за ожидание собравшись с духом начала она поведала подробности появления Саски здесь опуская некоторые очень личные и совсем не нужно для чужих ушей детали распорядительница лишь шумно вдохнула когда Сакура рассказала про исчезающую в белоснежном сиянии гору и едва слышно прошептала так вот что это было так выучих Саски с трепетом глядя на него уточнила мегуми он лишь кивнул в ответ его немного пошатывала отрезка накатывающего бессилия но Саски изо всех сил старался держать спину прямо и выглядеть немного отрешенно какая честь принимать в гостях вернувшегося героя мегуми всплеснула руками а затем спохватившись что это сильно выходило за рамки этикета сложила руки впереди себя и поклонилась добро пожаловать во дворец золотого дракона Саски Сама мы рады приветствовать вас и оказать теплый прием подождите немного я принесу ключ от домика для вас вы сможете принять душу отдохнуть мегуми Сама он может отдохнуть в этом домике не утруждайте себя пожалуйста распорядительница кивнула и зацокала своими гэто по деревянному полу направляясь к главному дому похожему на дворец через мгновение она уже возвращалась неся в руках одежду обувь и свежее полотенце Сакура Сама отправляется в Канаху вечером вы желаете присоединиться к ней или же остаться еще на несколько дней для восстановления сил сказала она протягивая свежую одежду я направляюсь в деревню вместе с Сакурой зеленоватое свечение ее ладони передало немного сил ослабило боль от усталости желаете ли чтобы мы оповестили Хакаги о вашем возвращении да был бы очень благодарен мегуми Сама Саски был удивлен таким теплым приемом в совершенно незнакомом для него месте думаю Наруто уже всех оповестил Сакура мягко улыбнулась от ее слов Учхо удивленно вскинул брови и Сакура хохотнула он постоянно проверяет этот мир на присутствии твоей чакры думаю Наруто уже побывал у пятой с хорошими новостями она снова хохотнула и Саски ухмыльнулся не найдя что сказать Учхо не ожидал что его так ждали что Узумаки искал его чакру что Хакаги и Кукаши пытались найти его в других мирах что обычные люди знают его не как Нукинина а как героя приятная теплота разлилась по его телу спасибо снова сказал он мегуми предложила позавтракать перед отдыхом Саски вспомнив что за все время своего заточения ел лишь ягоды немного фруктов и пару раз жареную на костре рыбу вдруг почувствовал головокружение от голода что разом накатил на него через полчаса в главном доме вам подадут завтрак а пока вы можете освежиться и переодеться сказала помощница протягивая Саски одежды и тот снова поблагодарил ее Сакура оставила его одного давая время принять душ приготовиться к приему пищи сама же отправилась куда-то с уже вернувшей своему лицу мягкую невозмутимость мегуми в назначенное время он явился к завтраку где Кунаичи уже ждала его облаченные в новую коту такая прекрасная и свежая стол был накрыт на двоих и распорядительница тут же покинула их закрываясь одзи и оставляя двоих в красивой комнатке с видом на озеро Сакура поприветствовал ее учиха коротко кивнув он все еще чувствовал слабость от накатившего голода ты не против если я сейчас просканирую тебя Харуна видела что ему нехорошо она уже провела первичное тестирование еще тогда когда ее чакра исцелялась от дыраны камня кожу при падении однако ее очень волновало изможденное выражение лица учихи не против хотя я бы сначала поел Саски сконфуженно улыбнулся я не помешаю приему пищи ты можешь приступать Сакура усадила его на татами встав на колени за его спиной активировала зеленоватую чакру и положила руки ему на спину учиха прикрыл глаза от удовольствия чувствую как успокаивающее тепло проникает в каждую клеточку его тела ее чакра такая родная и теплая такая желанная он не притронулся к еде несмотря на дикий голод все-таки за время своего заточения он привык его игнорировать и сейчас сконцентрировался лишь на самых приятных ощущениях от прикосновения теплых пальцев пронизывающих все тело зеленоватой силой как приятно выдохнул Саски вызвав улыбку Иринина Сакура продолжала сканирование еще несколько минут а потом убрав теплые ладони вздохнула это можно было сказать и без обследования ты периодомлен довольно истощен и обезвожен но в целом совершенно здоров сейчас тебе нужно поесть выпить горячей воды и отдохнуть заключила Харона приступив к завтраку Саски признался что нормально не ел все это время не считая рыб запечных на костре которые быстро остачертили и ягод да и не спал тоже интересно задумчиво прошептала Сакура а потом тут же поправилась с медицинской точки зрения а потом он рассказал ей как горел заживо замерзал снова горел тонул и разбивал руки в кровь как пытался умереть но смерть отказывалась приходить за ним как по его ощущениям прошло многомного лет как он обнаружил что все в его мире зависят от его эмоционального состояния как исцелял свою голову насильно от негативных мыслей и как помог ему ее образ в избавлении от гнева Сакура зачарованно слушала чувствую как в глазах начинает щипать от накатывающих слез она шумно втянула носом воздух прерывая его рассказ ты в порядке встревоженно спросил лучха да просто я не знаю как описать все мои чувства мне так жаль что тебе пришлось все это испытать я заслужил это Сакура с легкой хрипацией в голосе признался он но сидя в этой тюрьме я научился главному я избавился от того что мешало мне жить и научился прощать это было так странно сидеть за одним столом с Саски лицезреть его после столь долгой разлуки и беседовать с ним в самой непринужденной обстановке с тех пор как он ушел из деревни у них не было ни малейшего шанса вот так вот просто разговаривать смотреть друг на друга и улыбаться Саски мне действительно жаль что тебе пришлось это все испытать но я рада что ты вернулся они просидели еще немного когда Мегами пришла чтобы напомнить Харуна что ее медитации скоро начнутся Сакура неуверенно кивнула и хотела что-то ответить но очиха прервал ее схватив за запястье пожалуйста побудь со мной немного хотя бы пока я не засну лицо его было встревоженным я мне кажется я боюсь оставаться один они выдвинулись в канаху под вечер Саски набрался немного сил отдохнул в уютном домике с огромной мягкой кроватью сколько же он мечтал просто полежать над чем-то мягком в своем заточении он явно чувствовал себя в раю ему казалось что он ненадолго закрыл глаза и задремал и словно все еще чувствовал руку Сакура на своем лбу когда мягоми постучала в дверь Саски Сама Сакура сама отправляется в канаху через час вы хотите присоединиться к ней или желаете остаться до полного восстановления сил голос из-за двери звучал приглушенно учиха поднялся закутался в легкую мужскую коту и приоткрыл дверь отмечая про себя что кунаичи в домике уже не было я поеду в канаху с Сакурой немного осипшим это с наголосом проговорила чиха она предложила отужинать но чиха отказался все еще чувствую сытость он пришел к экипажу за четверть часа до отправки Харана уже стояла облаченная в белоснежную кота с розовым поясом и ждала его распорядительница поклонилась обоим великим шинобе посетившим дворец золотого дракона и протянула им черный конверт перетянутый золотой лентой мы бы хотели пригласить вас провести еще одни выходные здесь на горячих источниках пожалуйста удостойте нас этой чести здесь приглашение на двоих чтобы вы провели два дня в нашем дворце дракона с этими словами она передала конверт Саске Харана смутилась этого подарка но лишь поблагодарила красивую девушку облаченную в кимоно экипаж тронулся и Сакура вместе с Саске наконец выдвинулись в канаху дорога была длинная и их ожидала целая ночь в пути вдвоем Учиха сел напротив проигнорировав корзинку с постельным бельем что стояло прямо на довольно длинной и мягкой лавке он посмотрел на Сакуру кивнул и отвернулся к окну экипаж тронулся сначала они неловко молчали Учиха смотрел в окно наслаждаясь простором что открывался его глазам однако уже позже он стал задавать вопросы о жизни в канахе о Наруто о жителях деревни о последствиях войны Учиха очень удивился когда Сакура сказала что Ниджи частенько навещает ее разве он не погиб это было настоящее чудо но он выжил Сакура застенчиво улыбнулась опуская тот факт что сама хорошенько постаралась для спасения друга Затем Затем Харуна рассказала что соглашение о перемирии подписанное странами при создании альянса до сих пор действуют и все страны сотрудничают и живут во взаимодействии Люди перестали бояться путешествовать и большинство уже не заказывает сопровождение Шинобе так как просто нет в этом необходимости Так в непринужденной болтовне они достигли долины реки которая протекала через деревню Скоро рассвет Мы почти прибыли в деревню Сакура указала на виднеющиеся зарево от деревни Смотри огни Канохи Думаю Наруто уже сидит под воротами и ждет Она блаженно улыбнулась глядя вдаль Иучиха тоже посмотрел в том же направлении Было невероятно приятно наблюдать за сменяющимися пейзажами уходящими за горизонт и увидеть огни в такой некогда родной деревне что приближалась с каждой минутой Сакура оказалась права Облаченный в свой оранжевый черный костюм Джин Чирики Девятихвостова стоял прямо по центру дороги скрестив руки на груди и широко улыбался Их встреча была самой необычной для Сакура и, наверное самой долгожденной Экипаж остановился и Саски вышел замирая прямо напротив Наруто Учиху немного пошатывало но он старался не подавать виды и за всех сил держал спину прямо Узумуки все усмехался глядя в темные глаза вернувшегося друга Они молча простояли довольно долго словно ведя беседу без слов с возвращением друг спустя время произнес Наруто и тепло обнял Учиху Цунадина стояла на том чтобы Саски поместили в госпиталь на несколько дней для детального обследования Сакура пыталась возразить что она уже провела диагностику и Учиха в порядке но пятая осталась при своем мнении ее тоже подверг для обследования и удивленный Хидики заявил что Тенкицу ее в голове восстановлено кажется у меня есть теория как спровоцировалось мое выздоровление задумчиво прошептала Сакура поделишься пятая явно была заинтересована ее словами надо сначала проверить дайте мне пару дней покачала головой Харуна ее не стали госпитализировать чему Кунаичи несказанно обрадовалась она подумала что может и Учиху отпустят после всех необходимых манипуляций но Цунади отказал Сакура конечно понимала причину Саски провел в заточении больше полутора лет почти не ел не спал горел тонул и даже замерзал как минимум обследование и наблюдение за его телом это то что Харуна сама порекомендовала бы любому другому человеку она прекрасно знала что Саски не будет в восторге однако решение пятой оспорить не решилась лишь робко спросила считает ли Цунади это остро необходимым я рада что ты снова в доброй памяти Сакура но это не значит что пропадавшего почти два года не везет где Шинаби я отпущу просто так сообщила она приказав Харуна немедленно заступать на работу в качестве медика поспешила покинуть смотровой кабинет она замерла в дверях обернулась и коротко бросила Сакури ты ведешь его как пациента оформив все бумаги твой кабинет тебя заждался где взять ключ я думаю ты помнишь Харуна кивнула радостно улыбнувшись она заглянула в палату кучихи спустя четверть часа он лежал в кровати и дремал все таки того короткого отдыха на источниках было недостаточно по сердцу разлилось тепло он наконец-то дома в Канохе как она и мечтала Сакура взяла необходимые документы на заполнение и направилась в кабинет пустовавший с самого ее ранения там на столе она взяла в руки календарь селись понять какая же сегодня дата перелистнула несколько страниц а затем установила бегунок на нужный день вспоминая какого числа она уехала во дворец золотого дракона и сколько провела там времени на мгновение Сакура замерла глядя на число и поняла что у нее появилось еще одно срочное дело облачившись в свой рабочий халат она быстро расправилась с бумажной работой имея пока лишь одного пациента это не сложно затем взяв медицинскую карту Иринин отправилась обратно в палату спящего учихи Сакура ты вернулась услышала она на полпути к своему пациенту и тут же обернулась в коридоре стоял Хьюганеджи человек который заботился о ней пока в голове было совершенно пусто без воспоминаний Сакура радостно заулыбалась и бросилась к нему на шею я смогла все вспомнить шепнула она моя тенкинсу восстановлена мои поздравления неужели медитации и процедуры в золотом дуракане так хорошо сработали они медленно пошли по коридору в холм небольшой приемной где стояли диванчики возможно но у меня есть другая теория меджи присел в кресло и Сакура села рядом с ним меджи я нашла Саски он в конохе вернулся она понизила голос до шепота и наклонилась так чтобы слышал только он она видела как глаза его расширились от удивления он селился что-то сказать но она положила указательный палец ему на губы я не знаю могу ли я делиться этой информацией но пятой вроде не запрещала в общем так получилось что ммм ей было неловко рассказывать о том что все воспоминания вернулись в момент такого долгожданного поцелуя о котором она мечтала даже не помня ничего набравшись смелости она все-таки рассказала все еще держа указательный палец на его губах выплев эту информацию другу она поделилась с ним той теорией которую не стала рассказывать пятой чтобы Тенкинсу восстановилась мне нужно было какое-то потрясение приятное счастливое как например поцелуй Сакура взяла его ладони в свои руки Ниджи помоги мне пожалуйста утвердители развить эту теорию ты хочешь чтобы я он аж поперхнулся от пришедшей догадки да я хочу чтобы ты рассказал Тенкин о своих чувствах и поцеловал ее Харуна утвердительно кивнула для большей уверенности а потом шел ко мне вместе с Хидеки мы проведем диагностику в любом случае даже если ты не сможешь восстановить точку напряжения ты останешься в выигрыше ведь давно уже мечтаешь о ней не так ли Харуна многозначительно улыбнулась а Ниджи побледнела от одной мысли об этом Сакура но если она ничего ко мне не испытывает и попытка ее поцеловать лишь обидит ее он выглядел потрясенным и немного неуверенным Ниджи Сакура хлопнула его ладонью по руке ты один из сильнейших Шиноби Канохи гений своего клана и прекрасный воин смелость и отвага которого не знают границ но признаться девушке в чувствах ты почему-то не можешь Хьюга устало вздохнул переводя взгляд на ее ладонь которая буквально мгновение назад обожгла хлестким ударом его руку ты права Сакура наверное стоит попробовать я вселю немного надежды в тебя Сакура хитро улыбнулась вы мальчики такие невнимательные когда дело касается чувств ты нравишься ей и она ободрительно потрепав друга по плечу поднялась с кресла мне пора есть еще кое-какие дела вне госпитале ты найдешь меня в восточном крыле не мешкай я уверена что тебя можно исцелить этим способом Харуна подмигнула ему Сакура спасибо тебе и поздравляю тебя с возвращением памяти и человека которого ты так ждала Ниджи махнул рукой на прощание все еще сидя в кресле и проводил ее взглядом своих лавана до вобилых глаз Харуна направилась к главному выходу из госпиталя надо расправиться с неожиданно появившимся делом как можно скорее в 15 минутах ходьбы был небольшой магазин в котором она намеревалась сделать срочно заказ продавец сообщил ей что желаемый будет готова только послезавтра в ее рабочее время Харуна кивнула расплачиваясь и решила попросить Наруто забрать заказ и передать ей вечером а потом поспешила в госпиталь ее единственный пациент может проснуться в любой момент и она хотела быть рядом однако Саски не просыпался больше суток и Сакура большую часть времени дежурила в его палате проваливаясь в дрему на кресле рядом лишь один раз за сутки она еще раз покинула Учихуна дольше чем 10 минут она забежала в ближайшую лавку домашней одежды и приобрела для Саски несколько комплектов простые одежды белья и халат она хотела предложить ему после выписки остаться у нее даже если откажется и решит пожить у Наруто домашней одежды ему лишней не будет заскочив еще и за зубной щеткой Сакура поспешила обратно в палату чтобы проверить не закончилось ли лекарство в капельнице его организм был ослаблен и Харуна периодически подключала питательные капельницы но в целом Учихе нужен был лишь отдых и крепкий сон Харуна взяла еще один флакончик крови на анализ и отправилась в лабораторию чтобы проверить есть ли какие-то биохимические изменения однако все было практически в норме не считая сохраняющегося обезвоживания и истощения но это же ерунда для такого ниндзя как он поправимо Харуна ставила новую капельницу когда почувствовала легкое прикосновение пальцев к своей руке вздрогнув она перевела взгляд на Саски ты проснулся она радостно улыбнулась я так боялся что все это сон ты в канухе все в порядке Кунаича присела рядом поправляя выбившуюся прядь на его лице он был слишком близко к ней Ирьянин запустила очередную диагностику разливая зеленоватую чакру по его телу Учиха зажмурился от удовольствия Сакура улыбнулась ты почти восстановился думаю такими темпами ты выйдешь из госпиталя к завтрашнему вечеру Саски кивнул улыбнувшись одними губами я хотела спросить тебя осторожно начало Сакура м я раз завтра тебя выписывают она начала нервно теребить розовую прядку волос ну и у тебя пока нет места где ты мог бы остановиться как насчет она покраснелая вдохнув через нос набралась смелости как насчет пожить немного у меня моя квартирка маленькая но там есть все необходимое ну или ты может захочешь остановиться у Наруто она резко сменила направление боюсь с Наруто мы передеремся в первый же день он ухмыльнулся расплываясь затем в улыбке я был бы рад пожить у тебя Саски боролся с зевотой отвечая на этот вопрос все еще хочется спать Харуна смущенно улыбнулась глядя на него до ощущения будто я все еще не проснулся признался Учха тогда отдохни Сакура поправила одеяло укрыв его плечи поспи еще я сегодня сообщу пятый что тебе есть куда идти после выписки в дверь постучали Харуна извинившись вышла в коридор прикрыв за собой дверь Ниджи Сакура удивленно выдохнула ты просила меня прийти я поговорил с Тентин Хьюга улыбался ты была права я был таким слепцом ты поцеловал ее глядя на друга она кажется догадывалась что он ответит да и она ответила на поцелуй Ниджи выглядел очень взволнованно и взбудоражено что было совсем не свойственно ему Харуна просияла она не успела ничего ни сказать ни сделать потому что мимо как раз проходил тот кто мог бы помочь проверить ее теорию Хидеки ты торопишься спросила Сакура у появившегося в коридоре Иринина можешь мне помочь конечно что нужно сделать проверь пожалуйста Тенки Цунаджи мне кажется что она должна быть восстановлена Хьюга активировал Бьякуган сканируя тело своего родственника и с удивлением обнаружил что сердечная точка напряжения действительно восстановлена теория Сакуры была подтверждена она положила ладони на грудь друга и запустила диагностику обнаруживая все те же микротравмы однако на этот раз они все-таки поддались лечению активируя Бьякуган потребовала Сакура вены Маджи тут же вздулись вокруг глаз чакра циркулирует без аномалий констатировал Хидеки непрерывно глядя на своего родственника он здоров ура восторженно выдохнула Сакура бросаясь к нему на шею и крепко обнимая я так рада спасибо тебе он тепло сжал ее в ответ Хьюго спасибо за все Сакура не знала что в этот момент сквозь закрытую дверь своим ринниганом Саски видел как она обнимает другого мужчину так нежно и крепко и в этот момент его сердце сковало болезненным холодом они еще какое-то время проговорили вдвоем потому что Хидеки пролепетав что-то неразборчивое протиснулся мимо них в коридоре и продолжил свой путь Сакура рассказала другу как постепенно прекратить прием обезболивающих чтобы не возникло ломки и назначила контрольный прием в своем кабинете после прекращения приема препаратов чтобы окончательно выписать друга с больничного Ниджи Ниджи поблагодарил ее снова за все а потом прощаясь обнял и мягко поцеловал в щеку отчего Харуна немного смутилась махнув на прощание уходящему другу она поспешила вернуться к Саске ее щека все еще чувствовала прощальный поцелуй когда она осторожно прикрывала за собой дверь в полутьме Харуна встретилась с холодным взглядом темных глаз кто это был я думала что ты спишь вместо ответа на вопрос выплела Сакура и направилась проверять капельницу настроение было приподнятым и она планировала сообщить о своем открытии пятой и обрадовать ее возвращением Ниджи в строй так что странного поведения Саске попросту не заметила не спится так кто это был голос Саске был холодный и какой-то безэмоциональный Хьюго Ниджи Сакура тепло улыбнулась ловкими движениями руки она вынула недоедливую иголку из вены убирая опустевший мешок он был ранен как и я когда-то и сегодня я наконец смогла его исцелить вы встречаетесь что прости Сакура закашлялась от неожиданного вопроса ты так его обнимала в голосе Саске сквозила какая-то вселенская тоска вы встречаетесь ты все видел но ведь дверь была закрыта для того кто обладает рениганом стены не преграда он поцеловал тебя на прощание Сакура мгновенно вскинула руку к щеке касаясь того места где Ниджи запечатал свой легкий поцелуй она поняла что со стороны для не знавшего об их дружбе человека это действительно могло быть слишком интимным она не хотела чтобы Саске так думал и поспешил развеять его догадки надеясь что это сработает он поцеловал меня в щеку на прощание мы очень близкие друзья Саске но его сердце принадлежит другой девушке Сакура снова тепло улыбнулась садясь рядом со все еще лежащим на кровати Учхай он пытался приподняться чтобы сесть но она не позволила положив ладошку ему на грудь и сегодня она ответила на его чувства Саске все еще не получил должного ответа на свой вопрос однако ему слишком сложно было переселить себя и все-таки сказать ей напрямую сидя в заточении он множество раз представлял как признается ей в своих чувствах просит ее быть его навеки и она соглашается однако он прекрасно понимал что почти два года это немалый срок за который многое произошло и многое в ней могло измениться тем не менее он все еще лелеял надежду что Харуна не забыла своих чувств Сакура он посмотрел на нее снизу вверх глядя утомленная все еще как-то отстраненно дай мне съесть пожалуйста она отпустила ладонь с его груди и помогла ей подняться на подушках чтобы он присел в кровати Харуна была сконфужена его поведением и совершенно не понимала почему он ведет себя настолько странно поправив чуть съехавшее одеяло она отняла было руку от его груди но Саски перехватил ее сжав ее запястье в своей ладони это движение было довольно резким и Харуна вздрогнула прости я напугал тебя это просто было слишком резко Сакура отвела взгляд надеясь что он не видит своим ринганом как предательски колотится ее сердце Сакура ты влюблена в него? Ча что? она аж запнулась от этого вопроса слишком прямого и слишком глупого прости если не хочешь не отвечай Саски тут же отпустил ее руку коря себя за то что спросил это наверное слишком личное ты прав это слишком личное но нет я не влюблена в него она присела снова на край его кровати беря его за руку знаешь я ведь вытащила его с того света и с тех пор веду его как врач он тоже участвовал в битве с электрическим стражем и получил ранение микровзрыва на еще не окрепшем после четвертой мировой сердце из-за поврежденной точки напряжения я не могла его исцелить перед тем как я получила ранение и потеряла память я часто посещала его чтобы проверить его состояние и назначить новые лекарства Сакура вздохнула она делилась сейчас очень сокровенным но с кем как не с человеком которого она так ждала говорить об этом она немного помедлила и залилась краской немного покрутив слегка немевшую руку Харуна высвободила свое запястье из ладони учихи а потом переплела свои пальцы с его знаешь когда я пришла в себя о помне ничего любая информация рассказанная мне кем-то о моем прошлом причиняла мне невыносимую боль во мне сохранились лишь ощущения например чувство что мы сына подруги чувство что Наруто близкий мне человек словно член семьи когда я увидела Нэджи я почувствовала что должна о нем заботиться а еще я чувствовала что давно уже в Каготов влюблена и вдруг решила что это он он заботился обо мне был рядом но держался на расстоянии она замолчала а Саски все сидел и слушал внимательно понимая что немного завидует Хьюги что тот мог быть рядом в этот момент однако Сакура сейчас сидела с ним и держала за руку именно у чиху и это вселяло в него надежду он дал ей возможность собраться с мыслями видел как лицо горело от смущения а глаза старательно избегали прямого контакта с ним немного подождав Харна собралась с мыслями и продолжила он повел меня на фестиваль фейерверков где я попросила его быть честным со мной я все чувствовала что мое сердце кому-то принадлежит и думала что Нэджи есть тот самый человек просто боится сделать больно своей правдой однако он сказал что он влюблен в другую и рассказал мне что я всегда любила лишь одного человека Сакура перевела взгляд на Учиху в ее глазах плясали тревога и уверенность она знала что скажет ему это ведь уже говорила когда-то он назвал твое имя Саски отрезала Сакура он шумно втянул носом воздух сердце заколотилось сильнее а в глазах потемнело от волнения Учиха никогда еще не испытывал этих чувств и не понимал как совладать с ними и я поняла что он сказал правду Саски не знал что сказать ей в ответ лишь притянул кунаича к себе и жал в объятиях прости меня Сакура только лишь и смог прошептать он она не поняла за что он извиняется да ей было не важно он обнимал ее и это было больше чем все слова что он мог сказать ей было так тепло и хорошо с ним и на воскликнула Сакура входя в свой кабинет и обнаруживая подругу в своем кресле Харуна радостно бросилась к подруге на шею едва не снеся ее из кресла она была безумно рада видеть ее и чувствовала вину за то что не зашла к и на в первый же день однако все свое время Харуна проводила в палате Саски и у нее совершенно не было возможности выкроить минутку чтобы с кем-то повидаться значит вспомнила наконец с укором рыкнула и манука даже не зашла ко мне уже двое суток в деревне через смену Харуна подходила к концу солнце давно зашло за горизонт а на небе загорелись звезды в планах Кунаичи было быстро переодеться заскочить домой принять душ и навидаться в гости к Наруто чтобы кое чем его попросить и просто поболтать наслаждаясь тихим ужином в его маленькой гостиной прости Инна откровенно призналась подруга после нашего возвращения у меня еще не было ни одной свободной минуты я даже с Наруто нормально не объяснилась Яманука выглядела сбитой с толку и совершенно не понимающей что произойдет после вашего возвращения объясниться с Наруто Кунаичи поднялась с кресла объяснись со мной для начала я не понимаю о чем ты Сакура на мгновение замерла и ее голову посетила догадка Инна когда я вошла в кабинет ты сказала что я вспомнила наконец что ты имела ввиду то что наконец ты вспомнила обо мне назвала же мое имя могла бы раньше заскочить и рассказать как прошел твой отдых в золотом драконе уж как никак я тебе его организовала Яманука обижена надула губу но Сакура знала что она на самом деле не обижается как ты тогда узнала что я нахожусь в этом кабинете честно говоря я обнаружила что ключ от него все время отсутствует сегодня на своем месте подумала что может кто-то залез в твою святая святых решила проверить а когда увидела что твой халат отсутствует зато твоя повседневная одежда сложена стопочкой на кушетке подумала что ты дослужилась назад до ранга Иринина кстати ты почему снова носишь форму врача идем тогда тебе нужно сесть во что-то более мягкое менее шаткое Харуна взяла подругу за руку и потащила к двум небольшим креслам у окна Инна я все вспомнила память вернулась Яманука зажала рот ладонью от удивления ты шутишь? неужели эти процедурные правда такие крутые? честно говоря они волшебные потрясающие и невероятные я настоятельно рекомендую тебе посетить их нет не так мы поедем туда вместе потому что лучшего отдыха я не получала ни разу но память моя вернулась из-за другого Харуна нервно сглотнула прежде чем продолжить Инна воспоминания вернулись ко мне после того как я поцеловал у Чиху Саски что если бы Яманука сидела в кресле за рабочим столом она определенно упала бы с него в этот момент да и он вернулся в Канаху вместе со мной и Сакура поведала подруге все-все что произошло с ней там у подножия гор после встречи сына Сакура наведалась к Наруто попросив его забрать кое-что завтра днем из магазина недалеко от госпиталя без проблем согласился друг ставя чай на стол ты ужинал? я тут кое-что принесла Харуна достала из пакета по порции рамена из очарок и Наруто просияв от радости помчался на кухню за палочками отлично потому что я еще не успел приготовить поесть с ним было так здорово просто болтать сидя за столом Сакура чувствовала что она наконец проснулась от долгого и мучительного сна и зажила полной жизнью завтра выписка устроим ему праздник сверкнул глазами Узумуки не думаю что он будет очень этому рад но попробовать стоит Сакура хищно улыбнулась и они принялись обсуждать как пройдет вечеринка обсуждая что в полночь нужно будет праздновать уже совсем другое событие к утру весть о том что воспоминания Сакуры вернулись облетела всю деревню буквально за ночь определенно не обошлось без старания хотя конечно это не было секретом когда утром Хару набрела в госпиталь чтобы заступить на новую смену многие поздравляли ее и выражали искреннюю радость Кунаича смущена кивалая улыбаясь благодарила всех неравнодушных она в приподнятом настроении вошла в госпиталь отметилась в журнале прибытия и направилась в кабинет размышляя зайти ли сначала к Саске или же переодеться в рабочую одежду решив все-таки отправиться в свой кабинет в первую очередь она забрала ключ и направилась вверх по лестнице где лицом к лицу столкнулась Джирану Бо явно искавшим ее Сакура вот ты где он заключил ее в объятия я искал тебя по всему госпиталю привет прости я должна была раньше встретиться с тобой она потупила взгляд и продолжила путь поздравляю тебя расскажешь как тебе удалось вспомнить Джирану последовал за ней Хару направила его в свой кабинет и не стала закрывать двери оставляя ее настежь распахнутой Джирану ты говорил что ты чувствуешь что в твоем сердце есть кто то кого ты любишь Сакура начала издалека да это действительно так но я готов сдаться и стереть это ощущение если ты будешь согласна Набу подошел вплотную и взял ее за руки ты же помнишь Сакура очень хотела ему помочь для нее было важным его восстановление ведь она медик но как девушка она не готова была его поцеловать Джира я знаю как помочь тебе восстановить Тенкицу получится если ты испытаешь сильные эмоциональные потрясения например как при поцелуе любимого тобой человека Харуна сделала шаг назад вот как Набу двинулся синхронно с ней кладя ей руки на тарию мгновенно меняясь в лице тогда разреши мне поцеловать тебя сердце Харуна заколотилось так бешено и болезненно что она едва нашла в себе силы вырваться из рук парня с которым провела долгое время на реабилитации стой погоди я боюсь что это так не сработает слишком громко сказала она отскакивая назад прости парень вдруг осознал свою оплошность мне не следовало это делать да действительно не следовало Сакура схватила себя за плечи неуверенно их потирая знаешь мне кажется это должна сделать та кому по-настоящему принадлежит твое сердце и это не я Джира но я не знаю кто это возможно нам стоит это выяснить сегодня я буду занята позавтра вечером мы пойдем в одно место и попытаемся выведать информацию о тебе а до этого я попрошу пятую поделиться максимально возможными данными о твоем прошлом хотя конечно о членах анбу хранится невероятно мало информации спасибо Сакура он ушел получив ее обещание что она приложит все усилия чтобы помочь а Сакура переодевшись направилась в палату учихи где ее уже ждал человек без которого она не могла прожить больше ни мгновения Сакура поприветствовал лучиха сидя на кровати и свесив ноги вниз волосы его были влажными что говорило о том что он недавно вышел из душа доброе утро как ты я хорошо себя чувствую как всегда короткие исчерпывающие ответы Харуна активировала Ирья Ниндюцу и просканировала тело своего пациента который снова выглядел максимально напряженным Саски все хорошо ты выглядишь странно Харуна смутилась прости учиха перевел взгляд на нее сегодня когда ты пришла в госпиталь тебя снова обнимал мужчина однако это был не Хьюго в Конохе принято обниматься при встрече Саски мне кажется или ты ревнуешь Сакура залилась румянцем от смелости сказанного однако еще больше румянец ее выгнула ответная реакция учихи на этот вопрос прости повторил он а затем подался к ней кладя свои руки на Тарю так же как Джиро сегодня сделал это в ее кабинете он хотел тебя поцеловать да почему ты так решил она не отстранилась но едва могла совладать со своими эмоциями потому что он вел себя так как веду себя сейчас я я хочу тебя поцеловать голос его был тихим и четким глаза напоминали темную бездну в которую Харуна была готова утонуть без остатка у Джиро ничего бы не вышло прошептала она в отличие от тебя значит Джиро Саски ты ревнуешь на этот раз она уже не спрашивала все догадки были подтверждены его поведением я ревну выпалил он сокращая дистанцию и касаясь ее нежных губ своими он поцеловал ее так страстно томно но одновременно трепетно и нежно она казалось вот-вот обмекнет в его руках Аучха вдруг разорвает поцелуй утыкаясь лбом в ее лоб часто дыша он еле совладал со своим возбуждением что в отвод готова было сорвать голову пожалуйста будь моей всегда только моей прошептал он я и так вся твоя всегда была ответила Сакура я люблю тебя выпалил он сам не понимая как это произошло как слова которые он так долго боялся принести вдруг сами вырвались из его горла сердце Сакуры было готово выпрыгнуть из груди от услышанного слово что она и не мечтала от него услышать кружившие голову сводившие с ума он все еще прижимался в бомб к ней отчего заглянуть Саске прямо в глаза в этот момент было довольно трудно пм правда запинаясь на полусловие переспросила она я люблю тебя повторил он уже смелее отстраняясь наконец ловя своими глазами взгляд Кунаичи и всегда любил хоть и всегда отрицал это она бросилась к нему на шею крепко обнимая и забывая дышать от переполнявшего легкие счастья я тебя люблю шепнула Сакура ему на ухо весь день она провела как в тумане признание любимого человека не давало ей покоя и Сакура все время витала где-то в облаках предаваясь мечтам она даже не заметила как прошел день Кунаичи успела запросить у пятой папку с информацией о Джиро и сидя за своим столом поздним вечером читала подробности о члене Анбу Джиронабу оказывается у него было совершенно другое имя не прописанное в отчете Джиркодовое имя Набу название его отряда как же его зовут на самом деле какая-либо информация о нем отсутствовала за исключением маленькой приписки что этот ниндзя приглашенный из другого селения очень способный воин ни названия селения ни других зацепок не было она не заметила как в кабинет вошел очхо облаченный в темно-серые хлопковые брюки и тонкую футболку с длинным рукавом Сакура обнаружила его стоящего в дверях лишь спустя какое-то время мог бы и постучать она удивленно вскинула брови и ухмыльнулась но очхо проигнорировал ее комментарий Наруто заходил ко мне перед выпиской он сказал что мы все идем праздновать мое возвращение Саски не выглядел счастливым от этой новости если хочешь я как твой медик могу запретить это тебе и ты отправишься отдыхать но я бы советовала тебе пойти Сакура хитро улыбнулась я думаю нам есть что отпраздновать и не только мое появление здесь Саски явно боролся с собой уж очень ему хотелось согласиться на запрет но Узумаки умел убеждать да и сам очхо считал что пора прекращать думать что мир вращается вокруг него одного в конце концов для него искренне готовили праздник а к этому нужно проявить как минимум уважение например твое исцеление и возвращение в строях юга Наруто рассказал мне во всех красках как ты поставила его на ноги оказывается ты выдающийся медик Канохи о чем вероятно ты забыла сообщить мне я не считаю себя таковой Сакура захлопнула папку Джиро и поднялась из-за стола Саски тут же увидел имя на обложке и нахмурился это тот самый Джиро что пытался поцеловать тебя практически у меня на глазах это было в моем кабинете Саски но я все видел Харуна криво ухмыльнулась подходя к нему и прижимаясь это ничего не значит шепнула она его сердце принадлежит другой девушке но он этого не помнит как и в моем случае с Джиро память пытается найти замещение и мозг требует ответов на болезненные вопросы он и сам это понимает просто ему очень тяжело идем не будем заставлять друзей ждать они вышли из госпиталя где их ждали друзья мгновенно обступившие Чиху они начали поздравлять его с возвращением пожимать ему руки совершенно сбивая с толку бывшего Нукинина Наруто воспользовался моментом и тут же подхватился Куру под руку оттаскивая эту Чиху в сторону как ты и просила я забрал его для тебя шепнул он передавая Хару на довольно увесистый сверток который она тут же убрала в сумку спасибо Наруто она чмокнула его в щеку вдруг понимая что возможно снова допустила ошибку так как Саски точно это заметил уверена что не хочешь чтобы он пожил у меня нет все в порядке нам есть что обсудить да и он сказал что боится что вы передеретесь с ним если будете жить под одной крышей Сакура хохотнула тогда ладно Наруто потрепал ее по голове и многозначительно подмигнул в этот вечер они поздравляли Учиху с возвращением делились историями о том как проходила их жизнь без него с тех пор как он покинул деревню еще подростком многое произошло Саски с удивлением обнаружил что Наруто сидит возле смущенной Химуты и держит ту за руку он искренне порадовался за друга и ему тут же захотелось также взять Сакуру за руку Учиха видел как Сай тот самый бледнолицый парень что заменил Саски в команде 7 нежно поправляет челку постоянно падающую на глаза и на видел как Тентин что-то шепчет на ухо Ноджи радостно улыбаясь все они были счастливы кто-то уже обретя половинку кто-то будучи просто в кругу друзей И Саски вдруг почувствовал что он сейчас в правильном месте и с правильными людьми там где и должен быть он пытался взять Сакуру за руку но в этот момент она смущенно извинилась вставая и застала она сказала что ей еще нужно кое-что сделать и забрав Наруто и Кукаши удалилась из просторной комнаты где они жарили барбекю мгновение спустя большие часы на стене пробили полночь и трое ушедших вернулись с огромным тортом в руках за их спинами виднелась куча шаров с днем рождения Саски прокричала толпа друзей и все громко захлопали ему а ведь он даже не обратил внимания на дату когда подарки были подарены поздравления сказаны друзья посидела еще какое-то время потихоньку стали разбредаться по домам ведь была уже глубокая ночь а у некоторых наутро запланированы миссии или работа химата смущенно потянула немного захмелевшего наруто в сторону его дома киба осадлав своего пса который терпеливо ждал у входа в кафе отправился в кварталы нузука а остальные принялись провожать Сакору и Саски к ней домой и на обжигающем шепотом напомнила подруге где лежит красивое кружевное белье что там много лет назад подарила Харуна на день рождения за это напоминание Яманука едва не схлопотала тяжелым кулаком по затылку смеясь она схватила под руку Саи и потянула его чуть вперед оставляя Харуна брести в одиночестве Саски брел молча чуть-чуть пудырь от нее и Кунаичи спиной чувствовала что ему сейчас тоже некомфортно Сакура все еще лелея сверток в сумке что передал ей Наруто она очень смущалась дарить свой подарок при всех так что решила что этим вечером так как он все таки временно будет жить у нее она подарит ему подарок наедине это была ночь неловкостей так бы назвала ее Харуна ведь едва войдя в дом она вдруг осознала что порог переступил не Наруто не Кукаши не к Тату из просто друзей а Саски очень хоть человек о котором она мечтала в своих самых откровенных фантазиях и которого ждала столько лет она прошла в квартиру первая разувшись у порога приглашая гостя пройти в гостиную ты будешь спать в моей комнате смущаясь шепнула она я со вчера приготовила постель на подушке лежат полотенце и халат если ты носишь конечно халаты она краснела краснела вдруг представив учху ноги облаченным лишь в белоснежный халат что ждал его на подушке ты покраснела он вскинул бровь и ухмыльнулся черт заметил Сакура проклинала все на свете продолжая наливаться румянцем руки плохо слушались и выдавали ее волнение с потрохами я да Харуна нервно закусила губу Саски я еще не подарила тебе свой подарок но я не хотела дарить при всех подумала что дома будет куда правильнее это делать не обязательно учху вдруг представил что это может быть за подарок который надо дарить глазу на глаз тоже покраснел мечтая чтобы она не заметила Сакура качнула головой и достала из сумки сверток Саски я подумала что тебе это очень подойдет прости у меня не бы времени придумать что-то более оригинальное она все смущалась сбиваясь и запинаясь в своей речи учхо вдруг подумал что это выглядит безумно милым ему захотелось обнять розовую волосу девушку что протягивало коричневый шуршащий сверток он принял подарок поинтересовавшись может ли он открыть это при ней заручившись утвердительным хоть и смущенным кивком он развернул подарок и в руках у него оказалось прекрасное черно-белое мужское кимоно из тяжелого шелка а на спине крупным рисунком красовался герб его клана Сакура это потрясающе выплел он спасибо тебе он быстрым шагом подошел к ней прижал к себе борясь с искушением дать волю своим рукам просто положил ладони ей на спину это было очень значимо для учихи который лишился абсолютно всего у него не было дома вещей даже те немногочисленные любимые книги и фотографии что хранились на полках его маленькой квартиры в которой Саски жил прежде чем покинул Канаху все это было похоронено под толщей земли не в четвертой мировой так во время атаки Пэйна Саски накинул кимоно прямо на одежду слегка запахнув и отмечая что подарок пришелся в пору приятное чувство присутствия герба на спине незавидимо согревало придавая этой вещи еще большей значимости учиха снова поблагодарил ее вновь на мгновение обнив идем я покажу тебе комнату Харуна отстранилась чувствуя предельную неловкость во всех этих действиях она уже успела подумать что отправить Саски к Наруто было бы не такой уж плохой идеей однако с другой стороны он любит ее она любит его разве ли это не прекрасный повод оказаться под одной крышей Харуна потянула его за руку каким-то невероятным образом оказавшуюся в ее ладони и провела в спальню там на подушке лежали полотенца и халат у из ножей стояла корзинка наполненная нейтральных цветов вещами пижамой хлопковыми легкими брюками и несколькими футболками это твои вещи на первое время завтра я отведу тебя к пятой она должна дать тебе наставление и проинформировать о порядках в деревне Сакура захватила пальчиком прядь своих волос и принялась их накручивать на палец ну и не знаю о чем она с тобой собралась беседовать но, уверена это не займет много времени потом можешь пройтись по магазинам думаю этих вещей тебе будет мало я буду в госпитале если хочешь можем встретиться в обед она все таратарила и таратарила чем-то а Саски смотрел на розовую волосу Кунаичи любуясь ее жестами и тем как она смущенно теребит прядку волос до его слуха долетела ее я переночаю в гостиной и на диване Сакура резко перебил он ее она хотела сказать еще что-то про ванную комнату и что купила ему щетку но замолчала изумленно уставившись на него прости я много болтаю просто нервничаю призналась Кунаичи да я тоже выдохнул он не оставляй меня одного пожалуйста просто будь рядом я столько был один и теперь когда я свободен от заточения я просто не могу выносить одиночество прости я должна была догадаться извиняющимся тоном выплела Харона располагайся ванная комната там я приготовлю чай он кивнул беря полотенце и направляясь в небольшую комнатку примыкающую к спальне и включил ледяную воду чтобы смыть с себя возбуждение мешавшее двигаться и мыслить трезво Сакура же тем временем стоя на кухне пыталась унять дрожь в руках Учиха вышел в гостиную кутаясь в белоснежный халат удивляясь его мягкости и приятному аромату свежести исходившей от ткани Кунаичи в этот момент ставила на стол две чашечки прозрачный чайничек наполненный чаем я заварила Мелиссу она приносит успокоение и добрые сны мягко проговорила Харуна вкладывая чашечку в его руки спасибо они просидели так пока часы не отметили приближение времени рассвета просто молча пили чай наслаждаясь обществом друг друга уже очень поздно подытожила Сакура идем спать он забрал кружечку из ее рук и унес на кухню где тут же зашумела вода Сакура поспешила тоже принять душ чтобы смыть себя усталость прошедшего дня и давая время у чихи улечься в кровати возможно заснуть когда она покинула ванную комнату то увидела Саски облаченного в домашнюю серую пижаму стоящего у окна и смотрящего вдаль я часто сидела на этом подоконнике думая о тебе шепнула Харуна подходя к нему и становясь рядом мне кажется я слышал твои мысли ответил мне казалось что ты даже отвечал на них когда я звала тебя я действительно отвечал он обернулся к ней заглядывая в глаза да она ответила не в попад потому что уже не могла мыслить связно его темные глубокие глаза захватили все ее сознание он спросил разрешение поцеловать ее касаясь ее губ шепчая вопрос прямо в рот голова Сакуры кружилась в ушах стучала а воздух словно выдавили из легких она понимала что в отвод должно произойти что-то о чем она могла лишь только представлять в своих фантазиях ей хотелось этого и одновременно было очень страшно а Саски все целовал и целовал томно нежно перебирая пальцами по ее спине и вызывая мурашки по всему телу Сакура выдохнул он ей прямо в рот спускаясь поцелуями по ее шее и зарываясь рукой ее волосы ноги подкашивались от ощущения и она готова была рухнуть в его сильные объятия но вместо этого обвела его шею руками и притянув к себе сделала несколько шагов назад падая на кровать Саски навалился на нее сверху прижимая всем своим весом и она ощутила его возбуждение своим телом Учиха приподнялся немного встревоженно глядя ей в глаза внутри он проклинал себя за то что сейчас сделал ему казалось что он совершенно ее не достоин не достоин любви Сакуры не достоин ее целовать обладать ей он причинил ей слишком много боли прости я не должен начал было он но Харуна накрыла его рот своей ладонью нет пожалуйста не останавливайся я хочу быть твоей и он не смог больше сдерживаться понимал что нужно было остановиться но ее горящей решимостью глаза такие желанные губы горячее тело о котором он мечтал все свое заточение он покрывал поцелуями ее тело освобождая кожу от мягкого розового халатика с белыми сердечками его руки легли на ее бедра отчего Сакура почувствовала невероятный жар по всему телу скользнув ладошками под его футболку она наконец воплотила свои фантазии в жизнь блуждая по его мускулистому телу жаркому и желанному они сами не заметили как оба оказались совершенно нагими друг перед другом стеснение улетучилось как и неловкость оставляя после себя безумное желание в момент когда Саски подумал что больше не сможет продержаться без нее ни секунды он впился в ее губы страстно целуя словно в последний раз Сакура останови меня я умоляю тебя прошептал он нет пожалуйста только не останавливайся Саски схлипнула она в ответ и он вошел в нее чувствуя что она впервые впускает в себя мужчину Харуна вздрогнула от резкой боли и снова всхлипнула прости шепнул он ты в порядке я да подожди немного дай привыкнуть ответила Сакура ощущая как боль отступает принося вместо неприятного ощущения теплое будоражащее чувство наполненности неуверенно подавшись бедрами вперед она ощутила как слабая волна удовольствия прокатилась по телу до кончиков пальцев Саски протяжно застонал вжимаясь в нее сильнее а потом начал длинно двигаться покрывая ее тело поцелуями Учиха чувствовал как она начинает подстраиваться под его движение отчего контролировать себя становилось все сложнее он ускорил темп и она последовала за ним он больше не мог контролировать себя громко и часто дыша он слышал как с его губ срывается ее имя как она отвечает на это поцелуем он уже не мог сдерживаться когда почувствовал что ее тело пронзила сладкая дрожь и он больше не сдерживался взрываясь миллиардами искры удовольствия я так люблю тебя прошептал он ей на ухо обессиленно обрушиваясь на нее всем весом а за окном прорезались первые лучи восходящего солнца утро нового дня было наполнено магией сбывшихся мечт Сакура лежала в объятиях любимого мужчины которого познала он прижимал ее к себе словно боялся что она исчезнет и мирно дышал погруженный в недолгую негу залившись румянцем от воспоминаний о прошедших событиях Сакура высвободилась из его рук и отправилась в ванную чтобы собраться и привести себя в порядок она так и не смогла уснуть хоть у нее была возможность подремать еще час но Кунаичи боялась проспать пятая все-таки приказала привести Саске утром в ее кабинет а заставлять ждать главу деревни весьма неправильно Харуна наспех приняла душ умылась и закутавшись в халат вернулась в спальню где все еще спал Саске проснись шепнула она поглаживая его по лицу не открывая глаз Саске перехватил ее руку и поцеловал тыльную сторону ладони я не сплю ответил очхо давно довольно давно он улыбнулся открывая наконец глаза пора вставать Цунади сама не любит ждать все хорошо у нас еще есть немного времени Саске притянул ее к себе снова заключая в объятия я так долго мечтал об этом что не могу вот так просто отпустить тебя я никуда не исчезну смущенно улыбнулась Сакура я хочу чтобы ты была только у моей всегда отозвался он мы можем попробовать Сакура высвободилась из его объятий краснее давай попробуем вторая лучха Сакура оставила Саске в кабинете пятой и направилась в госпиталь сегодня ей предстояла короткая смена до пяти вечера а потом она обещала Джира отправиться с ним выяснять кто же та девушка которая принадлежит его сердце у нее была идея Харуна была уверена что это выведет их на какую-то зацепку она взяла несколько пациентов на ведение и потихоньку вливалась в рабочие будни периодически улетая мыслями к прошедшей ночи надела белье вчера Инна появилась из ниоткуда подхватывая подругу затарю и шепчая ей прямо на уху свой наглый вопрос и тебе привет Сакура залилась краской так что нет Харуна покачала головой ускоряя шаг не пригодилась или не успела Яманук догнула подругу Инна Харуна развернулась делая свое лицо строем но ее выдавало предательски пылающее лицо значит не успела Инна просияла хлопая в ладоши Сакура фыркнула в ответ не зная что ответить на это она совсем забыла про совет она да и в действительности вчера ей было совершенно не до ее советов она смущенно посмотрела на подругу и робко кивнула да я знала это Яманука радостно обняла подругу поздравляю вы теперь вместе да мы решили попробовать Сакура все никак не могла унять свое смущение и начмокнула подругу в високе сказав что у нее много дел потребовала позже подробный рассказ Сакура же в ответ бросила ей в спину свое ни за что на свете и двинулась дальше по коридору чтобы посетить первого своего пациента в эту смену все утро она заполняла бумажки диагностировала опрашивала и назначала лечение однако Харна не чувствовала утомления несмотря на довольно короткий сон ночью наоборот в ней как будто бы было в разы больше энергии чем обычно так в приподнятом настроении она вернулась в свой кабинет чтобы заполнить кое-какие документы и расписать маршрут по которому не пойдут с Джира чтобы выяснить хоть что-то о его прошлой жизни она неожиданно вздрогнула когда Саскин наведался к ней в кабинет без предупреждения и стука просто ворвался заключая ее в объятия Саски это неправильно вот так вламываться ко мне во время рабочей смены а вдруг я в этот момент занималась осмотром пациента она хотела произнести это сукором но получилось как-то очень робко ты забываешь что я могу видеть одна ты или нет прошептал он ей в ответ целую макушку ты сама вчера пригласила меня встретиться в обед вот я и пришел Сакура отвела его в столовую где набрав еды они сели за столик у окна Саски рассказал что пятая представила ему порядок правила в деревне что передала ему ключ от хранилища которое благодаря усиленному укреплению выстояло в обоих сражениях и не было разрушено в хранилище были собраны деньги и артефакты клана учих а так как Саски являлся единственным его представителем то ключ полагалось передать ему как главе своего клана со всеми правами лежащие внутри а еще она сказала что я буду восстановлен в миссиях в ближайшую неделю и смогу приступать к тренировкам уже с завтрашнего дня закончил Саски свой рассказ поздравляю это очень здорово Сакура просияла от хороших новостей во сколько ты сегодня заканчиваешь работу я сегодня закончу пять но после у меня есть еще дела в деревне призналась Харуна что за дела я иду с Джиро в пару мест чтобы выяснить о его прошлом честно ответила Сакура я очень хочу вернуть ему память значит ты идешь с тем парнем куда-то тогда я иду с вами если ты не против я не против согласилась Харуна не желая вызывать ревности вечером они встретились с Джиро у входа в госпиталь Набу прекрасно понимал кто этот человек и даже радовался в душе за свою подругу однако все-таки ощущал какую-то неловкость находясь рядом с ними Сакура повела его в тот самый ресторан с красивым видом на деревню помнишь ты сказал что у тебя есть ощущение что это место какое-то особенное для тебя если ты повел меня сюда значит возможно приходил сюда и со своей второй половинкой идем я выясню у менеджера кто может нам помочь Саски пропустил мимо ушей тот факт что он обуводил Сакуру сюда хотя нет острый укол ревности все же кольнул его но он повел этого несчастного шина без застолика окна и сел взяв в руки меню чтобы хоть чем-то занять себя джиро джиро последовал его примеру я рад что ты вернулся к ней заявил набу спустя какое-то мгновение она страдала без тебя даже не помня учиха не нашелся что ответить лишь кивнул Сакура пришла через пару минут огорченная менеджер ресторана сказал что помнит его но не помнит с кем он приходил так как посетителей довольно много я могу помочь с этим Саски поднялся активируя шаринг идем он нагло влез в голову к человеку не обладавшему силой шиноби и не способному защитить свое сознание извинившись перед проникновением он стал просматривать воспоминания ища хоть какие-то намеки на физиономию этого парнишки вот он пришел с Сакурой сердце у чихи снова кольнуло ревность потом долго его образ не появлялся а потом он промелькнул снова он был с красивой девушкой со светло-зелеными волосами и розовыми глазами он никогда такой не встречал однако это и понятно на сегодня вообще первый день после длительного отсутствия гулял свободно по Канохе и мало кого успел увидеть идем я опишу ее сказал Саски отпуская менеджера из Гиндюцу извините за неудобство эта информация причинит ему боль заявила Сакура он мужчина потерпит безразличного долучха с тех пор они несколько месяцев усиленно искали информацию о Кунаиче с зелеными волосами но все безуспешно пятая тоже не знала кто это такая снарядила поисковые миссии в другие скрытые деревни чтобы найти эту девушку однако тщетно каждый вечер Сакура возвращалась из рутин работы в госпитале в дом где царила любовь она не могла насытиться от прикосновений поцелуев ласк их занятия любовью почти каждую ночь они придавались страсти и засыпали без сил словно стараясь наверстать все то упущенное за многие годы разлуки я люблю тебя с каждым разом все смелее произносилась эта фраза Саски отправлялся на миссии стараясь вернуться до захода солнца однако иногда ему приходилось покидать деревню на несколько дней оставляя Сакуру Одну в квартирке которую они постепенно начали обживать совместными вещами Учхо забрал из хранилища пару клановых украшений на стены а также в ее шкафу появилась мужская одежда Кунаичи не скучала в его отсутствии было много работы в которую она погрузилась с головой близился октябрь Сакура помнила что за сутки до празднования годовщины победы они прооперировали Джиро год назад он пребывал в довольно скверном расположении духа однако единственное что помогало ему сохранять блеем и хорошее настроение работы в книжном магазине куда Харуна наведывалась свой обед когда Саски отправлялся в очередной поход сегодня ровно год как ты потерял память заявила Харуна сидя в книжном и попивая с ним обеденный чай я помню знаешь Канаха открыла сегодня ворота для всех желающих посмотреть парад сегодня будет очень шумно тебе точно не нужна будет помощь у прилавка вечером я справлюсь спасибо Завтра ты обязан участвовать в параде пообещай что пойдешь с нами Сакура не унималась нет я останусь здесь никто не пойдет за покупками в этот момент она грозно звякнула кружкой о столик все приехали в деревню за зрелищем а не шопингом а ты помнишь ты это или нет тоже сражался на войне Набу сопротивлялся какое-то время но потом согласился и пообещал Сакуре что придет на парад отлично Харуна победно улыбнулась Саски вернулся домой поздно ночью вошел через окно тут же бросаясь к разбуженной Сакуре в объятия поцеловав ее в висок он наспех принял душ и обнаженным забрался в кровать я скучал выпалил он прижимая кунаича к себе я тоже ответила она утро выдалось ярким и солнечным подготовка к параду шла полным ходом но в Шинобе что бились на передовой собрались далеко от деревни на поляне чтобы отметить день рождения Узумаки Наруто их близкого друга народу было слишком много и ни один ресторан в деревне не смог вместить такое количество людей так что Джин Чирики просто принял решение отметить праздник на природе Харуна никогда еще не была так счастлива находясь в кругу всех своих друзей что наконец-то собрались все вместе поздравления длились недолго к обеду пятая грозно заявила что если они не вернутся в деревню она разжалует всех собравшихся до ранга Чиунина смеясь Наруто парировал что он и так Чиунин отчего все кто слышал его ответ зашлись в хохоте даже сама Хакаги Сакура все искала лицу Джира в толпе когда пришло время построения на парад но он все не приходил ну же ты обещал рыкнула она взволнована себе под нос ища парня среди людей обещал что Саски переспросил ее с конфужена Джира обещал прийти на парад и участвовать Саски просканировал толпу в поисках человека чакра которого не циркулировала совсем однако покоилась в теле как вода в шарике он идет коротко ответил Саски отворачиваясь к Наруто который в этот момент схватил друга за руку показывая потому что парад начался и прошествовал к кладбищу где они должны были возложить цветы на могилы павших все то же самое как и год назад однако в этот раз с ней плечом к плечу в команде шел Саски очиха тот кого она так и не смогла отпустить Джира шел чуть поудаль позади команды и на Шикамару Чаджи он принципиально не надел мазку и форму анбу а облачился в форму альянса хоть и не помнил в какой форме он сражался таки где-то едва различимый крик отвлек Сакуру от грустных мыслей в это самое мгновение она возложив цветы возвращалась в строй Харуна увидела прорывающуюся сквозь толпу девушку облаченную в зеленое светлое платье и с распущенными длинными светло-зелеными волосами таки снова кричала она и Сакура поняла кого она зовет специальный отряд охраны не пускал посторонних к построению из Шиноби и девушка все пыталась пройти схваченная двумя сильными мужчинами пропустите ее рявкнула Сакура оказываясь перед ними охрана раступилась и зеленые волосы и девушка упала прямо под ноги Сакуры Харуна бросилась ее поднимать придерживая под спину спасибо вам поклонилась девушка взглянув на Харуна у нее были розовые глаза ты нашлась Сакура расплылась в улыбке расчувствовавшись обняла ее девушка с зелеными волосами выглядела обескураженной избитой с толку такой реакцией однако когда Сакура потянув ее в сторону построения шепнула идем она повиновалась понимая что это возможно единственный шанс увидеть ее любимого Такиши снова воскликнула она когда Харуна привела ее к Джиро девушка словно ветер пронеслась к нему и бросилась на шею он не отшатнулся не отпрянул но выглядел совершенно смущенным Сакура знала что Набу почувствовал что это она та самая девушка потому что сама прошла через это когда-то парень неуверенно сжал ее в объятиях а зеленого лысая схватив его лицо руками заливаясь слезами лишь спросила обожигая его губы своим шепотом где ты так долго пропадал Такиши поцелуй меня вместо ответа на вопрос произнес он понимая что это именно тот момент именно та девушка кому принадлежит его сердце и сейчас случится именно тот поцелуй сократив расстояние между их губами Джира или Такиши сам поцеловал ее сжимая ее хрупкое тельце в зеленом платье в своих объятиях все замерли вокруг даже Пятая не проронив ни слова шокированно наблюдала за этой сценой казалось прошло каких-то доли секунд всего пара ударов сердца и парень упал на землю хватаясь за голову и крича от боли он вспоминает восхищенно выдохнула Сакура бросаясь к девушке что испуганно кричала склонившись над ним все в порядке ты только что спасла его я все объясню позже Сакура активировала медицинское ниндюцу тоже сделали и наицунаде моментально запуская сканирование и успокаивая его головную боль своей техникой парень на мгновение потерял сознание его черты лица разгладились расслабляясь а потом он открыл глаза Акани воскликнул он поднимаясь с земли и бросаясь к девушке Акани моя Акани он угнил ее крепко-крепко о построении Шиноби уже давно узнавших его историю взорвалось радостными криками у них получилось у него получилось как позже Такиши рассказал Сакури и остальным он не был Шиноби Канохи его послали на длительную миссию в отряд Анбу после победы Альянса в войне чтобы обеспечить безопасность периметра во время восстановления деревни его невеста не была ниндзя и с трудом приняла тот факт что Такиши уходит на столь долгую миссию сначала от него приходили письма с приглашениями она даже приезжала в Канаху почти каждые выходные но потом буквально за неделю до конца срока контракта письма прекратились Акани не придала этому значения ведь тогда она думала что они отправятся домой вместе его служба должна была завершиться в первую годовщину победы она посетила парад однако не смогла найти возлюбленного среди огромной толпы попытки что-то разузнать увенчались провалом и она стала трепетно ждать Акани пыталась написать ему весь следующий год но письма приходили назад пыталась пробраться в канаху но без особого разрешения или приглашения она не могла попасть в деревню только однажды за этот год у нее получилось вчера когда деревня открыла дверь и для всех желающих увидеть парад Сакура была невероятно рада за эту пару которая поспешила вернуться на родину где их ждала семья и друзья через месяц им с Саски пришло приглашение на свадьбу которую они с удовольствием посетили поздравляя молодых с долгожданным браком Сакура была вне себя от счастья при виде пары которая обрела друг друга Хару наприжималась к учихе и украдка лилась слезы радости настолько трогательна была церемония бракосочетания близился фестиваль фейерверков а затем день ее рождения который она хотела отпраздновать в золотом драконе на горячих источниках уже год прошел с момента ее ранения она старательно разрабатывала мази способные сделать ее шрамы на висках более бледными и гладкими чтобы так не бросались в глаза Саски все время твердил ей что даже с ними она выглядит прекрасно но Хару на все не сдавалось Сакура решила воспользоваться приглашением данным ее мегумисом и в один из дней посетила дом золотого дракона что находился в Канохе она приобрела еще несколько путевок в дополнение к тем приглашениям отдав невероятно большую для нее сумму но чувствую полное удовлетворение от такой растраты в этот же день она пригласила Хинуту с Нарутой и нас сам отметить день ее праздник в горах на что получила радостные согласные друзей вечером этого же дня она робко пригласила и Саски тоже это прекрасное место констатировал Лучха мы обязательно поедем туда Сакура разулыблась и направилась к шкафу чтобы приготовить одежды на завтрашний фестиваль фейерверков она достала красивое кимоно что подарила Саске на день его рождения и разложила его на диване в гостиной а потом достала свою белую коту с розовыми веточками цветущей вишни и положила ее рядом с кимоно на диван на спине она уже давно нашла герб клана Харуная зажмурившись представила как они пойдут по улочкам деревни в своих одеяниях около 8 месяцев прошло с тех пор как они стали жить вместе делить постель и признаваться друг другу в любви однако Сакура все еще иногда думала что это какой-то слишком сладкий сон из которого она проснется обратно в своем сером рутинном мире но этого не происходило наоборот Саске все сильнее раскрывался ей подпуская все ближе к себе а она все сильнее расцветала в его объятиях вечером в день фестиваля когда все гуляли по улицам деревни покупая сладости слушая музыку и смотря спектакли Саске попросил Сакуру пройти с ним до обзорной площадки пока там еще безлюдно чтобы полюбоваться видом огня деревни и цветущей старейшей вишни распростершей свои ветви широко над площадкой Сакура следовала за ним держа Саске под локоть и улыбалась себе вспоминая как под этим самым деревом стояла с еще маленьким мучхой и мечтала Саске привет послышалось смущенное щебетание Тентин они спускались на джесс обзорной площадки держась за руки волосы такахаши были распущены и каскадом не спадали вниз какая ты красивая восхищенно выдохнула Сакура Тентин смущенно покраснела заливаясь румянцем и хихикая спасибо Сакура ты тоже выглядишь обворожительно она подмигнула подруге а потом обратилась к Саске поспешите там пока никого нет отличное место для важных бесед она многозначительно подмигнула утягивая Неджи вниз по лестнице и не дав ни Саске ни Сакуре ничего сказать увидимся на фейерверках послышалось откуда-то где только что скрылись Неджи со своей говорливой спутницей о чем она непонимающе переспросила Сакура заглядывая Саске в глаза идем лишь ответил очиха они дошли до цветущего дерева и Саске вдруг вспомнил свои самые заветные фантазии что помогли ему выжить в его заточении он остановился под вишней а Сакура сделал еще пару шагов вперед все как на картинке в его голове где он робко пытался взять ее за руку сейчас робости не было ведь между ними не было недомолвок Сакура тихо сказал он протягивая руку и сплетая свои пальцы с ее это действительно прекрасное место но я хотел бы показать тебе еще кое-что Харуна затаила дыхание слушая его голос лишь взглянула ему в глаза ожидая продолжения он притянул ее к себе обнимая за талию одной рукой их сейчас освещал лишь свет крупной но не полной луны пробивавшейся сквозь розовые цветы на ветвях на мгновение очиха активировал шаринган и убрал падавшие на ринниган волосы моргнув он распахнул глаза сосредоточенно глядя в одну точку и все еще прижимая Сакуру к себе воздух перед ними задрожал продернулся вихревыми потоками а затем распахнулся отворяя дверь в другой мир идем я должен тебе это показать шепнул Саски и Сакура последовала за ним как только воронка за их спинами растворилась Харуна огляделась и ахнула это был тот самый мир что на ее глазах рассыпался миллиардами светящихся осколков когда они сучхой его покинули Саски это да я нашел этот мир случайно просто однажды задумался вспоминая о нем и открыл портал шепнул Учхо его шепот утонул в шуме водопада но Сакура слышала они шли по поляне из цветов держась за руки и оглядываясь по сторонам для Сакуры это был незнакомый прекрасный мир а для Саски тюрьма ставшая когда-то раем он не скучал по заточению но этот мир стал для него местом искупления и перерождения отсюда обновленным Саски ступил назад где его ждали Любиля да он точно знал Любиля у этого мира больше нет стен смотри Учхо взял ее за руку и потянул в сторону через лес возле одного из деревьев Саски притормозил протягивая руку вперед здесь заканчивалась моя тюрьма идем я покажу тебе что-то они вышли из леса уже не окруженного невидимыми стенами и их глазам предстала огромная долина простирающаяся до самого горизонта редкие невысокие холмы укрытые зеленой травой возвышались с нескольких сторон а в самом центре лежало что-то невероятно знакомое Саски выдохнула Сакура что это я хотел спросить тебя об этом уточнил Учхо это принадлежит миру Шиноби Сакура высвободил ладони из руки Саски и перешла на бег на мгновение ее посетила странная мысль второй раз она появляется в этом мире в юкате и неудобных гэта это уже похоже на традицию Харуна чувствовала как Учхо поравнялся с ней придерживаясь ее скорости бега отчего ее губы на мгновение растянулись в улыбке Кунаич остановилась у огромного белого полотна исписанного запечатывающими символами это почерк Сая прошептала Харуна гладя рукой полотно а потом ахнула Саски это страж это то что пыталась прорваться в этот мир когда какаши Сенси открыл портал это значило что продолжение поиски нашли бы его гораздо раньше чувство неловкости и вины вдруг начало душить девушку Учхо тем временем сосредоточенно смотрел на свиток печати с помощью Шарингана и Риннигана он пуст прошептал Саски что свиток пуст там внутри ничего нет заключил он а потом активировав чадари атаковая полотно рассыпавшиеся от удара и обнажающие пустую деревянную клетку он освободился ахнула Сакура тогда нам скорее нужно уходить он очень опасен Харуна схватила Саски за руку и потянула на себя ей стало очень страшно не за себя а за него вдруг этот страж охранял именно Учху и решит что нужно уничтожить беглого пленника нет этого стража нет и небо вовсе он перевел напряженный взгляд на Сакуру помнишь я говорил что не чувствовал свою чакру что ее не было во мне и я не мог ею пользоваться Харуна кивнула прикусывая нижнюю губу а Учху подошел вплотную к деревянной клетке прикасаясь к ней проводя ладонью вниз он нам закрыл глаза втянул носом воздух а затем открыл их снова сосредоточенно глядя в глаза Сакури это был не электрический страж это была моя чакра я чувствую ее след на этой деревянной клетке это я ранил тебя Сакура я причинил боль его голос дрогнул в этот момент Харуна уверенным шагом подошла к нему и обняла нежно прижавшись щекой к его груди в которой ускорено жило сердце Саски ты был в заточении мудрец шести путей запретил искать тебя но его запрет был нарушен не ты атаковал меня не ты прорывался в наш мир ты страдал в одиночестве в это время мы поплатились за нарушение правил все твои ошибки тоже были искуплены забудь об этом она сжала кулачки на его груди голос ее дрогнул пожалуйста хватит искать в себе виноватого во всем просто начни жить она всхлипнула но не расплакалась держалась изо всех сил а потом почувствовала как он крепко-крепко обнял ее в ответ Сакура спасибо тебе в очередной раз произнес он они не стали задерживаться у места что напоминало о страже и ранении Харона просто не сговариваясь в один момент повернулись и двинулись в сторону пруда возле которого росло красивое вишневое дерево оно снова расцвело огромным розовым облаком раскинув ветви над водой едва не дошли тысячи светлячков подлетели к ним и окружили создавая космос вокруг там в заточении я много раз проигрывал в голове именно эту картинку ты облаченная в юкоту стоишь передо мной под ветвями цветущей вишни о чем еще можно мечтать если сейчас это превратилось в явь там в фантазиях я брал тебя за руку целовал в губы и казалось что на больше я и не достоин даже в мечтах однако сейчас здесь ты стоишь рядом моя сакура словно вышла из той картинки в моей голове он вздохнул обнимая ее двумя руками и чувствуя как она обнимает в ответ немного помолчав он набрал легкий воздух и решил все-таки продолжить благодаря мыслям и воспоминаниям о тебе я избавился от своей ненависти злобы зависти и обиды я смог преодолеть это потому что думал о том как ты обнимаешь меня очищая разум от злости ты всегда спасала меня а я всегда любил тебя с самого детства Харуна всклипнула она старалась не расплакаться но именно сейчас слезы все-таки полились по ее щекам она понимала что это не просто признание в любви он делится с ней самым сокровенным чувством раскрывает душу сейчас он наиболее искренен с ней чем когда-либо раньше Саски люблю тебя всегда любила и буду любить она заливалась слезами глядя в его глаза и видела как две мокрые дорожки очерчивают его скулы он прижал ее к себе крепко-крепко собираясь с силами чтобы сказать то что он давно уже хотел произнести но все никак не мог найти в себе достаточно сил Сакура будь моей всегда только моей я умоляю тебя шептал он светящиеся зеленоватым светом жучки закружились воронкой запульсировали то рассыпаясь в разные стороны то окружая плотным шаром словно чувствовали волнение двоих я твоя навсегда отвечала она нет Сакура я хочу чтобы ты носила одежды с гербом моего клана чтобы со мной выбрала наш будущий дом чтобы ты родила мне детей и воспитала их вместе со мной ты сделаешь это ты станешь по-настоящему моей станешь учихой сердце ее пропустило несколько ударов а в голове помутнело что это снова ее фантазии сон этого не может быть на самом деле Сакура все еще прижимавшаяся к любимому мужчине отстранилась настолько чтобы заглянуть ему в глаза а потом набравшись смелости ответила Саски она не знала как ответить на вопрос о котором и мечтать та не могла я да я стану учихой в этот момент светлячки рассыпались в разные стороны словно создавая звездное небо вокруг а потом темноту разорвал разноцветный фейерверк словно просочившийся из того мира в этот искры догорающего салюта медленно поплыли по небу вниз освещая двоих трепетно глядящих друг другу в глаза а потом он поцеловал ее как целовал уже множество раз до этого однако сейчас это было для Саски совершенно новым ведь сейчас на поцелуй отвечала ему не просто Сакура Харуна любимая девушка а его невеста я помню почти трое суток на грани жизни и смерти и лишь комиссума знает почему я остался жив и почему мне позволено было вернуться я помню холодный путь назад как кто-то тянул меня за руку сквозь ледяные ветра сопротивляющиеся моему возвращению а потом я открыл глаза в совершенно незнакомой обстановке в каком-то шатре наполненном болезненно ярким светом я увидел ее розовые волосы собранные в хвост уставшие зеленые глаза и фиолетовый ромб на лбу покрытым испаренной Сакура попытался сказать я но вместо имени вырвалось что-то булькающее и я закашлялся выплевывая скопившуюся в легких ставшую густой и такой отвратительной на вкус кровь да ты будешь в порядке дружище донеслось до моих ушей голос ее был очень тихий и какой-то болезненный отдыхай над же все хорошо война окончена мы победили а потом я увидел как ноги ее подкосились и она осела на пол медики тут же обступили ее окаталку на которой я лежал и повезти куда-то внутри этого гигантского шатра я хотел выяснить все но сил моих не хватало даже на то чтобы держать веки раскрытыми и я снова хватило хватило моих сил от заживающих в здание с ощущениями хрупко и хрупко нежно и хрупко и сильное одновременно но тентин отстранилась вытирая слезы извиняясь прости ты все еще слаб а я набросилась глупая как ты себя чувствуешь ее пальцы погладили одеяло которым я был крыт и я почувствовал как по телу разлилось тепло от ее нежного прикосновения мне захотелось схватить ее за руку и взять ее ладони в свои руки но я сдержался не зная как отреагирует на такое моя сокомандница